Псалом 1. Блаженство Псалом 2. 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 Блаженство Псалом 3. Блаженство Псалом 2. 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 Блаженство потому что Ты — богатство, не изменяющееся от перемены времен. Милосердие Твое да приидет на помощь к нам, благодать Твоя да защитит нас. Из сокровища Твоего излей на нас врачевство, исцеляющее язвы наши. Тебя должны мы искать вместо всего и нага, и кроме Тебя не искать ничего, ибо кто ищет Тебя, тот все находит в Тебе. В Тебе богатство для нуждающихся, сердешная радость для скорбящих, врачевство для всех уязвленных, утешение для всех сетующих. Приими молитву нашу, Господи наш, и даруй нам себя самого. В Тебе доживем мы, Тобою да обладаем вместо всего и нага, и тогда все наше. Дай нам, Господи, быть Твоими, по милосердию своему будь и Ты нашим, потому что праведный Отец дал нам Тебя во врачевство от язв наших. Наш Ты по воле Отца Твоего, наш Ты и по Твоему изволению, с нами Ты, Эммануил, с нами Ты, яка Господь наш. Прими от нас молитвы наши, снисшедший к нам Боже наш, приими слезы грешников и окажи милость виновным. По своему изволению соединился Ты с нами, будь ходатаем нашей молитвы, вознеси ее к Отцу Твоему и утверди мир в душах наших. Псалом Пятый Будь для нас всем и дай нам Тебе посвятить все свое. Как зеницу ока, сохрани меня, Господи Божий, защити и под крылами Твоими укрой меня от искушений. Будь стражем ока, чтоб не смотрело оно тацки, будь стражем уха, чтоб не внимало оно неправде. Будь стражем у стен, чтоб не исходила из них клевета, осуждение, хула и даже праздное слово. Будь стражем сердца, чтоб оно не уклонялось в лукавство и не делало беззаконий. Даруй нам, Господи, познание, что делать, и приложи нам ведение, умение делать. Даруй нам, Господи, наш, быт для Тебя приятнее благовоний и ароматов. Даруй нам, Господи, наш, возлюбить Тебя и возненавидеть мир. Даруй нам, Господи, нашу, вместо переходящих имений приобрести Тебя, единого. Даруй нам, Господи, наш, принести Тебе три избранные дара. Даруй нам, Господи, наш, воскурить пред Тобою три благоуханные кадила. Даруй нам, Господи, наш, возжечь Тебе три ярко горящие светильника, дух, душу и тело. Сии три дара единой Троицы. Дух посвятим Отцу, душу посвятим Сыну, тело посвятим Духу Святому, Духу, который вновь восставит Его из праха. Отче, освети себе Дух наш, сыне, освети себе душу нашу, души святы, освети себе тело наше, изнемогающее от язв. Даруй нам, Господи наш, возрадоваться о Тебе, и Ты возрадуйся о нас в последний день. Хвала Тебе от Духа, души и тела, а нам, щедроты Твои. Псалом шестой. Надежды оставивших мир. Сын Иисеев, настроив цивницу свою, воспевает блажение непорочнее в пути Господни, ходящие в законе Его. И Спаситель наш в Евангелии жизни сказал, «Блажение чистей сердцем, якотии Бога узрят, блажение сетующее, якотии утешатся, блажение плачущие, якотии возвеселятся». Отрекшимся от мира и от суетных дел Его, возненавидевшим похоти Его и гнушающимся утехами Его, в Евангелии спасения дано обетование воздаяния, непереходящий чертог и нескончаемая жизнь. Из любви к Господу своему оставили они в мире семь родных, родителей, богатства и имения, ибо слышали, что блажение нищие духом, и за сие ожидает их горнее царство. Тела свои соделали они храмом Духа Святаго, строгостью жизни припобедили похоти, несли иго тяжких трудов, из любви к Господу своему презирали жизнь свою, распяли они души свои, пригвоздили ко кресту тела свои и подвижничеством своим умилостивили Творца своего. Они возгнушались чревоугодием и возлюбили воздержание, отгнали от себя плотскую нечистоту и возлюбили целомудрие. Они избрали себе злострадания, всякие лишения и возненавидели покой, совлеклись гордости и облеклись в смирение. Победили они врага и восторжествовали над ним, обратили его в бегство и приобрели себе славу. Победили его и возвеличены, презрели его и увенчаны. Отец любит их и Сын с любовью объемлет, и Дух Святый вселяется в чистых телах их. Христос взывает к ним, говоря, «Приидите, потрудившиеся во имя Мое, войдите в чертог, из которого никогда не выйдут званные». На таковых Господь возлагает венцы и вкушают они блаженство в чертогах Его за скорби, понесенные с Ним с утра до вечера. Горнее Царство ожидает к себе тех, которые одержали победу во брани и прославились тем. Ангелы по обычаю своему не сходят подкреплять борцев во время брани. Духи стремятся в осретение победителям, именуют их блаженными и говорят, «Приидите, утружденные, успокойтесь от трудов своих, терпением страданий победили вы, лукавого». Рай отверзает им врата свои, вселяются они в обители света и успокаиваются там. В устах их глаз словословия и хвалы тому, кто укреплял их во брани. Псалом седьмой Душа, ощутившая спасение в Господе «Ты, Христе Спасителю, стал для меня путем жизни, ведущим к Отцу. Сей один путь моя радость, а конец его – Царство Небесное. Ты, Владыка Иисусе, Сыне Божий, стал для меня путем жизни и просвещения. Благодать Твоя во сердце раба Твоего стала светом и радостью, которая сладостнее пачи меда и сото – устам служителя Твоего. Благодать Твоя в душе раба Твоего стала сокровищем, обогатила нищету Его, изгнала бедность и растление. Благодать Твоя стала для раба Твоего прибежищем, силою, заступлением, возвышением, похвалою, пищей для всей жизни. Как умолчит раб Твой, Владыка, вкусив великую сладость любви Твоей и благодати! И как опять осмелюсь я положить преграду волнам благодати, изливающимся в сердце грешника и исполненным сладости по множеству дарований! Воспою славу, Владыке Небесных сил! Возвеличу благодать Твою, Христе Спасителю, не пристану языком моим песнословить любовь Твою. Любовь Твоя влечет меня к Тебе, Спаситель, хвала жизни моей. Благодать Твоя делает сладостным для меня то, что ум мой влечется вслед Тебя. Да будет сердце мое добрую для Тебя землею, и благодать Твоя доорошает его росою жизни вечной. Да пожнет благодать Твоя добрую рукоять на земле сердца моего, сокрушение, поклонение, святыню и все угодное Тебе всегда. Возврати душу мою в ограду рая сладости, да пребудет она во свете, чтобы среди райского наслаждения и мне сказать со всеми святыми «Слава Отцу Бессмертному!» поклонение тому, кто дает небесное дарование ничтожному, чтобы и Он принес Драхму славы Царю всех. Псалом восьмой Падшим грешникам одна надежда, Господь распятый «Оплачьте наготу мою, возлюбленные братья мои!» Прогневал я Христа порочную жизнью Своею. Как благий сотворил Он меня и дал мне свободу, а я, злоупотребив ею, воздал Ему злом, нечестивыми делами Своими. Господь всяческих сотворил меня совершенным и соделал орудием славы Своей, чтобы я служил Ему и светил имя Его, а я, несчастный, соделал члены Свои орудиями греха и творил ими всякую неправду. Увы мне, потому что Он праведно осудит меня. Срамные дела мои предварят меня на суде и будут обвинять бедную душу мою. Неотступно умоляю Тебя, Спаситель мой, осени меня крылами своими и не обнаруживай скверн моих на великом суде Твоем, чтоб прославил я благость Твою. Злые дела, какие делал я пред Господом всяческих, отлучают меня от сообщества святых, и по елику жизнью Своею не служил я Богу, как они, то и не имею никакой части в добрых делах их. Увы, я погиб. Теперь постигает меня горе, чего и достоин я, а если бы подвязался вместе с ними, то, подобно им, был бы прославлен. Но по елику был я не родив и служил похотем, то я не принадлежу к сонному победителей, а стал наследником гиены. Тебя, пронзенный гвоздями на кресте, победитель, взывающий грешникам, приедите, получайте отпущение даром. Тебя неотступно молю, Спаситель мой, отврати очи Твои от нечестия моего, страданиями же Твоими уврачуй язвы мои, чтобы прославил я благость Твою. О, Всеблагей! Чья благость безмерно выше неправд мира, упованием на благость Твою укрепи бедную душу мою, которая обессилена и в конец истощена тяжкими недугами неправды и греха, и держится только упованием на Тебя, в Тебе надеясь найти себе утешение. Псалом 9. Оплакивается невнимание к благодатным воздействиям. Как мытарь воздыхаю, как блудница проливаю слезы, как разбойник вопию, как блудный сын взываю к Тебе, человеколюбче Христе, Спасителю мой. Укрепи изнемогшую душу мою, расслабленную от упоения сластолюбием, уврачусь трупы ей я, и честною Твоею кровью омой ей я, очерненную грехами. По множеству милосердия Твоего обрати меня, единый, долготерпеливый, и избавь от всякой поблажки сластолюбия. Угаси во мне печь страстей моих, да не сожжет она меня в конец. Увы мне, Ты, Господи, даровал мне свет веденья, а я омрачил его. Увы мне, Ты непрестанно посещал и посещаешь меня благодатью Твоею, а я ежечасно отвергал и отвергаю сей дар исцеления моего. Сколь многими дарами наделял и наделяешь Ты, Владыка, меня, грешного, а я, окаянный, всегда был и есмь сознательно неблагодарен Тебе. Благодать Твоя то утешает, то просвещает, то укрепляет меня, а я, по невниманию, предаваясь чему-либо суетному, всегда опять погружаюсь в желчь и горечь страстей своих. Ты, при благии, напоминаешь мне смерть и вечные муки и влечаешь меня к жизни, чтобы спастись мне, а я всегда уклоняюсь от всех спасительных помышлений и отгоняю их, занявшись тем, что для меня не полезно. Посему нет мне никакого оправдания пред Тобою. Удаляю в дверь милосердия Твоего, Господи, да отверзится она мне. Не пристаю умолять, чтоб получить просимое, и неотступно домогаюсь помилования. Будь долготерпелив ко мне, развращенному, избавь меня от обладающих мною грехов. Достав здравым, восстану я содрат летворного греха. Освободи меня от моих порочных навыков, прежде чем постигнет меня конец, ибо во аде кто исповестся Тебе. Убили оскверненный мой хитон, прежде чем вышло страшное повеление и застигло меня неготовым и постыжденным. Избавь сокрушенную душу мою из уст львовых и спаси ее по благодати и щедротам Твоим, молитвами всепречистые владычицы нашей Богородицы и всех святых. Псалом 10 Не слажу с собою даруй дух покаяния. Предславую Твоею, Христе Спасителе мой, изреку все непотребство мое и исповедую всю неизмеримость щедрот Твоих, какие изливаешь Ты на меня по благости Твоей. От чрева матери моей стал я приогорчевать Тебя, и ни во что вменять благодать Твою, не родя о душе своей. Ты же, владыка мой, по множеству щедрот Твоих, милостиво и терпеливо взирал на все лукавство мое. Главу мою возносила благодать Твоя, но она ежедневно унижаема была грехами моими. Злые навыки опутывают меня, как сетями, и я радуюсь, что связан, погружаюсь в самую глубину зла, и это веселит меня. Враг ежедневно обновляет узы мои, потому что видит, сколько рад я разнообразию с их уз. То и достойно рыдания и плача, в том и позор, и стыд, что связан я своими хотениями. И еще ужаснее то, что связываю себя теми узами, какие налагает на меня враг, и умерщвляю себя теми страстями, какие его радуют. Зная, однако, школь страшны узы сии, тщательно скрываю их от всех зрителей под благовидную наружностью. На вид оплечен я в прекрасную одежду благоговение, а душа опутана срамными помыслами. Пред зрителями я благоговеен, а внутри исполнен всякого непотребства. Совесть моя обличает меня в этом, и я будто и хочу освободиться от уз своих, и каждый день сетую и воздыхаю осем, но все оказываюсь связанным теми же сетями. Жалок я. Жалко и ежедневное покаяние мое, потому что не имеет оно твердого основания. Каждый день полагаю основание зданию и опять собственными руками своими разоряю его. Покаяние мое не положило еще доброго начала, злому же нерадению моему не видно конца. Порабощен я страстям и злой воле врага, губящего меня. Кто даст голове моей воду и о часам моим источники слез, доплачуся всегда пред тобою, милосердый Боже, чтоб, послав благодать твою, извлек ты меня, грешника, из моря, свирепающего волнами грехов и ежечасно обуревающего душу мою. Ибо хотение моих хуже ран, которые не терпят врачебных перевязок. Выжидаю в надежде покаяния и обманываю себя симсуетным обещанием, пока умру. Всегда говорю покаюсь и никогда не каюсь. На словах будто усердно каюсь, а делами весьма далек от покаяния. Что же будет со мной в день испытания, когда Бог откроет все предсудилищем своим? Конечно, осужден буду на муки, если здесь слезами не умилостивлю тебя, судью моего. Уповая оба на щедроты твои, Господи, к тебе преподаю и тебя умоляю, даруй мне дух покаяния и изведи из темницы беззаконий душу мою. Да воссияет луч света в моем разуме, пока не отошел я на страшный, ожидающий меня суд, на котором уже не будет места покаяния в худых делах. Псалом одиннадцатый. Не справлюсь с собою и с врагом. Ты, Господи, помоги. Никто не может уврачевать болезнь мою, кроме того, кто ведает глубины сердешные. Сколько раз полагал я себе пределы и строил стены между собою и грехом, но мысль моя приступала пределы и своя воля подрывала стены, потому что пределы не были обезопасены страхом Божиим и стены не были основаны на искреннем покаянии. Ипаки ударяю в дверь, чтобы отверзлась она для меня, не пристаю просить, чтоб получить просимое, и стыда не знаю, домогаясь себе помилования у Тебя, Господи. Господи, Спасителю мой, по что Ты меня оставил? Умилосердись надо мною, Ты, единый, человеколюбивый, спаси меня грешного, Ты, единый, безгрешный. Исторгни меня из тины беззаконий моих, чтобы не погрязнуть мне в них навеки, избавь меня от челюстей врага, который, как лев рыкая, хочет поглотить меня. Воздвигни силу Твою и прииди, воеже спасти мя. Блесни Твоею молнией и разжени силу Его, чтоб страхом пораженный бежал от лица Твоего, ибо нет у Него силы стоять пред Тобою и пред лицем любящих Тебя. Как скоро видит Он знамение благодати Твоей, приходит в страх от Тебя и со стыдом удаляется от них. И ныне, Владыка, спаси меня, я как Тебе прибегох. Псалом 12. Близок последний час. Дай Господи покаяться, чтоб безопасно совершить страшный переход по смерти. Долго ли не покаешься ты, бедная душа моя? Суд уже близок, огонь готов для членов Твоих. В море зол погрязал я все дни жизни моей, не оплакивая грехов своих. И сей внезапно смерть наложит на меня оковы свои. Сатана обольстил меня и, связав своими похотьми, увлек в плен и без жалости поверг на землю. Увы, что теперь делать мне? Ты, праведный судья, посрами лукавого, который воюет против меня, и когда желаю покаяться, скрытно ставит мне хитрые сети свои. Будь помощником моим, многомилостивый Господи, и я восстану, посмеюся над ним, разорву все сети Его. Горе мне в день тот, когда будешь ты, Господи, судить грешников. О, да не постыжусь тогда пред сонмом ангелов. Трепещи и смущайся, душа моя, и, умоляя Господа своего, говори ему, помилуй меня, спаситель мой, и извлеки меня, погрязшую в пороках. Я грешница, и стыжусь умолять тебя. Благодатью Твоею спаси меня, Господи, от гиенны. Вот день Господень внезапно возблистает для твари, и праведники выйдут в сретенье Господу с горящими светильниками, а я, тьма, нет елея в моем светильнике, чтоб встретить жениха, когда придет он. Трепещет дух мой, слыша, что день суда близок, в смущение приходят мысли мои от представления, что нечестивых ожидает огонь. По благости Твоей, милосердствующей, о грешниках, помилуй меня, погибшего, и буду словословить Тебя, когда явится царство Твое. Крест Твой досопровождает меня при этом страшном переходе, да отжинет он от меня темные силы, да послужит мне ключем и отверзет райские двери, чтоб войти в веселье, возрадоваться и прославить мне щедроты Твои, многомилостивый. Псалом тринадцатый. Вразуми и укрепи ради искупления. Да приидет в пособие нам помощь Твоя, всеблагий, никогда не оставляющий рода нашего. Удели нам Твоей всеиспытующей премудрости, чтоб познали мы скоротечность всего. Уврачуй язвы наши покаянием. Посети нас, чтобы не закосневали мы доли во грехах своих. Ты многомилостивый к душам нашим, вложи в нас памятование доброго, потому что много возлюбили мы зла. Отврати от нас облагий все вредное. Приими доброе изволение, сколько есть Его в нас, и пошли нам соразмерную силу. Душа наша не в состоянии принести Тебе столько же великий дар, сколько велик Ты. Да умилостивит Тебя, Господи, чудная смерть Твоя. Неправда наша гораздо сильнее молитв наших. Моление наше незначительно, а вина наша велика. Какую жертву могли бы мы принести для примирения своего с Тобою? Нечего нам дать Тебе. Посему кровью Твоею примири нас, всемилостивый. Благодарение Отцу, пославшему Тебя, Спаситель наш, ибо Тобою оправдываемся мы виновные. Ты отъял грехи наши крестом Своим, отыми от нас вины наши и в пришествии Твое. Псалом 14 Искупитель всех, спаси и меня и даруй слезы размыть стену, отграждающую меня от Тебя. Хвала благому, который снисшел ради нас, стал подобен нам и уврачевал язвы наши Своею всеосвещающую плотию и Своею всеосвещающую кровью. Да воспевает хвалу Тебе все. Благодарение милосердому, который постоянно несет бремя наше, хотя известна ему злоба наша, который сотворил, питает нас и велит воссеевать для нас Солнцу Своему. Хвала Его благости! Отверзи мне дверь милосердия, исполненный щедрот Господи наш, простри мне руку Твою, благий и милостивый, и возврати меня в овчий Твой двор, да прославлю благость Твою. Грехи мои — это стена между мною и Твоею благостью. Разори ее, чтобы мог я приступить к милосердию Твоему. Излей на меня любовь Твою и восторгни меня до высоты Твоей. Но стена грехов моих разоряется слезами и сокрушением. Посему даруй мне все дни жизни своей прилежно оплакивать грехи свои и собирать для себя плоды, которые полезны мне будут в день суда. Псалом 15 Бога человечества Отец воззвал, сей есть Сын Мой возлюбленный, о нем же благоволих. Того послушайте, воззвал о Сыне, неотлучном от славы Божества. Ибо Отец и Сын со Святым Духом едино естество, одна сила, одна сущность и одно царство. И Мария Богоматерь называла Его Сыном по человеческому телу, неотлученному от славы Его Божества. Ибо один есть Бог, явившийся в мир в теле. Слава Его возвещала о божеском естестве, которое от Отца, а тело Его возвещало о человеческом естестве, которое от Марии. Оба же естества сошлись и соединились в единой ипостаси. Единородный от Отца, тот же единороден и от Марии, и кто разделяет в нем ипостаси, тот отделен будет от царства Его, и кто сливает естества, тот лишен будет жизни Его. Кто отрицает, что Мария родила Бога, тот не увидит славы Божества Его, и кто отрицает, что носил Он безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизни, даруемой через тело Его. Самые дела свидетельствуют, и божеские силы Его научают рассудительных, что Он истинный Бог, а страдания Его показывают, что Он истинный человек. Псалом 16 Не спасли благодать, да оживотворит меня, как весною все оживляется дыханием жизни. Благи, человеколюбец, если на траву, на цветы, на всякую зелень земную обильно изливается благодать Твоя во время Свое, то, коль ми паче подашь Ты просимое рабу Твоему, умоляющему Тебя. Ибо вот проясняется воздух, и птицы разнообразят голоса свои, воспевая славу великой премудрости Твоей. Вот вся земля облекается в ризу из пещренных цветов, сотканную без рук человеческих, веселится и празднует праздник. Воскропи и на мое сердце росою благодати Твоей, благи, человеколюбец. Как засеянная земля без ниспадения довольного дождя не может дать и воспитать произрастений своих, так и сердце мое без благодати Твоей не в силах изнесть благоугодное Тебе и принести плод правды. Все дождь питает растения, и дерева увенчиваются разнообразными цветами, и роса благодати Твоей да просветит ум мой, и сердце мое да украсит цветами умиление, смирение, любви и терпения. Да приближится моление мое пред Тя, Господи. Даруй мне святого имени Твоего, чтобы мог я принесть Тебе рукояти, полные плодов благих, и сказать «Слава давшему, что принести ему», и поклониться Отцу и Сыну и Святому Духу. Псалом 17. О руководящей благодати и слезах Благий человеколюбец, принявший две лепты и похваливший произволение вдовицы, приими моление раба Твоего, умножь молитву мою и даруй просимое мною, да соделаюсь храмом благодати Твоей. Да вселится она во мне, и сама да научит меня, как благоугождать ей. Сама, ударяя в гусли мои, да взыграет песни умиления, исполненное веселье. Сама да свяжет ум мой, как бы уздою, чтобы мне не погрешить пред Тобою, заблудившись, и не быть изринутым из оного света. Услыши, Господи, услыши моление мое, и даруй, чтобы я нечистый сделался чистым, я безумный умудрился, я непотребный стал благопотребен в стаде избранных Твоих подвижников и всех святых, благоугодивших Тебе, и был принят в Царство Твое. Вселящиеся в раю сами ходатайствуют за меня и взывают к Тебе единому человеколюбцу, и Ты вонми молению их, а я через них воздам Тебе славу за то, что услышал Ты молитвы их и ущедрил меня, и не презрел моление моего. Ты, Господи, сказал через пророка Твоего, отверзи уста Твоя и исполню я. Вот отверз Ты и сердце, и уста раба Твоего, исполни их благодатью Твоею, чтобы непрестанно благословлять мне Тебя, Христе Божие, Спасителю мой. Молитва моя немощна, а беззакония мои велики и сильны. Грехи подавляют меня, и немощи мои смущают меня. Ты же богат и благ, милосерд и щедр. Ты, отверзший очи слепому, отверзи очи ума моего, да непрестанно созерцаю красоту Твою. Ты, положивший предел морю словом повеления Твоего, положи предел и сердцу моему благодатию Твоею, чтобы не совращалось оно ни надесно, ни налево от красоты Твоей. Ты, давший воду в пустыне народу непокоривому и пререкающему, дай мне сокрушение и глазам моим слезы, чтобы плакать мне день и ночь во все продолжение жизни моей, со смиренно-мудрием, с любовью и с чистым сердцем. Услыши, Господи, молитву раба Твоего, походатайству всех святых Твоих, Сын над всеми благословен вовеки. Псалом 18 Несмотря на грехи, услыши, отжени врага и укрепи на добро. Боже праведный и хвалимый, Боже предвечный, услыши человека грешника в час сей. Послушай меня, Боже, послушай в крепости Твоей, не памятая всегдашних прислушаний моего ничтожества. Послушай меня, Господи, послушай меня огнем молитвенным, как некогда пророка Твоего. Ей, Боже, святых сил, ей, творче бесплотных, ей, изрекший, просите и приимите, не возгнушайся мною нечистым, а сквернившим уста своей и покрытым грехами. Послушай меня, давший обетование послушать призывающих Тебя в правде и направь стопы раба Твоего на путь мирен. К Тебе, Боже, взываю всем сердцем моим. Боже, Боже, услыши мя, упование всех концов земли и странствующих далече. Запрети всем нечистым духом добегут от лица раба Твоего. Приими оружие и щит и восстани в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы, Господи, рцы, душе моей, спасение Твое есть маз. Да отступит от души моей дух боязни, дух уныния, дух гордыни и всякой злобы. Да угаснет мне и всякое рожжение, производимое действием дьявольским. Да просветится дух мой, душа и тело, светом ведения Твоего. Да пришедший в мужа совершенно, в меру возраста, в век в века, с ангелами и со всеми благоугодившими Тебе, прославлю всечестное и поклоняемое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа. Псалом 19. Об успокоении совести от внутренних госметений. Владыка Господи, Божий небесе и земли, благоволи отверсть мне дверь покаяния, умоляю Тебя болезненную душею. Призри на меня по великому благоутробию Твоему, преклони ухо Твое к молению моему и прости меня, виновного во многих грехопадениях. Прости мне все, что соделал я худаго, побеждаемый злым произволением Своим. Ищу покоя и не нахожу, потому что совесть моя сквернена и нет во мне мира по множеству беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце, вопиющее Тебе с болезнью. Не на дела мои, но на болезнь души моей вонми, и поспеши увручевать меня, жестоко уязвленного. Дай мне скоро прийти в себя по благодати человеколюбия Твоего. Сними из меня бремя грехов моих и не воздай мне, чего заслуживает содеянное мною, чтоб не погиб я в конец и не лишился всякого попечения и помышления об исправлении Своем. Припадаю к щедротам Твоим, помилуй меня осуждением дел своих поверженного в прах. Воззови, владыка, меня, пленника, которого держат и как бы цепями связывают дела, ибо Ты один знаешь, как разрешать связанных и исцелять невидимые язвы, известные Тебе единому, ведающему тайное. Благоволи простереть ко мне руку и извлечь меня из тины беззаконий моих. Ты, не увеселяющийся погибелью человеческою и не отвращающий лица Своего от взывающих к Тебе со слезами. Услыши, Господи, глаз раба Твоего, вопиющего к Тебе, яви лице Твое мне, омраченному, просвети меня пришествием святаго Твоего Духа. Даруй, Господи, усердие мне, оскверненному, и труд мой обрати в радость мне. Раздери мое вретище и припаяшь меня весельем, и да отверзится мне дверь царствия Твоего, да вошедши в него, прославлю всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Псалом 20. О свободном проходе мыторств и помиловании на суде. Величая, величаю Тебя, Господи, что презрел Ты на смирение мое, и не предал меня в руки врагов моих, и спас от нужд душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя, и да приидет на меня милость Твоя, ибо смущена душа моя, и сильно скорбит, чтоб при исходе из бедного тела сего не встретила ее лукавая рука сопротивника и не удержала во тьме за грехи, соделанные мною в жизни сей, в ведении и неведении. Буди милости в ко мне, Владыка всяческих, да не увидит душа моя омраченного взора лукавых бесов, но да приимут ее чистые и светлые ангелы Твои. Дай славу имени Твоему святому, и силою Твоею возведи меня к Божественному Твоему престолу. И когда буду судим, да не восхитит меня рука князя мира сего, чтоб увлечь меня грешного в глубину адскую, но ты предстань мне и будь моим заступником. Помилуй, Господи, душу мою, осквернившуюся страстями жизни сей, и если в чем, как человек по слабости естества прегрешил я словом или делом, или мыслью, ты, имеющий власть отпускать грехи, прости и отпусти мне доброту прохладу, и окажусь пред Тобою не имеющим ни чистоты или скверны, и ни укоризненным, ни очурненным, да приимет меня рука Твоя, Владыка, ибо Ты благословен вовеки. Псалом 21 Иди с покаянием, Господь готов принять. Ты, которому благоугодны кающиеся, благоволи и ко мне, грешнику, насыти меня крупицами с великой трапезы Твоей, не попусти, чтобы жизнь моя погибла во тьме ошуюю, и правда Твоя да не воззрит на страшные нечистоты моего убожества, то великое утро, в которое изречен будет вечный приговор. Радость мира сего горька, горе тому, кто обольщается ею. Как корабль волнами обуревается жизнь моя бедствиями, суетная радость пленяет ее зрелищем удовольствий. Ты будь кормчем моим и введи корабль мой в пристань свою, в то великое утро Твое, в которое изречен будет вечный приговор. Бог любит грешника, когда приступает он к покаянию и с полными слез очами, воздыхая и рыдая взывают к нему, Господи наш, избавь меня от огня, молю тебя, приими слезы моего убожества, добровольно грешил я пред тобою, но добровольно и каюсь. Итак, смело приступи грешник, дверь уже отверста и готова принять тебя. Принеси Господу в жертву слезы и свободно иди к нему. Не требует он даров и на лица зрения нет у него. Милосерден к человекам и охотно прощает грехи грешникам кающимся. Псалом 22 Уроки жизни Блаженства Блажен человек, который имеет в себе страх Божий, как ублажает его Дух Святый, говоря «Блажен муж, бояйся Господа». Блажен человек, в котором есть любовь Божия, ибо он носит в себе Бога. Бог любый есть, и, пребывая ей в любви, в Боге пребывает. Блажен стяжавший долготерпение, ибо долготерпелив муж мног в разуме. Блажен чуждый гнева и раздражительности, гнев Бог мужа правды Божией не соделывает. Блажен возлюбивший кротость, по слову Господа, блажений кроции. Блажен, кто стяжал истинное послушание, ибо такой стал подражателем Господа Спасителя, который послушлив был даже до смерти. Блажен, кто чужд зависти и соперничества, ибо завистью смерть вниде в мир. Блажен, кто не сквернит языка своего злословием, ибо сердце злославливого полно всяких скверн. Блажен, кто стяжал воздержание, потому что оно есть опора всех добродетелей. Блажен, благодетельствующий бедным, ибо он на суде встретит себе многих защитников. Блажен, кто при высокой жизни имеет смиренный образ мысли, он подражает Христу, и с ним будет восседать во славе. Блажен, кто принуждает себя ко всякому делу благому, ибо нужницы восхищают Царствие Небесное. Блажен, кто ходит путем узким, ибо он войдет в небо венценосцем. Блаженны все сии, ибо они с дерзновением предстанут тогда судьи, и из рук его приимут святую награду. Псалом 23. Богочеловечество Спасителя. Одного и того же исповедуем совершенным Богом и совершенным человеком. Он есть Бог, Слово, которое бысть плотью. Ибо если он не был плотью, то для чего выведена на среду Мария, и если не Бог он, то кого Гавриил именует Господом? И если не был он плотью, кто возлежал в яслях? И если не Бог он, кого славили ангелы, шедшие с неба? Если не был он плотью, кто обвид был пеленами? Если не Бог он, в честь кого шла звезда? Если не был он плотью, кого носил в объятиях Симеон? Если не Бог он, кому говорил, ныне отпущаешь и раба твоего владыка? Если не был он плотью, кого взяв Иосиф бежал во Египет? Если не Бог он, на ком исполнилось сказанное из Египта воззвах сына моего? Если не был он плотью, кого крестил Иоанн? И если не Бог он, кому отец говорил, сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих? Если не был он плотью, кто взолкал в пустыне? И если не Бог он, кому пришедшие стали служить ангелы? Если не был он плотью, кто зван был на брак в кане галилейской? И если не Бог он, кто превратил воду в вино? Если не был он плотью, кто брал в руки хлебы в пустыне? Если не Бог он, кто питью хлебами и двумя рыбами напитал пять тысяч мужей, кроме жен и детей? Если не был он плотью, кто спал в корабле? И если не Бог он, кто запретил волнам и морю? Если не был он плотью, с кем вкушал Симеон фарисей? И если не Бог он, кто отпустил грехи грешницы? Если не был он плотью, то кто носил человеческие одежды? И если не Бог он, то кто исцелил кровоточивую прикосновением к одежде? Если не был он плотью, то кто плюнул на землю и сотворил брение? И если не Бог он, кто брением дал прозрение очам? Если не был он плотью, кто плакал при гробе И если не Бог он, кто повелел выйти из гроба четверодневному умершему? Если не был он плотью, кого взяли иудеи в саду? И если не Бог он, кто словом «аз есмь» поверг их на землю? Если не был он плотью, кто предстал на суд Пилату? И если не Бог он, кто во сне устрашил жену Пилатову? Если не был он плотью, с кого совлеченные одежды делили воины? И если не Бог он, почему с распятием его затмилось солнце? Если не был он плотью, кто распят был на кресте? И если не Бог он, кто поколебал землю в основаниях? Если не был он плотью, у кого руки и ноги пригвождены были ко кресту? И если не Бог он, отчего разодралась завеса церковная, расселись камни, отверзлись гробы? Если не был он плотью, кто висел на кресте среди разбойников? И если не Бог он, кто сказал разбойнику, «Днесь со мною будешь и в раю»? Если не был он плотью, кто, возопив и спустил дух? И если не Бог он, отчего гласа много телеса усопших святых воссташа? Если не был он плотью, кого жены видели полагаемым во гроб? И если не Бог он, о ком сказали им ангелы, «Воста, несть, зде»? Если не был он плотью, у кого Фома осизал язвы гвоздиные? И если не Бог он, кто взошел дверем затворенным? Если не был он плотью, кто вкушал на море Тивериадском? И если не Бог он, по чьему повелению наполнились мрежи? Если не был он плотью, кого апостолы видели вземлемым на небо? И если не Бог он, то, взыдя в воскликновении святых ангелов, и к кому вещал Отец, «Сиди, одесную, меня»? Если он не Бог и человек, то ложно, наконец, спасение наше, ложны и вещание пророков. Псалом 24. О даровании слез и отгнании врага. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Спасителю наш, даруй мне рабу Твоему сокрушение и просвещение сердца, чтобы, просветившись сердцем, со сладостью источать мне слезы в чистой молитве. И Ты немногими моими слезами изгладил рукописание грехов моих и ради малого плача угасил во мне разгоревшийся огонь. Ибо если дашь мне, владыка, плакать здесь, то освободишь меня там от огня неугасимого. Хотя знаю я, долготерпеливый и человеколюбивый Господи, что каждый день и час безмерно приогорчеваю и прогневляю Тебя. Но благость долготерпения Твоего преповедит мою злобу и горечь. Ей, благолюбивый Господи, Бог милости и щедрости, спаси меня от скверного и страшного врага, который ежечасно оцепляет и угнетает душу мою злыми и скверными помыслами. Неизреченная сила Твоя, Христе, запретившая волнам морским, да запретит Ему, да приведет Его в бездействие и да отгонит далеко прочь от меня раба Твоего. Каждый день обновляет он против меня козни свои и спешит возобладать расслабленным умом и удалить меня от Тебя и от божественных заповедей Твоих. Но, владыка многомилостивый Господи, пошли вскоре силу Твою, и от меня непотребно гороба Твоего отженись Его великого змия со всеми лукавыми и срамными Его помыслами. Да буду чисто воспевать и словословить Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Всесвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Псалом 25. Избавь от нерадения и лености. Безгрешный Агнец Божий, по свободному изволению Своему, крест претерпевший во плоти, заклонный за спасение нас, грешных, и нетленно плотью вкусивший смерть, чтобы спасти падшее естество наше. Премудрость и сила Бога Отца, сияние славы Его, непостижимый Иисусе, неисследованный Христе, единый, милосердый и человеколюбивый, На меня, грешного, и злей великую Твою милость и благодатью Твоею, отжени от меня всякое нерадение, леность и нетерпение, чтобы во второе пришествие Твое не услышать и мне страшного обличения Твоего. «Что потерпел Ты ради меня?» В оный страшный и ужасный день скажешь Ты, Господи, нам, грешным. Все вы хорошо знаете, что потерпел я ради вас. Я, Бог, ради вас плоть принял. Я, невидимый, ради вас, видимо, обитал на земле. Ради вас алкал, жаждал, утруждался. Ради вас был гоним, побиваем камнями. Я, невинный, ради вас, был заушаем и оплевываем. Я, безгрешный, ради вас потерпел позорную смерть. Ради вас прободен в ребра копием, напоен отстом, смешанным с желчью. Все это потерпел я ради вас, чтобы вас сделать святыми и небесными. Царство небесное даровал вам. Всех вас наименовал братьями. Неспослал вам Духа Святаго. Что же вы претерпели ради меня, человеки? Что скажу на сие я окаянный, лукавый, грешный и скверный? Мученики укажут на раны свои, на мучения, на отсечение членов и на терпение свое до конца. Подвижники укажут на свое подвижничество, на продолжительный пост, на бдение, на нестяжательность, на слезы и все другие злострадания. А я, ленивый и грешный, на что укажу, кроме постыдных плодов чревоугодия, сластолюбия, многоспания, любостяжания, нетерпения, тщеславия, нерадения? Если потребуешь у меня, Господи, отчета в том времени, которое дано мне на покаяние, а мною проведено в нерадении, то какое дам оправдание? А если еще подвергнуть меня допросу за праздные слова, за лукавые помышления и пожелания, то какой страх, какое смятение обымет тогда меня бедного, и какое последует затем мучение? Пощади, Господи, пощади, благоутробный, пощади, человеколюбивый, пощади, единый благий, умилосердись и помилуй меня по единой благости Твоей, укрепи душу мою, растлевшую от лености и нерадения моего. Ты, восставляющий незверженных и врачующий сокрушенных, ты знаешь нерадивость окаянства моего, знаешь, сколько лукавых зломыслей воюет против меня, видишь многокозненную вражию злобу на меня. Заступи меня по великой милости Твоей, отрезви, возбуди, оживи и спаси благодатью Твоею, молитв ради причистой овладычицы нашей Богородицы и всех святых. Псалом 26. Вся надежда Христос, к Нему взывай. Ты, Господь всяческих, по милосердию Своему, будь для меня пристанью спасения, прибежищем помощи и спаси меня. Умоляю благость Твою, Спаситель мой, отныне излей на меня щедроты Твои и там поставь меня вдали от мучимых. Христе, благоволивший стать жертвою за нас, умертви грех, которым поражены все члены мои, снизойди, обитай в членах моих. Как скоро узнает осем лукавый, сокрушатся зубы его, и огнегиенский будет угашен Твоим блистанием. Лукавый сатана изблевал на меня яд свой, растлил и низложил меня грехом. Но поелику иду я Твоим путем, а Ты всемогущ, то питает надежду немощь моя, что Ты, презря Его, окажешь мне помощь оставлением грехов, и посрамится растлитель мой. Князья злобы ослепили меня страстями своими, и хитростью Своею похитили у меня красоту юности моей. Что же делать мне, утратившему чистоту свою? Возопию ко Христу, чтобы возвратил Он мне красоту мою, и тогда посрамятся лукавые. Спаситель мой взывает ко мне, ученику своему, не отчаивайся в своем спасении, я восстановляю Тебя и отпускаю Тебе грехи Твои. Мое Ты приобретение, и я не оставлю Тебя, потому что искупил Тебя собственную Своей кровью. Взывай же, грешник, из всех сил, и не щади гортани Своей, ибо Господь Твой милостив и любит кающихся. Коль скоро возвратишься Ты, Отец Твой предварит Тебя с ретеньем Своим, заколит тельца упитанного, обличет Тебя в светлую ризу и возвеселится о Тебе. Псалом 27. Не падай духом, есть надежда, Христос. Не упадай духом, душа, не скорби, не произноси над собою решительного суда по множеству грехов, не привлекай на себя огня, не говори, отринул меня Господь от лица своего. Богу не угодны такие слова. Разве кто пал, тот не может восстать? Разве кто отвратился, тот не может обратиться? Или не слышишь, какова благодать Отца к блудному? Не стыдись же обратиться, но с дерзновением скажи, восстав, иду к Отцу Моему, встань и иди. Он примет Тебя и не укорит, а паче возрадуется Твоему возвращению. Он ждет Тебя, только не стыдись и не скрывайся от лица Божия, как Адам. Ради Тебя Христос распялся, и отринет ли Тебя? Он знает, кто утесняет нас, знает, что нет у нас другого помощника, кроме Его единого. Христос знает, что человек беден, не предавайся же нечаянию и нерадению, как бы уготованный в огнь. Христу нет утешения ввергать нас в огнь, не приобретения для Него посылать нас в бездно на мучение. Подражай блудному сыну, оставь морящий голодом город, приступи и умоляй, и узришь славу Божию. Просветится лице Твое, и Ты возвеселишься в раю сладости. Слава спасающему нас Господу, человеколюбцу. Псалом 28. Уроки жизни. Желаешь ли правой жизни? Упражняйся в смиренно-мудрии, потому что без Него правая жизнь невозможна. Все дела свои делай во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, и через это плод Твой вознесен будет до неба. Начало отступления в человеке есть удаление его от смирения. Оставленного же Богом давит лукавый дух, как Саула. Сети врага намазаны медом. Увлекшийся сладостью меда запутывается в сети и исполняется всякой горечи. Возлюби смирение, и никогда не впадешь в дьявольскую сеть, потому что, воспаряя на быстрых крыльях его, всегда будешь выше вражеских сетей. Гордыня подобна весьма высокому согнившему дереву, у которого ломки все сучья, и если кто взберется на него, тотчас обрушится с высоты. Блажен, уточненный благими надеждами и озаренный благими помышлениями, слава его велика и нескончаема. Будем стремиться к трезвенному вниманию, чтобы, видя свои прегрешения, постоянно нам смиряться и не воспитывать в себе, как змия, помысла самомнения или лукавства. Возлюбим трезвение, чтобы иметь чистое сердце и чтобы вверенный нам храм сохранить неоскверненным от греховного растления. Прекрасна молитва с воздыханиями и слезами, особенно если слезы проливаем в тайне. Кто молится умом с верою, тот зрит пред собою Господа, а нембо живем движемся и ясмы. Если окаменело сердце твое, плачь пред Господом, чтоб источил Он на тебя озарение ведения и дал с горячностью сердца возноситься к Нему. Псалом 29. Исповедание Богочеловечества во Христе Иисусе Господе. Заимствованную от нея плоть, соделавшись человеком, которым не был, и прибыв Богом, которым был, чтобы спасти мир. И Он есть Христос, Сын Божий, единородный от Отца, единородный от Матери. Одного и того же исповедую совершенным Богом и совершенным человеком, в двух естествах, ипостасно или лично соединенных, познаваемых нераздельно, неслиянно, неизменно, Богом, облегшимся вплоть одушевленную, словесную и разумную душею, и соделавшимся нам подобным во всем, кроме греха. Один и тот же есть земный и небесный, временный и вечный, подначальный и безначальный, безлетный и подлежащий времени, созданный и несозданный, страдательный и бесстрастный, Бог и человек, в том и другом совершенный, один в два естества и в двух один. Салом тридцатый. Вот-вот смерть, отрезвись, душа. Время жизни моей истрачено в суете и срамных помыслах. Даруй же мне, Господи, врачевство, чтобы вполне излечиться мне от сокровенных язв моих, и укрепи меня, хотя один час усердно потрудиться в винограднике Твоем. Ибо время суетной жизни моей уже в едино на десятом часе. Ладью с моею куплею управь заповедями Твоими, и мне, ничтожному купцу, даруй благоразумие продать свою куплю, пока есть еще время. Время плавания приблизилось к концу, и будто слышится уже глаз судьи ко мне рассеянному. Покажи теперь ленивый куплю, какую имел ты в продолжении своей жизни. Час смертный устрашает меня бедного, ибо смотрю на дела свои, и душа моя трепещет, вижу нерадение свое и леность, и цепенеют кости мои. Час разлучения предстал очам моим, и я пришел в потрясающий страх, помыслив о нем. Вместо того, чтобы радоваться, еще более убоялся я, потому что при благодати не делал дел достойных Бога. Увы, душа моя, зачем нерадишь ты о жизни своей? Зачем в рассеянии проводишь немногие дни, и я? Не знаешь, разве что вот-вот позовут тебя? Что же будешь делать там, живя нерадиво здесь? Что станешь отвечать в оправдание свое, представ престолу страшного судьи? Враг обманывает тебя, и изо дня в день расхищает достояние твое, а ты и не разумеешь того. Отрезвись же, войди в себя и молись к Богу со слезами, взывая к Нему сердечную скорбию. Даруй мне, Господи, возлюбить тебя всею силою моею и усердно послужить тебе исполнением святых заповедей твоих, чтобы, когда придет час разлучения, нашел ты меня готовую и с великою радостью ожидающую сретенья твоего и ввел в царство твое вечное, в сорадование со всеми святыми, тебе благоугодившими. Псалом 31. Дай память о жизни вечной, чтоб достойно приготовиться к ней. Спаси меня, долготерпеливый Господи, спаси меня, Сыне Божий, безгрешный Христе, и даруй мне помышление о жизни вечной, чтоб, ничего не имея в сердце своем, кроме сего помышления, всегда исполнять мне волю Твою, присодействующей мне грешному благодати Твоей, и охотно ходить в повелениях Твоих, с пользу и употребив в делом нас, который дал мне сам Ты, небесный Царь, и на него, совершив добрую куплю, сподобиться похвалы от Тебя, Владыка. И когда приидешь Ты, Господи, сказать с дерзновением от чистого сердца, «Блажен я, что пришел Ты, Владыка!» На брак Твой, Господи, облеки меня в достойное одеяние, которое да уготовит во мне еще здесь благодать Твоя. Сподоби меня в вас сжечь тогда и светильник, который додарует мне Твоя щедродательность. Так, с радостью и зыду восретенье Тебя, прославляя и благословляя Тебя, в надежде быть сопричастником праведных и святых, от века Тебе благоугодивших. Псалом 32 Ищешь милости? Будь сам милостив. Оставляются долги тем, кто просит о помиловании. Но смотри, не питай ненависти к братьям своим, когда просишь оставления долгов. За дверьми остаются те молитвы, которые, возносясь к Богу, не имеют при себе любви, потому что одна любовь отверзает двери молитве. Если брат твой гневается на тебя, то гневается на тебя и Господь. Если примирился ты с братом своим долу, то примирился и с Господом горе. Если восприемлешь брата своего, то восприемлешь и Господа твоего. Итак, примирись с Господом в лице оскорбленных, возвесели его в лице опечаленных, посети его в лице больных, напитай в лице алчущих. В лице утомленного путника уготовь ему мягкое ложе, омой ноги его, посади на первом месте за трапезою своей, преломи хлеб свой и удели ему, подай ему и чашу свою. Он оказал уже тебе большую любовь, раздробил для тебя тело свое и кровь свою дал тебе в питье. Псалом 33. Прощение грехов за прощение обид. Господь как бы так говорит всякой душе. Прости согрешение брата твоему, и я прощу тебе грехи твои. Ты простишь малые ошибки, может быть, несколько оволов или динария с три, а я дарю тебе тысячи талантов. И ты прощаешь только, ничего не давая в дар, а я грехи тебе оставляю и дарую исцеление и царствие. И дар твой тогда приму, когда примиришься с тем, кто враждует на тебя, когда не будешь иметь никакой вражды, когда солнце не зайдет во гневе твоем, когда со всеми у тебя будет мир и любовь, тогда и молитва твоя благоприятна, и приношение твое благоугодно, и дом благословен, и сам ты блажен. А если не примиряешься с братом своим, то как же у меня просишь прощения? Я, владыка твой, повелеваю тебе, и ты не внемлешь, ты же раб, как дерзаешь приносить мне молитву или жертву, или начатки, имея на кого-нибудь вражду. Как ты отвращаешь лице от брата своего, так и я отвращу очи мои от молитвы твоей и от дара твоего. Псалом 34. Дай слезы, чтобы омыться, и освободи от уст страстей. Человеколюбче Иисусе Христе, Боже наш, на щедроты твои твердо надеясь, умоляю тебя, не поставь меня, а шуюю себя с козлищами, приогорчившими тебя, и не скажи мне, аминь, аминь, говорю тебе, не вемтя. Но по благости своей дай мне непрестанные слезы, дай сокрушение и смирение сердцу моему, и очисти его страхом твоим, да соделается оно храмом благодати твоей. Хотя много я грешен и недостоин, однако ж ударяю непрестанно в дверь твою, хотя, не родив и ленив, и не брюго своем спасении, однако же желаю твоим идти путем. Спаси меня ради милости твоей, потому что благ ты, Господи, всяческим, и щедроты твоя на всех делях твоих. Буди в помощь мне, владыка всех, защити душевную мою немощь, чтоб избавиться мне от греховного растления и стать свободным от уст страстей, да не мучительствует во мне злоба, и мною, как пленником, да не обладает враждебный демон, но да приидет на меня царство божественного и поклоняемого твоего духа, чтобы удалились от меня скверные страсти, которые теперь преобладают и царствуют во мне. Ибо ты, Бог милосердия, человеколюбие и щедрот. Псалом 35. К Богородице об очищении от страстей и внутреннем благонастроении. Пресвятая Владычица Богородица, единая, чистейшая душею и телом, призри на меня мерзкого, нечистого, душу и тело, очернившего скверною страстной и сластолюбивой жизни моей. Очисти страстный мой ум, непорочными соделой и благоустрой блуждающие и слепотствующие помыслы мои, приведи в порядок чувства мои и руководствуй ими. Освободи меня от мучительствующего надо мною злага и гнусного навыка к нечистым предрассудкам и страстям. Останови всякий действующий во мне грех, омраченному и окаянному уму моему, даруй трезвение и рассудительность для исправления моих поползновений и падений, чтобы, освободившись от греховной тьмы, сподобился я с дерзновением прославлять и песнословить Тебя, единую истинную Матерь истинного света, Христа Бога нашего, потому что Тебя с Ним и о Нем благословляет и славит всякая невидимая и видимая тварь. Псалом 36. Уроки жизни блаженства Блажен, кто всегда исполнен духовной радости и неленосно несет благое иго Господне, потому что будет он увенчан во славе. Блажен, кто очистил себя от всякой греховной скверны, чтоб с дерзновением принять ему в дом свой Царя славы, Господа нашего Иисуса Христа. Блажен, кто со страхом и трепетом благоговейно приступает к причистым тайнам Спасителя, сознавая, что приемлет в себя неразрушимую жизнь. Блажен, кто ежечасно помышляет о смерти и привел в себе в бездействие постыдные страсти, гнездящиеся в сердце у нерадивых, потому что такой будет утешен в час кончины своей. Блажен, кто непрестанно помнит о муках гиенских и спешит слезами и воздыханиями искренно покается Господу, потому что Он избавится от всякой скорби. Блажен, кто всегда добровольно смиряет себя самого, потому что Он будет увенчан тем, кто добровольно смирил себя за нас. Блажен, кто со всяким благоговением, как Мария, пребывает у ног Господа молитвою, и как Марфа спешит принять Господа и Спасителя благотворением. Блажен, кто разжигаемый страхом Божиим всегда имеет в себе теплоту Святаго Духа и попалил терния и волчцы лукавых помыслов. Блажен, кто с духовным благоразумием любит кротость и не дает себя в обман лукавому змию, возлагая надежду на благаго и милосердного Господа. Псалом 37 Исповедание Пресвятой Троицы Одно лице Отца и одно лице Сына и одно лице Духа Святаго, одно божество, одна сила, одно царство в трех лицах или ипостасях. Так славим Святую Единицу в Троице и Святую Троицу в Единице. Так исповедует Святая, Божия, Вселенская Церковь. А сей Святой Троица крестит она в жизнь вечную, ее светит равночестием, ее исповедует нераздельно и неотлучно, ей поклоняется непогрешительно, ее прославляет немолчно. Всей Три ипостасной Единицы Отцу и Сыну и Святому Духу подобает слава, благодарение, честь, держава, величие, вовеки. Псалом 38 Вспомни второе пришествие и отрезвись. Возведи очи свои на небо, когда оно подобно чистому зеркалу со славою осеевает звездами землю, и в удивлении скажи, если звезды сияют с такой славою, то, коль ми паче праведные и святые, сотворившие волю святаго Бога, в тот час, когда приидет Господь, воссияют неизглаголанным светом спасительной славы. Вспомни о страшном оном пришествии, содрогни с телом и душею и с сердечной болезнью скажи себе, каким же я, грешный, окажусь в этот страшный час? Как предстану престолу страшного судьи? Как мне, рассеянному, иметь место с совершенными, или как мне, козлищу, стать с овцами одесную Христа? Или как мне, бесплодному, оказаться в числе святых, совершивших здесь плоды правды? Мученики покажут свои муки, подвижники свои добродетели, а я что покажу, кроме своего нерадения и всегдашних себе поблажек? О, душа грешная, душа бесстыдная, душа, ненавидевшая всегда богоугодную жизнь! Долго ли увлекаться тебе худым навыком к лукавым помыслам? Чего ждешь в нерадении своем? Думаешь, что укоснит прийти судья? Не укоснит он, но как страшная молния будет пришествие его с небес. Постарайся же оказаться готовы в тот страшный час, чтобы не плакать там вовек века. Псалом тридцать девятый здесь накажи и благодатью исправь, чтоб там не постыдиться. Пощади милосердый Господи, пощади раба твоего, чтоб не оказаться мне там предстоящим судилищу твоему в страхе и великом стыде, и не стать позором для ангелов и человеков. Здесь спаситель мой накажи меня, как чадолюбивый и сердобольный отец, а там прости, как единый безгрешный и многомилостивый Бог. Ибо если здесь не вразумишь несчастного и не дашь ему сердечного озарения, чтобы ежедневно без стыда приносил он покаяние во грехах своих, что там делать ему, не имеющему оправдания? Когда не было еще меня на земле, угодно было тебе, владыка, по великим щедротам твоим, образовать меня во чреве грешной матери моей. Когда же родился я, то по милости своей сподобил ты меня стать сосудом благодати, но, получив дар, я, слабый и грешный, по лености уклонился от воздаяния за него. Почему, преподая ко благости твоей, молюсь о тебе, сыне единородный, спаситель наш, отрезви меня и восстави, и паки осени благодатию твоею, да озаряет она помраченный мой ум, как угодно твоей благости. И всегда пребывая со мною своим невидимым руководством, соделает меня достойным царствия небесного, дабы, как здесь сия благодать твоя была для меня недостойного, на всякий час озарением покровом, защитой, убежищем и радостью, так и там, спаситель мой, под покровом я укрылся бы я от страшного суда, и в царстве твоем, ущедренный ею, спасенный милостью твоею, стал одесную, воспевая и прославляя долготерпение твое, причистый создатель мой, потому что не презрел ты слез непотребного и грешного раба твоего. Псалом сороковой Возбуди, дай энергию и слезы простри, Господи, руку помощи мне, лежащему во прахе, ибо хочу встать и не могу, бремя греховное подавило меня, лукавый навык держит меня прикованным к земле, и весь я как расслабленный, даю обед перемениться и пощусь, но все остаюсь тот же, ревностен я славить тебя устами, но благоугождать тебе делами не усердствую. Как осмелюсь просить о поставлении прежних грехов, не положив начала к оставлению прежнего грехолюбия, или как совлекуся ветхого человека, не пресекший вожделений греховного обольщения. О, Господи, воздвигни меня расслабленного, возбуди спящего, воскреси умерщвленного грехом. Спаси бедную душу мою от смерти, Господи, имеющий власть над жизнью и смертью. Прежде кончины истреби во мне всякий грех и даруй мне, человеколюбче, во всю эту краткую жизнь мою источать из сердца слезы к очищению душевных скверн моих, чтобы там мог я спастись под кровом всесильной руки твоей, когда всякая душа вострепещет пред страшную твоею славою. Ей, Владыка, услыши и приими прошение грешного и недостойного раба твоего. Спаси меня, Туне, по благодати твоей, потому что ты милосердный и человеколюбивый Бог, и тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Псалом 41 Внутренно я не то, что наружно, исцели. Увы мне, какому подлежу я осуждению и какого достоин посрамления. Сокровенное мое не таково, как наружное. Беседую о бесстрастии, а сам день и ночь помышляю о срамных страстях. Веду речь о непорочности, а сам мысленно занимаюсь непотребством. Увы, какое предстоит мне испытание. Подлинно ношу я на себе образ благочестия, а не силу его. С каким лицем приступлю к Господу Богу, знающему тайны сердца моего, будучи повинен в таком непотребстве? Стоя на молитве, боюсь, чтобы не сошел огонь с неба и не попалил меня, как некогда принесших чуждое кадило в пустыне пожег огонь от Господа. Чего ожидать мне, на котором лежит такое тяжкое бремя грехов? Сожжено сердце мое, омрачен ум, изменился благочестивый помысл, как пес всегда обращаюсь на свою блевотину. Нет у меня дерзновения предиспытующим сердца и утробы, нет у меня чистых мыслей нет слез во время молитвы, хотя и воздыхаю я и склоняю ниц, покрытые стыдом лице свое, и бью себя в грудь, это жилище страстей, эту рабочую храмину лукавых помыслов. Знаешь ты, Господи, скрытые во тьме страсти мои, известны тебе язвы души моей, исцели же меня, Господи, и исцелею, если не ты созиждешь дом души моей, псу я подружусь, зижди его сам. Правда, уготовляюсь иногда и сам я к противоборству страстям, когда они воюют не меня, но злокозненность змия расслабляет душевные силы мои сластолюбием и я уступаю, хотя никто не вяжет мне руки видимо, невидимые страсти влекут меня как пленника. О, Господи, просвети очи сердца моего, чтобы познать мне все коварство и злобу страстей, благодать твоя да приосенит меня, чтоб я мог стать и устоять, припоясав чресло своим мужеством. Ты, Господи, некогда для народа твоего, непроходимое море сделал удобопроходимым. Ты из твердого камня жаждущим людям твоим дал воду. Ты один по благодати своей спас впадшего в разбойники. Умилосердись и надо мною, который также попался в руки разбойником и как узник связан злоумием. Никто не силен исцелить страстность души моей, кроме тебя, Господи, ведущего глубины сердца моего. Преклонись уба милосердием твоим и спаси меня. Псалом 42 Пал я. Восставь и дай хоть немного потрудиться, чтобы на суде не быть посрамленным. Очисти меня благодатью твоею, милосердый отец. Отриск верны мои всеочищающим иссопом твоим и исцели язвы мои, чтоб возблагодарил я благодать твою. Я пал, восставь и укрепи меня, Господи, ибо ты восставляешь всех падших, простри ко мне руку и снова оживотвори меня твоими щедротами. Противник обманул меня, совлек с меня и похитил все мое убранство, сделал, что остаюсь бесплодным и должен идти туда, обнаженный от всего. Милость твоя добудет мне ризою в день суда. Велик страх в тот день суда, когда каждый даст отчет в делах своих и в помыслах и даже в мановении очей. Ты оправдай меня тогда, судья мой, ибо хоть и виновен я, но имею волю каятся. Терзаться и беспредельно мучиться будет сердце наше, когда придет все, возбуждавшее в нас похотение, когда всякий предстанет обнаженным и поведен будет к ответу. Тогда горе тому, кто подобно мне соделал множество беззаконий, кто грешил и скрывал свои грехи, чтобы не быть посрамленным здесь. Там в день суда будут указывать на него перстами. Беззакония мои умножились, дни мои протекли и исчезли, приближается время конца, а покаяния нет во мне. Если не будет места щедротом, горе мне в день суда. Блажен человек, который потрудился немного в этом мире, ибо он наследует царство в мире непереходящем. За малый труд приобретет он великое наследие. На суде Твоем, Господи наш, нет лицеприятия, тогда каждому воздано будет по делам его, у кого дела хороши, тому царство, а у кого худы, тому мучение. Отверзи мне дверь щедрот Твоих, надежда кающихся, и простри ко мне руку Твою, исполненную врачевств, чтобы обвязала струпы мои и исцелила язвы мои. Воля моя отказывается следовать Твоей воле, ты сам покори меня воле Твоей, чтоб через то получил я спасение и прославил волю Твою, которая благоволит к кающимся. Милостиво приими молитву мою о примирении с Тобою и по благости Твоей даруй мне жизнь в пришествие Твое и посрамиться лукавый, когда увидит, что помиловала меня правда Твоя. Псалом 43 Уроки жизни Видя приятности жизни, остерегайся, чтобы они не увлекли тебя, ибо в них сокрыта сеть смертная, так и рыболов не пустую закидывает уду. Враг, как приманку на уде, употребляет в дело прелесть сласти, раздражающей вожделения, чтоб через то уловлять души и ставить их в зависимость от себя. Душа, прежде уловленная в волю врага, делается для других душ вражьей сетью, кажущимся наслаждением своим, прикрывая горечь греха. Прилежа добродетелей, не приходи в уныние от трудов, потому что без труда нет добродетели. Во время труда возводи душевное око горе, и, созерцая оную радость, не будешь отрекаться от трудов. Труды праведных произращают плод жизни, а труды грешников исполнены гибели. Предаваясь первым и удаляясь от вторых, не давай, однако же, места и трудам пустым, не приносящим плода добра. Терпи для Бога скорби настоящей жизни, и не напрасно будешь водиться упованием святых. Трудящиеся для суетной жизни стараются запнуть трудящихся в делах божьих, чтобы близ себя не иметь обличения, но тем увеличивают только венцы внимательных тружеников. Держи смиренно мудре, чтобы не утратить плода добрых дел, если отринешь оное, то будешь причислен к трудящимся в суе. Хочешь ли стать стражем души? Отсюду приведи себя в безопасность, чтобы не прокрались где сластолюбивые помыслы и не погрузили ладьи твоей в пристани. Если хочешь, чтобы пристань была безопасна, огради ее оплотами, которые бы не вдруг колебались от бури страстей, иначе пристань обратится в место крушения. Слова страстные, если найдут себе место в душе, как крючьями влекут ее на зло, вров пагубы. Избегай душевредных сходбищ, и душа твоя всегда будет наслаждаться тишиною. Псалом 44 Словословие Искупителю Благодарение благому, освободившему род наш от рабства дьяволу и смерти и примирившему нас с горнею правдою, которая гневалась на нас за неправду нашу. Благословен милосердый, взыскавший нас, не искавших его, возрадовавшийся нашему спасению и в притче о заблудшей овце представивший образ, как мы блуждали и возвращены. Наследники Сын воззвал и возвратил заблудшее естество наше, умер и воскрес, и нашим покаянием и обращением возвеселил сонмы духов. Неизреченно великая любовь, какую явил человеколюбец, ибо из нашего рода взял он ходатая и им примирил мир с величием своим. Великое для нас и для всей твари ново чудо совершил Бог в нашем человечестве, ибо тело наше соделал храмом, чтобы наполнить его тем, что досточтимо всеми. Приедите земные и небесные, дивитесь и изумляйтесь пред величием достоинства, потому что род наш возведен на чрезмерную высоту недостижимого божества. небо и земля и все, что в них дословословят вместе с нами возвеличившего род наш, потому что обновил он образ свой в нас, изгладил грехи наши, дал нам имя свое и все покорил нам. всякого прославления от чтущих его достоин тот, кто над всем превознес нас. Все единогласно воспоем хвалу ему и отцу пославшему его и духу святому. Свят, 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 благословен уничиживший себя по благоизволению своему и обручивший себе святую церковь. Свет твой, Господи наше Иисусе, воссиял над тварью и рассеял тьму заблуждения. Да воссияет ныне и в душах наших свет твой Иисусе, Царь наш, свет истинный. Избавь нас от всяких пагубных помыслов, смущающих душу. Тогда с чистым умом будем восхвалять тебя, Сын сокровенного Отца, ибо ты истинный свет. Псалом 45. Непонятно, невнимание к вечным благам и мукам нескончаемым, призвание к сокрушению. Увы мне, какие утешения и какие сладости уготованы нам, а нет подвязающегося, нет вожделевающего. Напротив того предпочитаем мы настоящее, временное, непостоянное. А вечных он их благ и на мысли себе не приводим. Какое ослепление, какой вражий обман. Увы мне, какие мучения уготованы в наказание подобным мне грешникам, живущим нерадиво, и нет боящегося и трепещущего, но как бы пустословьем почитаем внушаемое нам, увеселяясь страстями плотскими, потому что связаны мы ими как железными цепями, и нет противоборствующего, но связуемы радуемся. О, всегубительные козни нечистого змия, как помрачил он умы всех, чтоб думать нам привратно и пагубно любить пача будущих благ. Приедите же, сокрушим сердца свои и будем день и ночь плакать пред Господом. Приедите, напомним себе он и час и неотвратимую нужду, и в сокрушении прольем слезы. Приедите, воспомянем неизреченные и неописанные он и благо и сокрушимся. Приедите, воспомянем он и страшный и в ужас приводящий престол, и тот стыд, какой ожидает нас пред ним, и восплачем о себе. Приедите, напомним себе, как праведники просветятся, як о солнце, и грешники окажутся подобными пригори на горшке, и, сокрушившись сердцем, возревнуем о добрых делах. Приедите, утвердим себя в страхе Божьем, чтоб сподобиться нам вечных благ. Приедите в сокрушении и в простоте сердца припадем к Богу, потому что он благ и милосерд и спасет кающихся. Будем умолять его, чтобы ввел он нас в царство свое, неописанно блаженное и не имеющее конца. Псалом 46 К Богородице сам не имею дерзновения, помолись ты, скорая помощница. Дева Владычица Богородица, преблагословенная и богоблагодатная, преклони ухо Твое и выслушай слова мои, произносимые скверными и нечистыми устами моими. Не презри меня, бедного, не попусти до конца погибнуть мне, недостойному рабу Твоему, но употреби матернее твои молитвы и исцели окаянную мою душу, немилосердно сокрушенную лукавыми моими страстями. Злый враг, сокрушив ее грехами сластолюбия, попрал в прах. Потому исполненный всякого стыда, не смею я и лица не имею, чтобы у человека любивого Бога моего просить прощения во множестве грехов и уврачевания неисцеленных моих язв. Ибо осквернил я храм телесный, непотребными пожеланиями своими внес в него множество нечистот и все чувства повредил непозволительными делами. Почему не имею дерзновения воздеть к небу руки, оскверненные худыми занятиями? Посему пред твоими неизреченными щедротами всенепорочная владычица повергаюсь я, бедный и блудный. Ибо нет у меня иного прибежища кроме тебя, единственного моего утешения и скорой защиты. На тебя уповаю, не оставь меня. Приятны прошения твои единородному сыну твоему, радуется он ходатайством твоим и скоро исполняет твои анас молитвы. Не презри меня беднейшего и непотребство дел моих да не пресечет безмерной милости твоей Богородице. Приими сие ничтожное прошение мое и матерними твоими молитвами саделай его благоприятным сыну твоему и Богу небесного царствия сподобив меня хвалящего и благословляющего отца и сына и святаго духа. Псалом 47 Сам не смею помолитесь святые Кто не будет плакать о мне который за малое удовольствие презрел вечное царство ни во что ставя нескончаемый огонь предавшись страстям погубил я достоинство души своей и стал подобен скотам несмысленным почивал я некогда обогащаемый дарованиями а теперь возлюбил нищету страстей чужд стал добродетелей отлучившись в дальнюю страну порока полумертв я и весьма малый являю себе остаток жизни будучи таков самопроизвольно и очей не могу я возвести к благосердому господу плачьте преподобные и праведные о мне объятом страстями и грехами плачьте подвижники воздержания о мне чревоугодники и сластолюбцы плачьте милостивые и снисходительные о мне немилосердом и преогорчевающим плачьте благоугодившие богу о мне человекоугодники плачьте приобретшие кротость о мне раздражительным и гневливым плачьте смиренно мудрые о мне о высокоумствующем и горделивом плачьте приобретшие апостольскую нестяжательность о мне приверженным к вещественному и обремененным любоиманием плачьте возлюбившие плач и возненавидевшие смех о мне возлюбившим смех и возненавидевшим плач плачьте содержащие в уме суд по смерти о мне который утверждаю что помню суд а делаю противное молитесь святые божии о душе обуреваемой всякими страстями чем можете тем и помогите святые божии ибо знаю что если будете умолять человеколюбца бога все будет даровано вам из моря его благости и как бог человеколюбив так и вы умоляемые мною грешным не презрите прошение моего потому что сам я по множеству грехов своих не имею дерзновения ваше ваше дело святые ходатайствовать за грешных дело божие миловать отчаянных умоляйте же святые божии царя о пленнике умоляйте пастыря об овце умоляйте жизнь о мертвеце чтобы послал руку помощи и подкрепил смиренную душу мою в ее поползновенности псалом 48 там все в явь придет спеши исправиться пока время преподаю к щедротам твоей благости владыка всех приими моление грешного услади душу томимую горечью греха напой жаждущего из источника жизни и руководи меня путем ея как владыка раба своего исхити из плена чтоб стал я свободен от рабства страстям бесчестным коими опутано сердце мое да предварят меня щедроты твои господи прежде нежели повлечен буду во ад вместе с делающими беззаконие тогда в я впредет все что я делаю теперь во тьме увы какой стыд обымет меня когда увидит меня осужденным думающие теперь что я неукоризнен тогда как оставя духовное делание я бедный работаю страстям у увы душа моя зачем у тебя умное солнце омрачается мглою страстей и для чего эта мгла не исчезает при появлении лучей света для чего дозволяешь страстям влечь тебя к земле и вместо свободы избрала ты узы богатканную одежду соделала ты негодную для употребления и недостойную царского брака добровольно отдала себя грехам поработилась врагу жизни что скажешь судьи в тот страшный и трепетный день прийди же в себя пока есть еще время пока ты еще госпожа помыслов пока еще в действии ум твой и тело в движении пока еще благодать может касаться сердца твоего и ты можешь излить очистительные слезы восстань мужественно против страстей и с божией ее помощью доблестно сразись с Голиафом спеши и не дай предупредить тебя какому-либо разбойнику или предвосхитить вход какой-либо блуднице или заградить дверь кому-либо из восхищающих царствия божия силою спеши ибо когда кончится аресталище неуместно уже искать состязаний когда прекратится торг неуместно искать купли и когда запечатлеются дела неуместно искать деятельности пока есть время спеши вступить в брань чтоб преодолев врагов явиться достойною принять венцы псалом 49 блаженство помилования блажен кого по любви своей вразумляешь ты господи потому что не отвращаешься от тех кого любишь не отвратись от меня господи чтобы не погубил меня лукавый по благости твоей пощади меня немощного и удостой меня прощения многих грехов моих чтобы со всеми благоугодившими тебе прославил и я благость твою пощади господи по благости твоей и помилуй всех нас отринутых правдой твоею за то что не соблюдали слово твоего соблюдая которое получили бы спасение и я отвержен со всеми такими даже более всех их и так соделай меня достойным по благости твоей получить прощение грехов опасились его прощения упование спасения с любовью всякий день поучался я слово твоему удостой меня вместе с праведными возглашать и словословие сие хвала помиловавшему меня слава простившему мне тебя благословляет высота тебя величает глубина тебе поклоняются всяческая потому что все сотворено тобою все песно словит тебя милосердый господи псалом 50 упование помилование помилуй мя боже повелицей милости твоей и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое ибо если помилуешь меня освободив от жалкога недуга страстей если только помилуешь меня то желаю быть послушным твоей благости если сотворишь по множеству благости твоей то избавишь меня если излеешь на меня благость свою то спасусь уверен я что сие возможно тебе знаю что ты помиловал и помилуешь всех обращающихся к тебе всею крепостью своею исповедую что и я многократно пользовался благодатью твоею но после отринув благодать твою грешил как не грешил никто другой но ты воскрешавший мертвых восставь и меня умерщвленного грехом ты исцелявший слепых просвети омраченные очи сердца моего ты избавивший адама из уст змеевых извлеки меня из тины беззаконий моих потому что и я принадлежу к числу овец твоих и по своим хотениям стал пищей львов грехи сделали меня псом но исцеленной благодатью твоею буду сыном брошен был я как мертвец но если восхощешь оживлен буду знаю что грешил я сведением но имею за себя молитвенниками святых твоих знаю что превосхожу всякую меру грехами своими но благость твоя непреодолима ты давший преимущество мытарю дай оное и мне который сознаюсь еще более делал худаго ты господи помиловал закхея как достойного меня же помилуй и недостойного волком был некогда павел и гнал овец стада твоего по благости же твоей стал он пастырем усердно ходившим за овцами знаю что по неведению сделал он грех и как неведавший сподобился отпущение грехов и вязчей благодати но ты господи осудив мой в ведении учиненный грех помилуй меня по преизбыточествующей благодати твоей салом 51 уроки жизни блаженство блажен кто кто просветив сердечные очи всегда как в зеркале видит в себе господа таковы получат облегчение от страстей и от лукавых помыслов блажен кто любит прекрасные добрые речи ненавидят же слова срамные и тлетворные потому что не попадется он в плен лукавому блажен кто назидает ближнего страхом божиим и не обольщает души своей ежечасно боясь железного жезла великого пастыря блажен кто послушен ближнему по богу и терпит скорби с благодарением ибо таковый будет увенчан став исповедником о господи блажен кто любит воздержание по богу и за чрево свое не подвергается осуждению как сластолюбец и нечистый ибо таковый возвеличен будет о господи блажен кто не упивается вином но всегда увеселяется памятованием о господи которым непрестанно увеселяются все святые блажен кто по богу распоряжается своим имением и не подлежит осуждению от бога спасителя как сребролюбец и немилосердый к ближнему блажен кто бодрствует в молитвах чтении и добрых делах он просветится и не уснет в смерть блажен кто стал прекрасную духовную мрежию и многих уловил благому владыке он весьма будет восхвален о господи блажен кто стал прекрасным образцем для ближнего и не уязвил совести подобного себе раба делами непотребными он будет благословляем о господи псалом 52 жалоба на врага молитва об избавлении от него и пощадении на суде ради искупления о судья которого суд праведен и которому ведомо все сокровенное не осуди меня на праведном суде твоем когда обнаружены будут все тайны грешница слезами какие принесла тебе уничтожила рукописание долгов своих вот и я приношу в дар тебе слезы прими прими их и от меня господи как принял от нее лукавый обманул меня своими ласкательствами и пленил ум мой своими обольщениями отжени его господи наш от меня бедного исхейте из руки его чтобы не растерзал меня суди меня господи и рассуди прю мою с немилосердым врагом он поставил меня целью для стрел своих по щедротам твоим да пронзят его самого стрелы сии будь помощником мне бедному господи потому что нет у меня иного помощника и не попусти врагу посмеяться надо мною побежденным как посмеялся он над нашою проматерью горе мне если все тайны мои будут открыты и подвергнуты испытанию там где не уважится никакое оправдание содрогается дух мой господи ибо слышу что нечестивых огнь искусит а я сено и солома и если ты господи возришь на вины мои то я погиб благость твоя господи которая некогда вознесла тебя на крест для искупления рода нашего она у тебя да предварит меня бедного чтобы сподобиться мне оставлению грехов моих ты иисусе искупивший всех своею кровью и смертью своею связавший крепкого сними с меня путы лукавого сокруши оковы и узы его запрети ему чтоб удалился он от меня бедного и не исполнял на мне воли своей согласи волю мою с твоей волею господи милосердием своим изглаждающей грехи мои не оставь меня в руках ненавистника и не дай ему власти надо мною потому что плоти кровь свою уготовал ты вснедь мне и крест твой напечатлен на челе моем подкрепи меня господи потому что я немощен загладь вины мои потому что много согрешил я уцеломудри чувства мои чтоб с покорностью держались они царского пути да воссияет свет твой в помыслах моих да просветятся они лучами твоими и величественное сияние твое да возвеселит их потому что ты всесозерцающее солнце и сопом твоим очисти скверны наши кровью твоею омой язвы наши телом твоим освети сокровенные движения помыслов наших словословие тебе искупившему погибший человеческий род подъявшему его на ромина свои и принесшему в дом отца твоего псалом 53 плач об оскудении святых сердце мое болит страждет душа моя и внутренности мои раздираются где взять мне слез где взять сокрушение и воздыханий чтоб достойно оплакать осиротение наше и оскудение святости среди нас вижу владыка что святых своих как избранное золото берешь ты и сует многомира сего в уповании жизни как земледелец видя плоды хорошо созревшими с предусмотрительностью поспешает собирать их чтобы не потерпели они повреждения от чего-нибудь так и ты спаситель собираешь избранных трудящихся праведно а мы ленивые слабые произволением пребываем в ожесточении своим и плод наш остается всегда незрелым потому что нет у нас решимости потрудиться не жалея себя чтобы созреть в добрых делах и праведно быть собранными в житницу жизни увы мне увы скажи душа и плач лишившись так скоро совершенных отцев и праведных подвижников где у нас отцы где святые где бденники где трезвенники где смиренные где кроткие где безмолвники где воздержники где сокрушенные сердцем которые в чистой молитве стояли пред господом как ангелы божии переселились отсюда к святому богу имея светильники свои горящими горе нам в какие живем мы времена в какую пучину зол зашли мы отцы наши вошли в пристань жизни чтобы не видеть им скорби и соблазнов постигающих нас за грехи наши они венчаются а мы дремлем спим и предаемся самоугодию о господи сжалься над нами отрезви мысли наши кружащиеся в суете даруй нам сокрушения и слезы чтобы ими несколько приосветлилась слепота сердца нашего и мы могли узреть путь которым шли вслед тебя отцы наши даруй нам желание и силу идти всем же путем чтобы вместе с ними получить нам и часть спасаемых во славу имени твоего псалом 54 дни проходят не отлагай покаяние любовь побуждает меня вещать к богу а недостоинство мое заставляет меня молчать мучительные болезни душевные вынуждают меня говорить а грехи заставляют хранить молчание душа моя болезнует глаза мои вожделевают слез согрешила ты душа покайся ибо вот дни наши проходят как тень по страшным и ужасным пойдем мы местам не откладывай же день за день обращения своего ко господу приди наконец во сокрушение душа моя приди в сокрушение при мысли о всех благах которые получила ты от господа и не сохранила приди в сокрушение при мысли о том что сделала ты и как бог был долготерпелив к тебе приди в сокрушение чтобы на страшном суде христовом не предали тебя кромешной тьме горе мне грешному ибо по слабости своей осквернил я и всегда скверню чистоту сердца своего нерадение и ленность посрамили дерзновение сердца моего лукавое вожделение повелевает мною как властелин рабом и я как ребенок тотчас со страхом повинуюсь ему она она вводит меня в прегрешение и я услаждаюсь тем увы мне господи благодать твоя влечет меня к жизни а я предпочитаю скорее смерть ты прилагаешь попечения о том чтобы я стал равночестен ангелом а я по испорченности своей унижаю сам себя умножились грехи мои господи и непрестанно умножаются и нет предела их множеству и кто оплачет меня или умолит за меня ты сам спаситель мой преклоняемый на милость благостью твоею милосердо воззри на меня отчаянного ибо как стану умолять тебя владыка когда уста мои исполнены злословия или как буду песнословить тебя когда совесть моя осквернена или как возлюблю тебя когда полон я страстей или как будет обитать во мне истина когда поругал я себя ложью или как призову тебя когда не сохранил я заповедей твоих Псалом 55 образец самоиспытания и самоукорения после того как уже приобрел я познание истины стал я убийцею и обидчиком ссорюсь за малости стал завистлив и жесток к живущим со мною немилостив к нищим гневлив спорлив упорен ленив раздражителен питаю злые мысли люблю нарядные одежды и до ныне еще очень много во мне скверных помыслов вспышек самолюбия чревоугодия сластолюбия тщеславия гордыни зложелательства пересудов тайноедения уныния соперничества негодования не значу ничего а думаю о себе много непрестанно лгу и гневаюсь на лжецов оскверняю свой храм тело блудными помыслами и строго сужу блудников осуждаю падающих а сам непрестанно падаю осуждаю злоречивых и татей а сам и тать и злоречив хожу с светлым взором хотя весь нечист в церквах и за трапезами хочу быть на первом месте вижу иноков и величаюсь вижу монахов и кичусь домогаюсь того чтоб казаться приятным для женщин величавым для чужих смышленным и благоразумным для своих совершеннейшим для благоразумных с благочестивыми обхожусь как мудрейший неразумных презираю как бессловесных если оскорблен мщу если почтен гнушаюсь почтившим если требуют чего от меня поправу начинаю тяжбу а кто говорит мне правду тех почитаю врагами обличаемый гневаюсь но если льстят мне не совсем недоволен не хочу почтить достойного а сам будучи недостоин требую почестей не хочу утруждать себя а если кто мне не услужит гневаюсь на него не хочу идти вместе с работающими а если кто мне не поможет в деле злословлю его брату когда он в нужде горделиво отказываю а когда сам нуждаюсь обращаюсь к нему ненавижу больнага а когда сам болен желаю чтобы все любили меня высших знать не хочу низших презираю если удержу себя от неразумного пожелания тщеславлюсь если преуспеваю в бдении впадаю в сети непокорности и прикословия если воздержусь от снедий утопаю в кичливости и высокомерии если не усыпен в молитве препобеждаюсь раздражительностью и гневом если вижу в ком добродетель не останавливаюсь на нем вниманием презрел я мирские приятности но не отстаю от суетного пожелания он их если вижу женщину развеселяюсь по наружности смиренно мудрствую а в душе высокоумствую по-видимому нестяжателен а на самом деле страдаю любоиманием и к чему распространяться по-видимости отрекся я от мира а на деле опять все думаю о мирском во время службы занимаюсь все разговорами блужданием помыслов суетными припоминаниями во время трапезы вдаюсь в пустословие имею алчность к подаркам принимая участие в чужих падениях вдаюсь в гибельное соперничество такова моя жизнь столько худаго противополагаю я своему спасению и мое высокомерие мое тщеславие не дозволяет мне подумать о своих язвах чтобы уврачевать себя вот мои доблестные подвиги таким множеством грехов ополчается на меня враг и при всем том я домогаюсь прославиться святостью окаянной живу во грехах а желаю чтоб почитали меня праведником одно у меня оправдание во всем этом дьявол опутал но это не послужило в оправдании Адаму конечно и Каина научил дьявол но и он не избежал осуждения что же буду делать если посетит меня Господь никакого нет у меня оправдания в нерадении моем боюсь чтобы и мне не быть в числе тех которых Павел наименовал сосудами гнева которые подвергнутся подобной с дьяволом участи и которых Бог за пренебрежение их к нему предал в страсти бесчестия и так опасно чтоб и на меня не было произнесено такое же определение если хочешь спасти меня недостойного милостивый Господи положи покаяние мне к грешному оживотвори умерщвленную грехами душу мою жизнодатель изгони каменное ожесточение из бедного сердца моего и даруй мне источник сокрушения источивший нам жизнь из животочного ребра своего салон 56 дьявол в нерадивых успевает а родивым венцы уготавляет лукавый дьявол после решительной над ним победы одержанной по благодати Божией святыми подвижниками сев сам на себя жаловался с плачем и говорил увы мне бедному чему я подвергся как проиграл битву уступив над собою победу впрочем сам я стал виновником своего стыда надолго завязав с ними борьбу побежденному на первом и втором сражении надлежало бы мне тотчас удалиться видя что с ними Христос а теперь погнавшись за победой над ними увеличил я только награду их к бесчестию моему вразумиться мне надлежало уже после того что потерпел я от Христа после того как им низложена вся сила моя ибо все тогда сделал я чтобы распяли его но смерть его меня же поразила то же самое потерпел я от мучеников я подвигнул царей приготовил мучения чтобы мученики видя это пришли в ужас и отреклись от Христа они же не только не ужаснулись различных казней но до самой смерти исповедовали Христа так и теперь хотев победить этих подвижников в брани с великим стыдом отступил побежденный хвалился я хитрыми замыслами но все они разорваны как сеть паутинная я хотел одолеть их различными страстями но они обратили меня самого в бегство силою креста и не знаю что наконец мне делать оставлю я этих мужественных подвижников и пойду к друзьям своим избравшим беспечную жизнь где не будет мне труда и не нужны никакие ухищрения у них же самих взяв узы свяжу их он ими а связав их узами к которым они привержены буду иметь их уже у себя под рукой как рабов добровольно исполняющих всегда хотения мои так они ввергнут себя в пропасть и я буду радоваться их погибели и держать в ней чтобы иметь сообщников в огне неугасимом и так сами мы неразумные даем власть над собою врагу тем что отделяемся от Бога отриновением его заповедей застигнув нас обнаженными за то благодати он свободно овладевает нами и без сопротивления ведет в путь свой путь пагубы о господи даруй нам убежать от лукавого разорвав узы которыми он связал нас по нашему произволению возложи на нас благое и легкое иго твое и не спасли силы понести его дошествуя благим путем заповедей твоих достигаем града который уготовал ты любящим тебя салом 57 уроки жизни если еще не сильно распаленты духом святым то не желай выслушивать чужие помыслы чтобы через слышанное возбудив страсти еще не умершее не возвратить души своей если прилежишь чтению то ищи неразительного и витиеватого иначе без самомнения поразит сердце твое но как мудрая пчела собирает цветов мед так и ты через чтение приобретай врачевство для души своей блажен кто делами проповедует добродетель а если говоришь свойственное добродетели делаешь же противное то сие не спасет когда видишь людей рассчителенных на дела нечистой любви не дивись им и да не обольщает тебя доброцветная кожа которая вскоре превратится в прах но вздохнув в себе воспой помяни господи яко персть ясмы и по благодати божией не будешь пленником лукавого усердно молись господу чтобы даровал тебе дух совершенного целомудрия чтобы и в ночных мечтаниях убегать тебе козни лукавого как бежит иной видя что за ним гонится зверь или как преследуемый человек с горящим пламенником перебегает из комнаты в комнату чтобы не опалил его огонь как Так нельзя не трудясь купить себе за деньги грамотности или какого искусства, так невозможно стяжать навыки в добродетелях, безрочительности и усердия. Как голова предпочтительнее для тебя всех членов тела твоего, и если занесены на тебя камень или палка или меч, то подставляешь прочие члены тела, только бы отвесть удар от головы, зная, что без головы невозможно и жить в этой жизни. Так пусть будет для тебя всего предпочтительнее вера во святую единосущную троицу, потому что без всей веры невозможно никому жить истинную жизнью. Всем сердцем своим уповай на Господа, и удобно избежишь злодейских козней, ибо Господь не оставит без презрения работающих ему. Псалом 58. От лица Господа упор нерадивой душе. Очами сердца своего узрел я Господа, сидящего в великой славе, и будто слышу, что Он сказал душе моей. Для чего ты, душа, возгнушалась небесным своим чертогом, который исполнен светом славы? Для чего ты возгнушалась благами, какие уготовал я тебе во свете жизни? Для чего ты сделалась мне чуждаю по непотребным делам и помыслам? Для чего ты не заботишься о том, как достойно предстать мне в пришествии мое? Для чего ты не держишь светильника своего на готове, в ожидании глаза, сей жених грядет, что безыти в сретение меня с радостью? Для чего ты не стараешься приготовить на брак приличное одеяние? Для чего не готовишь себя так, чтобы войти с радостью во святой небесный чертог? Для чего не прилипляешься ко мне, искупившему тебя от смерти? Я вошел в общение со смертью, чтобы тебя уготовить себе в невесту. В наследие тебе приготовил я вечное царство. Все блага мои тебе вручил, как царь. Для тебя и человеком я стал, желая искупить жизнь твою от тления. Тебе уготовил я чертог на небесах и сделал, чтобы ангелы руководили тебя в этот чертог, и ты вошла туда с радостью. А ты отвратилась от меня, жениха твоего, и от неизреченных благ, какие уготовил я тебе. Но кто вожделеннее меня, который всякую тварь спасаю щедротами своими? Какой отец даст жизнь, как даю я? И ты оставила меня душа, возлюбив чуждого и ненавистного? Кто не придет в трепет и ужас от слов сих? Кто не падет во стыде и проливая слезы, не возопиет? Зачем вышел я из матерней утробы раздражать святаго, благаго и милосердого Бога? Но, Господи, даруй нам отрезвиться от суеты, прийти в себя и возвратиться к Тебе, в коем едином все истинное благо наше. Псалом 59 Слез ради, обрати и даруй принесть плоды покаяния. Услышь, Владыка, плач мой, и прийми слова моления моего, какие грешник приносит Тебе, долготерпеливый и многомилостивый. Не сотвори со мною по делам моим, не помяни великих беззаконий моих, какими приогорчевал я благодать Твою, всеблагий, Владыка. Благость Твоя терпела грехи юности моей, коих великое множество, да потерпит она и еще моему непотребству, невниманию и беспечности. С щедротами Твоими клялся Ты, Владыка, человеколюбче, что не хочешь смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему. Семи щедротами Твоими умолен буди и о мне, грешном, умилосердись и ущедри меня. Воззри, Христе Спасителю, на источники слез моих, на сокрушение и воздыхание недостойной души моей, да приидет милость Твоя и покроет меня прежде, чем приидет страшное определение о смерти и застанет меня неготового и смущенного. Да дарует мне благость Твоя несколько времени для истинного покаяния, ибо она обыкла всякого грешника, проливающего слезы, миловать и прощать ему все грехи, соделанные им. Сотвори, чтоб и я принес Тебе плод покаяния. Привлеки меня к жизни и спаси меня. Даруй мне чистым сердцем послужить Тебе все дни жизни моей, и, благоугодив Тебе добрыми делами, сподобиться, как прийти жизнь сию, так вступить в вечное блаженство, которое уготовал Ты всем святым Твоим, благоугодившим Тебе во всяком роде. Псалом 60. К Богородице о руководстве в жизни и заступлении в смерти. Дева, Владычица Богородица, носившая во чреве Христа Спасителя и Бога нашего, на Тебя возлагаю всю надежду, на Тебя уповаю, высшую всех небесных сил. Ты, Пречистая, охраняй меня всесильными молитвами Твоими. Управь жизнь мою и путеводствуй согласно со святою волею Сына Твоего и Бога нашего. Даруй мне оставление грехопадений, будь мне прибежищем, покровом, защитой и руководительницей, препровождающую в жизнь вечную. Страшный же час смертный не оставь меня, Владычица моя, но ускори на помощь мне, исхите меня из горького мучительства бесов. Ибо в произволении Своем имеешь и силу соделать сие, как воистину Матерь Божия и над всеми владычествующая. Не переставай умолять изо всех нас, недостойных рабов Твоих, чтобы избавиться нам от всякой козни лукавого и от всякой крайности, и соблюстись неуязвленными при всяком ядовитом прирожении. И даже до конца молитвами Твоими сохрани нас, неосужденными, да спасенные Твоим заступлением и Твоею помощью всегда будем высылать славу, хвалу, благодарение и поклонение единому в Троице Богу, Создателю всех. Псалом 61. Здесь исправь всех грешнейшего. Всевышний Божие, единый, имеющий власть над жизнью и смертью, яви мне, грешному, великую милость Твою, вон и час страшного Твоего пришествия, чтобы там, пред престолом Твоим, не быть мне укоризною и великим стыдом для взирающих на меня ангелов, архангелов, пророков, апостолов, патриархов, мучеников, подвижников и всех праведных. Здесь, Спаситель мой, здесь, где наслаждался я прелестью греха, вразуми меня, как благосердый и чудолюбивый Отец, а там прости мне, как милостивый Бог, единый, безгрешный. Всякий грех соделан мною окаянным, всех превзошел я распутством, заслужил я наказание, и если начну просить покаяния, то нету меня слез. Увы, какими очами я, грешный и нерадивый, буду взирать на тот страшный престол, на котором воссядешь Ты, Господи, и будешь обличать соделанное мною. Всю жизнь свою расточил я блудно, непрестанно валяясь в тине сластолюбия. Все тайные мои падения и всю обширность грехов моих знаешь Ты один, Творец мой. Никто не был таким виталищем греха, как я. Никто не приогорчевал столько благодать Твою, Владыка, как я, последовав стремлением греха. Но Ты, как море благости, иссуши пагубные моря грехов моих, и, как бездна милосердия, потопи бездну грехов моих. Не воздавай мне по достоинству соделанного мною, и не осуди меня в гиенский пламень, ибо невыносим гнев Твой, Господи, и кто стерпит угрозы Твои. Псалом 62. Ко святым о ходатайстве. Убойся, душа, суда и гиены, и отжени тяжкий сон нерадения и дремоту страшной беспечности. Конец близок, суд при дверях. Что встретит нас по разлучении с жизнью? Придите на помощь мне, святые и праведные, подвязавшиеся добрым подвигом, и плачьте о мне, как о мертвеце, или пожалейте о мне, как о живом, но полумертвом. Потому что полон я стыда и не имею дерзновения по причине грехов в ведении мною содеянных. Излейте на меня милосердие свое, как на пленника, как на покрытого загнившими язвами. Умилосердитесь ко мне вы, тайники милостивого Бога, спасителя нашего, и умолите его, чтобы обратил меня Туне, и чтобы в час пришествия его не оказаться мне недостойным и не услышать страшного оного определения. Иди от меня, делатель неправды. Сказываю тебе, что не знаю тебя. Салом 63 Моление о даровании всякой добродетели То, даруй мне, Сын Всеблагага, к чему стремятся помыслы мои, и присовокупи еще к тому, что угодно воле Твоей. Даруй мне изволение делать добро, и ни в чем не уклоняться от воли Твоей. Не попусти мне быть учеником лукавым и лицемерным, и нарушать заповеди Твои. Охрани меня от помысла ходить путем Твоим только для вида, и лицемерием своим обманывать видящих меня, чтобы провозглашали меня блаженным. Даруй, чтобы сердце мое благоугождало величию Твоему втайне, и чтобы правая жизнь моя прославляла Тебя явно. Истина, да будет наставницей мне, поклоннику Твоему. Она и вблизи, и вдали, да содержит меня в целомудрии. Избавь меня от несчастья знать закон Твой, и, зная закон Твой, не иметь желания благоугождать Тебе. Удостой меня сообщества людей простых, но которые опытны и мудры в делании добродетелей. Плоть моя немощна, укрепи меня силою Твоею, помоги и сокруши стрелы коварного врага, и сопричти меня к сонму первородных Твоих. Даруй мне, Господи, всегда быть Твоим достоянием и без страха творить благоугодное Тебе. И как скоро начну, что доброе, Ты, Господи, укрепи меня и совершить то. Знаю, что согрешил я против воли Твоей, ясно вижу, что приступил я повеление Твое. Но Ты, сияющий солнце Свое на злые и благие, благоволи, да воссияет свет Твой и в моем омраченном уме. Семь светом Твоим изгнаны будут грехи, эти убийцы и разбойники, водворившиеся во внутренности моей. Лукавый не видит во мне зла, которое бы не от него было, ибо от него стал я зол. Впрочем, побежден им по собственной своей воле, опутал меня лукавый, потому что сам я научил его тому. Ленивые и робкие бегут от иго Твоего, нерадивых постыждает любовь Твоя. Хвала Твоей благости, сей матери учителей, которые, как неболезненны удары их в разумляющее упорных, сострадательно подают врачевство кающимся. Достопоклоняем Отец Твой и Дух Твой, веселящийся о нашем обращении. Псалом 64. Уроки жизни. Блаженство. Блажен, кто стал великодушен и милосерд, и не поработил себя дикой в раздражительности, то есть злому гневу, он будет возвеличен от Господа. Блажен, кто, возвысившись в любви, стал как город, построенный наверху горы, от которого враг, посмотрев на него, удаляется со страхом, убоявшись того, что он тверд о Господе. Блажен, кто просиял веру и в Господа, как ясный светильник на высоком подсвечнике, и просветил души омрачения, которые последовали учению неверных и злочестивых. Блажен, кто всегда любит истину и уст своих не дал лжи в оружие нечестия, боясь заповеди, запрещающей даже праздное слово. Блажен, кто не осуждает ближнего, как немудрый, но как человек разумный и духовный, старается вынуть прежде бревно из собственного своего глаза. Блажен, кто воздерживал вежди и немысленно, нечувственно не обольщался кожей у плоти, которая вскоре будет источать из себя гной. Блажен, кто имеет пред очами день исшествия и возненавидел гордыню прежде, чем обличена естественная наша ничтожность с огнитием во гробе. Псалом 65. На чем утверждается упование оправдания на суде? Огнь угрожает Господи членам моим, но во мне, Избавитель мой, сокрыта примиряющая кровь Твоя. Гиена ожидает меня на мучение, но тесно соединено со мною животворящее тело Твое. Я облечен в ризу Духа Святаго и не опалюсь. Когда вошумит река огненная, угрожая отмщением, тогда угаснет во мне огонь, как скоро приразится к нему воня плоти и крови Твоей. Ты, Господи наш, упование кающихся, Ты, друг всех грешников, умоляю Тебя, Господи, святым именем Твоим, не накажи меня праведным судом Твоим. Любовью родителя Твоего, матерним лоном, носившим Тебя, копием, которая на Голгофе отверзла ребра Твои, умоляю Тебя, источи мне росу милосердия Твоего, чтобы не томиться мне там жаждаю воды. Крест Твой, Господи, в котором ищу себе прибежище, да будет для меня там мостом через великую пламенную реку. Им да пройду в обитель жизни. Взывали к Тебе Иона в глубине моря и Даниил в орве львином. Призывали Тебя три отрока еврейские в пищи, разожженные халдеями. Извел Ты Иону из бездны, спас Даниила, и милосердие Твое оросило и угасило пламень в пищи. Помилуй и меня, Господи, и спаси за то, что исповедовал я Тебя, и по благодати Твоей оставь мне долги мои. Помилуй меня, милосердый Господи наш, и по множеству щедрот Твоих изгладь грехи мои. Омой меня от беззакония рук моих, да очищусь и омоюсь от скверн моих. Знаю, что согрешил я. Грехи мои всегда предо мною, и я вижу их. Пред Тобою только я виновен и согрешил. Будь милостив ко мне, Господи Иисусе, Боже наш. Симон три раза отрекся от Тебя, Господи, но принес Тебе слезы, и Ты принял его. Вот и я приношу чистое исповедание. Много грехов моих. Они неисчетны. По щедротам Твоим, Господи наш, прости мне беззакония мои. Благодатью Твоею изгладь рукописание скверн моих, и не помяни грехов моих. Хвала Господу Богу, который не хочет смерти грешника. Хвала Тебе, милующий грешников. Хвала Тебе, приемлющий кающихся. Хвала Тебе, Иисусе, отверзающий свою дверь всякому, кто ударяет в нее и просит себе оставления грехов. Хвала Тебе, Господи, а нам щедроты Твои. Будь милостив к нам, Господи наш, Иисусе. Солом 66 Увлек меня враг, и я нагрешил много. Исповедую грехи, помилу. По благодати Твоей, призывающей нас, Боже, приближаться к Тебе, а не погибать, О благий, давший обетование и вещавший, призовите меня и услышу вас. В дверь благости Твоей ударяю я, избавитель мой. Услыши меня по щедротам Твоим и не воззри на беззакония мои. Помилуй меня, Господи, помилуй меня по благости Твоей, потому что много я виновен предправдою Твоею. Ты сотворил меня, Господи, наименовал меня образом Твоим, по благости Твоей создал меня по подобию Твоему. Ты научил меня знать путь в обитель жизни и показал мне путь в гиену. Лукавый по зависти своей поставил мне скрытные засады, сманил меня с пути Твоего и погряз я в мерзостях. Увы мне, Господи наш, много виновен я. Помилуй меня, Господи, и спаси по благодати Твоей. Разбойник, похититель душ, злокозненно отнял у меня свободу мою, обольстил меня и наругался надо мною. Взором очей прельстил и пленил он меня и вложил в меня греховные мысли. Взглянул я и пожелал, посмотрел с любопытством и согрешил. По велику же руки мои простерлись на беззаконное дело, то погиб я совершенно. Увы, теперь мне угрожает огонь. Спаси меня, милосердый, да не умру. Несчастнее я всех, рожденных женами, потому что сам себе делами своими сделал несчастным и вверг в пагубу. Каждый день грешил я и утешался тем, не помышляя, что подстерегает меня смерть. Увы, близко уже ангел смерти, посланный с повелением паять меня на суд. Увы, все сокровенное будет там обнаружено, и я покроюсь стыдом. Вот дела мои, омечены правосудием. Не забыто даже ни единое слово. В этой великой книге у судьи записаны дела и беззакония мои. Горе мне, когда правосудие прочтет там все грехи, какие сделаны мною от юности до старости моей. Что мне делать в тот час и куда бежать от тебя, Господи? Увы мне, Господи, как много виновен я. Увы мне, грешил я и не приносил покаяния. Боже, помиловавший грешницу, помилуй и меня, бедного. Господи наш, да не погибну. Вместо мира, которое принесла тебе грешница, у меня плоть и кровь твоя, соединявшаяся с членами моими. Нет, Господи наш, невзирай на дела мои. Благодать твоя да изгладит вины мои. Не вниди в суд со мною, Господи наш, як они оправдиться пред тобою всяк живый. Ты один, Господи, чист. Пощади меня и очисти от грехов благодатью твоею. Сподоби меня, милосердый, великих щедрот твоих, да обогащусь ими и получу прощение. И возрадуются ангелы твои по слову твоему, милосердый к грешникам. Псалом 67. Против козней врага Умоляю тебя, свет истинный, рождение благословенного Отца, образы постаси Его, сидящей одесную величество Его, Христе, похвала и радость любящих тебя, жизнь моя, свет мой, отрада моя. Не презри меня, уничиженого, не отринь меня, мерзкого, потому что врагу крайне будет приятно, когда я ввержен буду в отчаянии по причине окружающей меня мглы порока. Тому только и радуется Он, когда видит, что отчаяние начинает делать меня Его пленником. Но ты, по сердолюбию своему, посрами Его надежду, исхить меня из зубов Его, избавь от злокозненного умысла Его, от всего, что воздвигает Он против меня, потому что многим ополчается Он на меня. Даруй мне, Господи, просвещение к познанию козней сопротивника моего и ненавистника всякого добра, потому что Он ставит мне на пути бесчисленное множество соблазнов и случаев к поползновению, и ущерб, и выгоду, утехи века сего и плотское удовольствие, долготу настоящей жизни, робость к подвигам, леность к молитве, сон и телесный покой во время псалмопения. Сколько старается врага моей погибели, столько я, бедный, предаюсь беспечности и нерадению. И чем более ставит Он мне сетей, тем более я небрежен. Будь осторожна, душа моя, попекись о совести своей, не обращай внимания на падение других, но будь паче внимательно к одним своим падениям. Спеши, предупреждай, примирись со Христом, распятым за тебя плотью. Если сами себя осудили, то не будем осуждены там, где великое и нескончаемое осуждение. Умилосердись ко мне, Господи, по благоутробию Твоему, и спаси меня по единой благости Твоей, молитвами причистая владычицы нашей, Богородицы и всех святых Твоих. Псалом 68. Избавь от врага, как ревнитель по душе, обрученный Тебе. Скорбию подавленная душа приступает к Тебе, Владыка Святый, и со слезами предстает, жалуясь на губителя врага, и со всяким смирением припадает, прося защиты от угнетающего ее сопротивника. По елику дерзновенно приступает она к Тебе, то выслушай ее вскоре и внимательно посети ее с любовью к Тебе прибегающую. Если презришь ее подавленную скорбию, то она погибнет. Если замедлишь выслушать ее умерщвленную, то оскудеет она в силах. Но если по щедротам Твоим посетишь ее, то обретется целую. Если презришь на нее, то спасена будет. Если услышишь ее, то укрепится в силах. Поревнуй о ней, потому что она обручена с Тобою, и обручивший ее с Тобою Павел сказал, что ты бессмертный ревнитель. Не презри ее, чтобы враг не подумал, что ты в разводе с нею, и отослал ее от себя. Накажи меня, Господи, по щедротам Твоим, но не предавай меня в руки губителя. Вот отовсюду собрал я мысли свои, и не могу пред Тобою припомнить чего-либо доброго, исключая одного того, что не знаю другого Бога, кроме Тебя. Псалом 69. Козни врага и изворотливость греха. Все снова припадаю к стопам Владыки моего, прося, умоляя, поклоняясь и со страхом взывая. Вонми, Владыка, сетованию моему, и приими слова прошения моего, какие приношу Тебе я, посрамленный грешник. И злей на меня, бедного, по милости своей, хотя малую каплю благодати в разумление и обращение. Возыметь мне хотя малое усердие к исправлению себя самого. Ибо если благодать Твоя не просветит души моей, не буду я в состоянии увидеть в себе повреждения и опустошения, производимое во мне страстями по моему нерадению и беспечности. Увы, возобладавший мною грех нашел во мне пажить свою, и с каждым днем более и более унижает и погружает меня в глубину свою. И я, окаянный, не пристаю прогневлять Бога, не страшась оного неугасимого огня, не трепеща нескончаемых мучений. Грех, обратившись в навык, вовлек меня в совершенную погибель. Хотя я сам себя обличаю и не перестаю приносить исповедание, однако ж все пребываю во грехах. Смотрю и не вижу, потому что погрешаю в самом покаянии, не углубляясь в развлечении дел. Как раб греха и нехотя делаю худое, как воинствующий под властью его, ему подчиняюсь и имея возможность бежать, плачу дань этому царствующему во мне навыку. Радея о страстях, несу оброки плоти. Зная, что растление во мне усиливается, сам содействую ему, влекомый какой-то тайной силою. Хочу будто бежать, но как пес на железной цепи опять возвращаюсь туда же. Иногда дохожу до ненависти ко греху и питаю отвращение к беззаконию, но все же пребываю порабощенным страсти. Она обладает мною несчастным и сластью греховную против воли вовлекает в грех. Страсть купила себе мое произволение и источает на меня грех. Кипят во мне страсти вопреки уму, они срастворились с плотью и не терпят разлучения. Напрягаюсь переменить произволение, но предшествовавшее мое состояние никак не даст мне успеть в этом. Стараюсь, бедный, освободить душу от долгов, но злый взаимодавец тут же вводит меня еще в большие долги. Счедро дает он взаем и не напоминает об отдаче, даже совсем не хочет брать обратно, желая только рабства моего. Дает и не взыскивает долга, чтобы обогащался я страстями. Хочу отдать ему старый долг, а он прибавляет новый. Если же делаю себе небольшое принуждение, попереча страстям, он, чтобы не зложить меня, придает новые страсти и, видя, что постоянное пребывание в долгу заставляет меня быть грешным, вводит в меня новые пожелания, а чтобы я не исповедовался, ввергает меня в забвение моих страстей. Встречаюсь с новыми страстями и, занятый ими, забываю о прежних. Дружусь с появившимися вновь страстями и опять оказываюсь должником. Бегу к ним, как к друзьям, и заимодавцы мои опять обходятся со мною, как властелины, и я, который незадолго до сего старался получить свободу, ради их делаюсь преданным рабом. Спешу снова разорвать их узы и снова облагаюсь новыми. Спешу освободиться от воинствования в рядах их, но, как взявшись с них много даров, оказываюсь невольно связанным с ними. О, какая власть надо мною греховных страстей! О, какое господство злохитрого и коварного змия! Действуя по природе, и он входит в торг, дает залог, чтобы продать ум самому греху, убеждает меня угождать плоти под предлогом употреблять ее на служение душе. И я, препобеждаюсь с властолюбием и, предавшись тотчас невоздержному сну, совершенно лишаюсь ее услуги. Когда молюсь, внушает мне мысль о каком-нибудь ничтожном удовольствии, и ею, как медную цепью, держит слабый ум мой и не ослабляет уз, хотя он и порывается бежать. Так грех блюдет под стражую ум и запирает от меня дверь ведения. Враг непрестанно наблюдает за умом, чтобы не пришел он в согласие с Богом и не воспрепятствовал продать плоть. Для того приводит множество перепутанных помыслов, уверяя, что на суде и вопроса не будет о такой малости, что невозможно даже быть и веденью о сих помыслах, и что все подобное сему предано будет забвению. Но я представляю предвзор себе обличение свое и знаю, что мне угрожает наказание. Сим удерживает, сим связывает, сим продает и покупает меня грех. Сим вводит меня в заблуждение, сим льстит мне и подчиняет меня себе. Потому что, как говорит апостол, человек плотен, продан под грех. Ибо грех, который во плоти моей, властвует над умом и по причине моей вины, употребляя в действие плоть, ею обременяет душу. Если вознамерится кто поститься или пребывать в бдении, или наложить на себя раны, грех посредством плоти, как собственность свою, обременяет душу цепями и, как овцу на заклание, связывает ее и посредством также плоти отсекает руки и ноги. Не могу ни бежать, ни помочь себе. Увы, живы я мертвец, смотрю и не вижу. Из человека стал псом, и со мною разумным обходятся, как со скотом. Помилуй же душа сама себя и поспеши вступить, наконец, в борьбу со грехом прежде разлучения с телом, чтобы не остаться нам за дверьми вместе с ерозивыми девами, потому что смертным невозможно увидеть жизнь или помышлять о праведности там, где нет борьбы, в которой жизнь и смерть, и где нет плоти, которую предается по руганию враг, препобеждаемый посредством ея. Солом семидесятый Как милостиво принимает Господь кающихся Источник полный вод, непрерывно струящийся и обильно подающий питье всем, приходящим к нему, изображает собою обилие и неистощимость щедрот Твоих, Господи. Ты изобильно питаешь небесные силы и наделяешь пищу и всякое дыхание на земле. Любовь Твоя, желая нашего спасения, сама преклоняется к нам, чтобы привлечь к себе и спасти приходящих к ней. Как всевидец, видишь ты, владыка, с какой кто готовностью отвращается от греха. И прежде нежели придет он к двери, отверзаешь ему. Прежде нежели припадет, простираешь к нему руку. Прежде нежели источит слезы, повергаешь на него щедроты свои. Прежде нежели исповедует долги свои, даешь ему прощение. Но обвиняешь и не говоришь, куда расточил имение. Не поминаешь, сколько прогневал тебя своим развращением. Не упрекаешь за пренебрежение благодеяний Твоих. Но предвидя смирение, плач и сердечное расположение, возглашаешь. Выньте одежду первую и облиците его. Заколите тельца упитанного на упоение и веселье. Пусть соберутся ангелы и радуются обретению погибшего сына и возвращению заблудшего наследника. Как встречают купца, возвратившегося домой с великим богатством, так благодать Твоя приемлет грешника от всей души к Тебе приходящего. Ибо любит видеть слезы, жаждет видеть покаяние, радуется рачительности старающихся покаяться. Слава долготерпению и милосердию Твоему, Владыка Человеколюбча. Псалом 71. Непостоянство воли и нетвердость решимости. Страшен и ужасен день суда Твоего, Спаситель наш, когда откроются греховные тайны. Посему трепещу, Господи, и объемлюсь ужасом, ибо грехи мои превзошли меру. Будь ко мне милостив по щедротам Твоим, о благий и благосердый. Смотрю я, Господи, на грехи свои и сетую, видя их многочисленность. Увы, как это постигло меня такое бедствие! Язык мой говорит прекрасно, а поведение мое срамно и презренно. Горе мне в тот день, когда откроются тайны. Весьма прекрасны слова мои для других, а дела мои отвратительны. Других учу порядку в мире, а сам, несчастный, предаюсь страсти. Все дни мои протекли и исчезли во грехах, и ни одного дня не служил я правде, едва начинал каяться с намерением более не грешить, как приходил лукавый и уловлял меня по ненависти своей. Горе мне, потому что добровольно попадаюсь в сеть его. Если выйду пройтись, то выступаю как праведник и мудрец. Увижу ли, что иной грешит, смеюсь и издеваюсь над ним. Увы, обнаружатся и мои беззакония, и посрамлюсь. О, лучше бы мне не рождаться на свет, тогда не развратил бы меня этот приходящий мир. Не видя его, не сделался бы я виновным, не осквернил бы себя грехами и не боялся бы истязания, суда и мучения. Едва даю я обет принести покаяние, как снова возвращаюсь и впадаю в те же грехи. Радует меня час, проведенный в грехе, и думаю еще, что делаю похвальное. Увы мне, доселе не помышлял я, что ожидает меня гиена. Лукавая воля вводит меня в грех, но когда согрешу, слагаю вину на сатану. Но горе мне, потому что сам я причиной грехов моих. Лукавый не заставит меня насильно согрешить, грешу я по своей воле. Умилосердись ко мне, милосердый к кающимся. Прости мне вины мои по множеству благости Твоей. Прими, Господи, слезы, приносимые Тебе мною, и очисти меня от грехов, как грешницу. Сознаю, Господи, что согрешил я. Пощади меня по щедротам Твоим. Псалом 72. Со слезами ко врачу и исцелит. Приидите, взыщем щедрот, пока возможно для нас искать их. Место покаяния в этом приходящем мире, а в том неприходящем мире, не будут приняты ни молитвы, ни слезы. Грешница, слезами какие пролила, уничтожила рукописание грехов своих. И ты, грешник, возьми с собою и принеси в дар слезы, воздыхая, воззови ко Господу и тотчас простить Тебе долги Твои. Как дар Христу Господу принеси кающиеся слезы и ударяй себя в перси, как он и мытарь, который, воздыхая, молился и говорил, «Милости в буди Господи мне, грешному, прогневавшему Тебя». Вот дверь отверста и ждет возвращения Твоего, грешник. Возвратись ко Господу Твоему, оставь путь непотребства, встань и вступи на стезю к царствию. Открылась у тебя греховная язва, если замедлишь, она всецело погубит тебя. Врач Твой многоискусен, покажи ему язву свою, слезно плачь у двери его, побуди его щедроты, чтобы уврачевал тебя. О, благий, за нас, предавший себя на распятие и смерть, чтобы скупить нас, избавь душу раба Твоего от множества грехов его, да вознесет он глаз благодарения Тебе и Отцу Твоему и Духу Твоему Святому. Псалом 73. Крайне худ я, но по милости Твоей дай покаяться и избавь от осуждения. К Тебе взываю, Господи, не презри жалкого прошения моего. К Тебе простираю оскверненные руки, не отринь меня кающегося, но человеколюбно воззри на меня и прийми с благосердным благоутробием. Осквернил я себя сластью греховную, обесчестил душевную красоту, поработился плотским мудрованием, погубил прежнее владычество, послушав врага-ненавистника, затмил светлость естества своего и, имея честь сыновства Богу, уподобился скотам несмысленным. Объемлет меня страх, трепет и ужас, когда представлю смертное посечение, неприметно приближающееся ко всякому, и все же остаюсь неисправляющимся. Будь милостив ко мне, человеколюбец, к Тебе единому полагаю всю мою надежду. Даруй мне покаяться и, исправившись принести плоды покаяния, чтобы, когда придет конец, не был я посечен, как бесплодное древо, или предан огню, как плевелы, но как пшеница был собран в житницу Твою. Колено, сердце преклоняю, не дерзая воззреть на небо. Приими моленья нечистых уст, единый безгрешный Создатель мой. Ты, царь всяческих, не зложивший мятежного велиара, избавь меня от всяких беззаконий. Ангелы и смертные, увидя мое обращение, составят праздник во славу Твою. Призрел я животворные заповеди Твои, обольстился делами срамными, но, благий владыка, не погнушайся избавить меня от рабства лукавого. Весь я сделался рабом греховной сласти, осквернил тело и душу, каждый день вопию, согрешил и не перестаю делать худое. И стою ныне пред Тобою, яко осужденный. Даруй мне благий отпущение в злых делах моих, как милостивый и человеколюбивый Бог. Псалом 74 Ради слез, очисти грехи и дай крепость, да посрамится враг. Кто уврачует душу мою, если не ты, единый врачу душ, Христе? У кого найду врачебство от болезней душевных, если не у тебя, источника исцелений? Уврачевавший недужную, уврачуй и мою душу, погубленную грехами. Да снидут на меня щедроты Твои, и да помогут мне низложить врага моего. Подкрепи мышцею Твоею меня немощного, и лукавый посрамится, увидев, что готов я на брань. Воодушеви меня, и враг устыдится, и в стыде обратится вспять, а я прославлю имя Твое. Приими слезы убожества моего, и изгладь рукописание долгов моих, и снова посрамится враг, видя, что милосердие Твое уничтожило плод трудов его злых, и я не буду наказан. Щедроты Твои да приидут в помощь мне, чтобы безопасно прийти мне в страну искушений, и потом навсегда прибыть близ Тебя и с Тобою. Душа грешная будет словословить Тебя и Отца Твоего, и Духа Святаго, потому что плакала она и услышана, и, омытая слезами покаяния, соделана храмом, в коем вселилось божество, сотворившее миры. Салом 75. Жалоба на мир и молитва об извлечении из него. Никаких выгод не приносишь Ты любителям Своим, мир, жилище скорбей. Всех приближенных Своих обольщаешь сокровищами и всякими удовольствиями, но в день смерти и благообразие красивых и крепость сильных низвергаешь во гроб. Горе тому, кто любит Тебя и любим Тобою, его радости превращаются в вопли. В мире, этом море грехов, все дни мои протекли напрасно. Жизнь моя проходила без пользы для меня. Даже забывал я о дне смертном, кружился и собирал себе бремя грехов, рукояти плевел, назначенных на сожжение. И вот плач и воздыхание ожидают меня воной стране, исполненной ужасов. По элику с юности до старости моей любил я Тебя, коварный мир, то время жизни моей прошло для меня незаметно, и се во грехах похищает меня смерть. О, если бы не вступать мне в Тебя, мир, обманывающий всякого входящего! Любящие Тебя не наслаждаются радостями, и ненавидящие Тебя не плачут. Блажен, кто расторг Твои сети, он наследует чертог радости. Мир сей видом своим обманывает и мудрых, потому что на несколько времени кажется вожделенным, даже сужает благами и сокровищами, но в день смерти берет их назад, воздаст же мучением, несравненно большим наших грехов. Малое время позволяет он грешить, а в награду даст вечную тьму. Праведен Ты, Господи, и праведен Суд Твой, осуждающий мир и миролюбцев. Молюсь, ауба Тебе, да десница Твоя, извлекшая Симона из моря, и меня извлечет из волн и мятежей восстающего на меня мира. Погрязь я в тине, потопляют меня воды мира, не дают мне изникнуть и перевести дыхание. Крест Твой, Господи, да будет мне жезлом и опорою в пути, которым иду. Псалом 76 Непрочность благ мира — побуждение к отчуждению от него. Как прекрасен мир, но полон смерти. Он подобен цветку, развернувшемуся в весенний месяц. Цветет, пока роса и дождь поддерживают в нем жизнь. Настал зной, и цвет увядает. Так смерть заставляет блекнуть ланиты, и прекрасно сложенные члены разрушает во гробе. Даруй нам, Господи, прибежище и защиту в стране, где обитают праведные. Мир объюродил в чадах своих. Они грешат, метутся, обуреваются собственными своими волнениями. Как многие из них кружатся, не зная себе покоя, но собирают терния для огня. Нечестие надменно отверзает свои уста, истина безмолвна и молчит. Беззаконие витействует, а правда скрывается. Только смерть заставляет умолкать всех вступивших в мир. Блажен, кто совершил в нем путь, и не погряз. Мир много бурнее метущихся волн, и сильнее возмущается грехами, нежели море ветром. Бывает время, что воды морские спокойны, когда ветры скроются в свои сокровищницы. Но в мире непрестанно метутся волны вожделений, и ветер обмана дует в двери судей его. Впрочем, близок день, в который он стихнет. Блажен, кто совершил в нем путь, и не попал к его сети. Волнуется и метется беззаконие, совершаемое в мире. Сильнее волн свирепеют в мире распаленные похоти. Тенета и сети опутывают тех, которые служат ему. Грехи и беззаконие — вот их лукавые бремена. Но для добродетельных приближается время, когда корабль их упокоится в пристани. Приятны времена, и лета твои мир, но они как дым. Ты подобен летучему сновидению, и дни твои тоже, что тень. Вечер твой проходит скоро, утро твое — непродолжительно. Часы твои наперегонку бегут к концу. Спеши, грешник, получить прощение, пока светит для тебя дневной свет. Праведен судья, праведен и суд правды. На нем взвесятся и вознаградятся дела каждого по достоинству. Делавшие беззаконие будут в тот день мучиться раскаянием, а подвижники добродетелей в той стране насладятся радостью. Милостью Твоею, побуждаемый Господи, даруй мне высвободиться из сетей мира, чтобы безопасно вступить в пристань жизни. Псалом 77. Уроки жизни Иосиф, оросив душу памятованием о Вседержителе, не воспламенился беззаконным огнем и, победив искушение, сделался царем Египта. Пойдем путем тесным и перескорбным, чтобы, соделавшись досточестными, иметь нам хранителем своим Бога. Жемчужины сберегаются всегда в самых внутренних сокровищницах, а негодная, как ссор, выбрасывается даже и на улицу. Очисти себя покаянием от срамных дел, и не будет устрашать тебя у коризна злоречивого. С помощью божественного огня должны мы противиться огню страстей, так кирпич, пока не обожжен, бывает не тверд и ломок, а когда побывает в огне и обожжется, тогда делается преградою огню и воде. Прилагай старание не раболепствовать собственной своей воле, но будь послушен боящимся Господа, и по милости Божией сокрушишь голову змеево. Терпи скорбь о Господе, чтобы объяла тебя радость. Перенеси труд, чтобы получить обильную награду. Не осмеивай и не осуждай впадшего в искушение, но чаще молись, чтобы самому не впасть в искушение. У кого сердце омрачено бурею помыслов и побеждено страстями, тот и человека не стыдится и Бога не боится. Молись чаще со смиренным сердцем и не делай из себя вертепа разбойников, предаваясь непотребным помыслам и пожеланиям, чтобы не постыдиться в день суда, когда откроются тайны человеческие. Кто не родив во время жатвы, у того дом не будет в обилии, и кто теперь небрежен, тот во время воздаяния останется без утешения праведных. Салом 78. Уврачуй, Господи, на посрамление врага. Господи, покажи на мне великое Твое милосердие и дай мне ослабу от угнетений губителя, ибо изъязвив меня, стоит он и насмехается надо мною. Как пробужденный учениками одним словом уст своих укротил ты море, так услыши стенание и вопль мой, украти волны страстных движений, возбуждаемых в душе моей врагом спасения моего. Как одним прикосновением к воскрылью одежды Твоей уврачевалась кровоточивая, и тотчас стал ток крови и я, тогда уврачуется душа моя, из которой враг непрестанно источает токи греховных помышлений ради единого моего прикосновения, верою к тебе, врачу душ и телес. Покажи на уврачевание членов моих изъязвленных врагом врачевательную силу веры в тебя, целителя всех недугов. Сделай язвы не язвами, и место их покрой добродетелями, да посрамится враг, радовавшийся погибели моей. Благодать же Твою, безгрешный агнец, заклонный за спасение мира и умиротворивший небо и землю, в ину будет восхвалять спасенный Тобою и обрадованный раб Твой. Псалом 79. Плач от созерцания горькой участи, ожидающей грешника. Когда увидел Ты, Господи наш, что утратил я славу Твою, не потерпелась его любовь Твоя. Ты снисшед рождением Твоим, страданием Твоим и крестную Твоей смертью, избавил меня от сатаны. Но вот я опять грешил, прогневлял Тебя, оскорблял имя Твое беззакониями, грехами и злодеяниями, соделанными мною. Горе мне! Неблагодарен был я и осквернил себя множеством злых дел. Плакал и проливал я горькие слезы, когда пришел в размышлении о Сем. Оно переселило меня в огонь, привело в страну ужаса, перенесло в страшную и ужасную бездну, погрузило в пламень, ввергло во тьму. Сердце мое ощутило сие, и воздыхал я от страха и ужаса при мысли о Сем переселении. Уносясь мыслями, рассматривал я жилище тьмы. Тогда с рыданием и плачем, скорбя и болезнуя, осуждал я сам себя и горько восклицал «Горе мне! Сугубое горе! Что уготовано мне правдою?» В ужасе пробудился я, как от сна, но не избавился тем от сердечных мучений. Растерзал я одежду свою, плакал и рыдал. Что сделал я с собою, бедным? Открою главу свою, подобно блуднице, исповедуюсь во грехах своих, с воздыханием буду умолять. Обращу очи свои в слезные источники, чтоб оплакивать себя злосчастного. Пойду к подобным мне мытарям, пойду к грешникам, которые покаялись, пробужу спящее сердце свое, заматарившее во множестве зол. К ним присоединюсь, им уподоблюсь. Как они стану рыдать о соделанных мною грехах, чтобы не приходить мне на Божий суд и не мучаться в бездне гиенской. Сподоби меня, Господи, возлюбить любовь Твою, в которой святые и праведные находят себе утешение и не любят ничего чуждого Тебе, Боже, благоволящий, к кающимся, любящий грешника, который лице свое орошает слезами и горько оплакивает преступление свое. Сподоби меня, Господи, того благословенного конца, который уготовал Ты для всех святых. Псалом 80. Наша слабость и изменчивость и твердость святых. Милости в Буде, о благии, к нашему злому изволению, этой вине всех бед. Мысли Его – это болезни тайные, а дела – болезни явные. От Него произошло первое преступление заповеди, имевшее последствием все грехи. Ты, чистый, очисти свободу нашу, сама по себе она мутный источник. Дивлюсь свободной воле нашей, она сильна и однако ж не зложена. Она властелин и стала рабою, имеет возможность побеждать и любит уступать над собою победу. Хотя свободна, однако же сама отдается в рабство, как невольница, и своей рукой пишет согласие на свое невольничество. Благословенную добудет память праведников, которые прибыли твердыми. Они не изменились, как луна, но уподоблялись солнцу, которого свет всегда одинаков. Дух их не был подобен дождевым потокам, которые то полны, то вдруг иссыхают. Волны искушений всякого рода устремлялись на праведников, но они не изнемогали, и слава не надмевала их, и поношение не доводило их до уныния. Всегда были они одинаковы, никогда не терялось благоухание высоких добродетелей их. Благословен благий, который из сокровищ своих источал благоухание дел их. Благословен правосудный, который венцами прославил подвиги их. Псалом 81 И неотступное прошение слышится под условием обещания доброго произволения. Увы, стыжусь тех, которые теперь уважают меня, чтобы не быть постыжденным пред ними, там, за сокровенные грехи мои. Стыжусь родивших меня, чтобы со временем не осудили они меня, давшего обет жить не по-мирскому. Хочу стать подобным той вдове, которая, долго беспокоив судью, достигла цели своей. Хочу оказаться пред тобою, приблагим владыкою моим, подобным неотвязному другу, чтоб обратил ты душу мою, плененную грехами. Тот просил хлеба на утоление голода, а я прошу душевного утешения. Тот просил плотской пищи, а я прошу воззвание души. Как благий и приблагий, услыши глаз слезного плача моего и обрати меня, чтобы принес я плод покаяния. Ороси запаление совести моей, обнови меня, состарившегося в греховных страстях, чтобы, освободившись от рабства их, приятно вздохнуть мне воздухом свободы и с радостью и весельем прославить благость твою. Знаешь, владыка, что осмеливаюсь вещать это пред тобою с готовностью души на труд, хотя малый, ибо знаю я грешный, что благоутробен ты, Господи, и хочешь, чтоб я переменился. Желателен тебе и плод произволения. Готов ты помиловать меня, но ожидаешь моего доброго расположения, ибо, милуя, хочешь обучить меня добру и, прощая, желаешь сделать меня достойным причастие царства твоего. Псалом 82 О сне безмятежном Даруй мне, Господи, и когда бодрствую, чистым предстоять тебе, Искупитель мой, и когда сплю, вкушать сон без греха. Если бодрствуя совершу беззаконие, да буду очищен благодатью Твоей, Господи. И если согрешу во время сна, да будет мне очищением милосердие Твое. Крестом уничижения Твоего соделай сон мой безмятежным, предохрани меня от беззаконных сонных мечтаний и от нечистых представлений воображения. Даруй мне всю ночь проводить в покойном сне, и до не возобладают мною лукавые и порочные помышления. Животворящим телом Твоим, которое вкушал я, предохрани меня от нечистой похоти, да возлягу и усну в покое. Кровь Твоя да сохраняет меня, и душе моей, которая есть Твой образ, даруй свободу приличную образу Твоему, и тело мое, созданное руками Твоими, да покрывает десниса Твоя. Стеною щедрот Твоих закрой меня, как оборонительным щитом, и когда тело мое покоится и спит, благость Твоя добудет стражем моим, чтобы к ложу моему не приблизился лукавый. Предстательством родившей Тебя матери, жертвую, которую принесена Тобою за всех, умоляю, отжени сатану, чтобы не тревожил меня. На мне, Господи, исполни обетование Твое и крестом охраняй жизнь мою. Тебя восхвалю по пробуждении своем, потому что мне, бедному, оказал Ты любовь свою. И спящие, почивающие в покое, и бодрствующие, ограждаемые оружием Твоим, да воздадут хвалу Тебе, живущий вечно хранитель, возбудивший меня на словословие Твое. Псалом 83 Проси со слезами прощения, но прежде сам прости. Уста Твои, Господи наш, обещали и изрекли, призовите и услышу, ударяйте в дверь и отверзу. Подобно грешнице взываем к Тебе, по преизбыточествующим щедротам милосердия Твоего, прости нам долги и грехи наши. Как он и мытарь умоляем Тебя, и как сын, расточивший имение свое, с душевным покаянием взываем к Тебе, согрешихом на небо и пред Тобою, Господи. Приими нас, как сам обещал, и да возрадуются о нас и ангелы-хранители, и архангелы. Ты, приявший покаяние Симонова, приими покаяние рабов Твоих и помилуй нас. Приступи к грешник, согрешивший пред Господом, приступи к нему с душевным покаянием, и он простит Тебе долги и грехи Твои. Проливай слезы у дверей врача, с воздыханиями умоляй его, покажи ему струпы, какие на душе Твоей. охраняй язык Твой от всякого зла и уста Твои сотворенные для хвалы, да не произносят хульного слова. Прости брату своему, если согрешил он против тебя, и Христос простит тебе, как обещал по милосердию своему. Помилуй нас, Господи наш, прости нам долги и грехи наши, исподоби нас чертога Твоего Пресветлого. Псалом 84 Помилуй прежде, нежели постигли меня последняя моя. Прежде, нежели колесо времени совершило для меня обращение свое, помилуй меня. Прежде, нежели подул на меня ветер смерти, и в теле моем появились болезни, предвещающие близкий конец, помилуй. Прежде, нежели величественное солнце померкло для меня в высоте, помилуй, и да воссияет для меня свет Твой свыше, и да рассеет страшную тьму ума моего. Прежде, нежели персть возвратилась в землю и стала гнилостью, и все черты красоты ее истлели, помилуй. Прежде, нежели грехи мои предварили меня на суде и посрамили пред судеею, помилуй меня, исполненный щедрот Господи. Прежде, нежели воинство вышли, предшествуя сыну цареву, чтобы собрать бедный род наш к престолу судьи, помилуй. Прежде, нежели прозвучит глаз трубы пред пришествием Твоим, Господи наше Иисусе, пощади рабов Твоих, умоляющих Тебя, и помилуй. Прежде, нежели заключил Ты дверь Твою для меня, Сын Божий, и соделался я пищей неугасимого огня в гиене, помилуй меня. Псалом 85. Уроки жизни блаженства. Блажен, кто помышляет о множестве почивающих в гробах и отверг всякую зловонную похоть, потому что восстанет он во славе, когда прозвучит небесная труба, имеющая пробудить всех сынов человеческих. Блажен, кто имеет надежду не на человека, но на Господа, грядущего паке со славою многою судить вселенную в правде, потому что будет он как древо, растущее при водах и не перестанет приносить плод. Блажен, у кого ум стал по благодати как облако, полное дождя, и напояет души смертных к возвращению плодов жизни, потому что благодать будет ему в вечную похвалу. Блажен, трезвящийся всегда по Богу, потому что в день суда будет он защищен самим Богом и, став сыном брачного чертога, в радовании и веселье увидит жениха. Блажен, кто возненавидел и оставил все человеческое житие, и у кого все помышления о едином Боге. Блажен, кто возненавидел грех зловредный и гнушается им, возлюбил же единого, благаго и человеколюбивого Бога. Блажен, кто на земле уподобляется ангелу небесному и подражает серафимом, постоянно имея непорочные мысли. Блажен, кто стал непорочен пред Богом и чист от всех скверн, от помыслов и дел лукавых. Салом 86. Исповедание искупления и молитва о церкви. Хвала щедротом Твоим, Христе, Царь наш, всеми поклоняемый Сын Божий. Ты, Царь наш, Ты, Бог наш, Ты, виновник нашей жизни и великое наше упование. Единодушно восхваляют Тебя и горние сонмы, и дольние чины, и Тебе благодарную воспевают песнь, потому что Ты, сокровенный, напоследок времени явился в нашей плоти. Когда подвиглись щедроты Твои и благоугодно стало любви Твоей, пришел Ты для нашего искупления и освободил род наш. Ты увручевал болезни наши, очистил грехи наши и по щедротам Твоим воскресил бывших мертвыми. Ты основал на земле святую церковь по образу горнего царства. Ты создал ее любовью, насадил щедротами, обручился с нею духовно, стяжал ее страданием своим. Но ненавистник человечества по бесстыдной дерзости своей нападает на нее в лице своих служителей. Не оставь, Господи, без попечения Твоего церковь Твою святую, чтобы не оказалось тщетным изреченное тобою обетование о неодолимости ее. Не попусти, чтобы обезображена была благолепная красота ее и расхищено было богатство ее. Исполни обетование твое, данное Петру, что сказал ты, запечатлей то самым делом. Утверди врата ее, укрепи запоры ее, воздвигни рог ее, вознеси главу ее, благослови сынов ее, сохраняй чад ее, дай мир священникам ее и не зложи зложелателей ее. Посели в ней мир твой и отжени от нее лукавые расколы. Даруй нам проводить мирное и безмятежное житие во страхе Твоем. Да храним веру нашу с великим упованием и совершенную любовью. Да благоугодно тебе будет жизнь наша и да обрящим щедроты Твои в день воздаяния. Непрестанно да возносим хвалу тебе, Господи, и Отцу Твоему, и Духу Святому. Псалом восемьдесят седьмой. Будь милостив к нам и к отшедшим. Милосердый к грешникам, будь милостив и к нам в день суда. Оставь нам долги наши по милосердию Твоему, и в день явления Твоего сподоби нас чертога Твоего. Когда сон мы судимых вострепещут пред правосудием и в страхе будут предстоять обнаженными, тогда, судья мой, помилуй меня, потому что я словословил тебя. Когда заградятся там уста мудрых и будет угрожать мощный и страшный скипетр Твой, тогда доотверзутся уста мои, потому что я исповедал тебя. Когда не спасет ни друг, ни приятель, и всякий обнаженным повлечен будет к отчету, тогда, Господи, будь моим ходатаем, потому что на тебя уповал я. Когда возгремит глаз трубы, содрогнутся племена, и предстанет всякий приять воздаяние по трудам своим, тогда, Господи, будь моим заступником, потому что к тебе прибегаю. Приими служение наше, Господь горних и надежда дольних, и помилуй нас. Будь милостив к нам, Господи, будь милостив к родителям нашим, будь милостив к наставникам нашим, будь милостив к собратьям нашим, будь милостив к нам, Господи, и упокой усопших наших и всех умерших, которые исповедовали Тебя, веровали в Тебя, вкушали плоть Твою и пили животворящую кровь Твою. Сподоби нас вместе с овцами Твоими войти в овчий двор Твой и вместе со святыми Твоими в веки веков воздавать величию Твоему подобающую похвалу. Псалом 88. К Богородице о внутреннем духовном благонастроении. Благая Матерь Всеблагаго Бога, призри милостивым оком Твоим на молитву недостойно гороба Твоего и даруй мне сокрушение, тишину помыслов, постоянство мысли, ум целомудренный, трезвение души, смиренный образ мыслей, светолепное настроение Духа, нрав благоразумный и мир душевный, который Господь даровал ученикам Своим. Изгладь рукописание грехопадений моих, рассеки облаки печали моей, мглу и смятение помыслов, удали от меня бурю и смятение страстей, расшири сердце мое духовным расширением, Возвесели меня радостью и даруй, чтобы правыми путями заповедей Сына Твоего шел я верно и с неукоризненную совестью проходил непоползновенное житие. Даруй мне, молящемуся пред Тобою, и чистую молитву, чтобы невозмутимым умом и неблуждающим размышлением всегда приносил я молитву в честь, славу и величание единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Псалом 89. Душа сама увлекается, враг не непреодолим. О, какое у меня бесчувствие, какая грубая, поземленевшая душа у меня! О, сердце развращенное, уста исполненные горечи, гортань, гроб отверстый! Почему не помнишь ты, душа, о неизбежном пути разлучения Твоего? Почему не готовишься к всему шествию? Зачем без жалости к себе приближаешься к погибели? Для чего навлекаешь на себя вечное мучение? Что ты делаешь, душа, живя, как несмысленное, бессловесное? Увы, как это я вместо света избираю тьму! Как это удовольствие, которое сегодня у меня есть и которого завтра не будет, предпочитаю я вечным и неизреченным благом! Увы, как вместо солнцезрачной оной ризы соглашаюсь лучше быть обличенным в ризу темную и мрачную, как предпочитаю царству бедственное вселение в ааде! Увы мне, грешному, я сам собою добровольно, сведеньем ввергаю себя в конечную пагубу! Прииди же, наконец, в себя, душа моя, убойся Бога и начни с мужеством шествовать путем заповеди Его! Уразумей душа, что век сей подобен поприщу, и хитрый змей всеми мерами усиливается одержать победу! Иными он бывает не зложен и поруган, а иных сам не злагает и предает поруганию! Одни, обманутые им, преодолеваются, а другие вступают с ним в борьбу и увенчиваются! Одни, вкусив от него горечь, достигают приятностей вечной жизни, а другие, вкусив от его сластей, обретают горечь вечного мучения! Одни, крайним отрешением от всего, удобно приобретают над ним верх, а другие, по причине привязанности к земному, легко им преодолеваются! Для любящих Бога от всей души ничего не значит брань с ним, а для любящих мир она трудна и неодолима! Пойми, жалкая душа, что радость, роскошь и покой века сего исполнены печали и горести, а скорби, лишения и самоозлобления доставляют неизглаголанную радость и вечную жизнь! Решись вступить в путь тесный и прискорбный и подвизайся в безмолвии, чтобы, когда придет час смерти и разлучения, не оказаться тебе неготовою! Псалом девяностый. Ночные слезы На ложе моем помыслил я о тебе, человеколюбец, и в полночь восстал прославить благость твою, привел себе на память долгие и грехи свои и пролил потоки слез. Ободряли меня разбойник, мытарь, Мария-грешница, ханамиянка, а также кровоточивая и самарянка при кладезе водном. Они говорили мне, восстань, умоляя щедротах, Господь твой исполнен щедрот. Давид, сын Иисеев, взывал мне в псалмах своих, пробудил меня от сна, применившего члены мои, и сказал мне, восстань, человек, что спиши. Судья в полночь приемлет дары, встань, молись и проси себе прощения. Милосердый Господь возрадуется о тебе, дверь его день и ночь отверстокающимся. Ночью, покоясь на ложе своем, приводил я себе на память долги и грехи свои. Тогда ужас объял меня, и я воззвал. Увы, наступают уже грозная ночь, и всякого света лишенная тьма. У кого жизнь беззаконна, тот не возрадуется в день воскресения, но без конца пребудет во тьме. И Давид бодрствовал ночью на ложе своем, помышлял о беззаконии своем и исповедовал грехи свои. Ночью омочал он постель свою слезами очей своих и с воздыханиями умолял, говоря, «Беззакония моя, Господи наш, аз знаю, и грех мой предо мною есть вы, но тебе единому, Господи согреших, помилуй мя». Тебя призываем, Отец, Сын и Дух Святый, Тебя умоляем день и ночь, пощади нас. По множеству щедрот Твоих очисти беззакония и грехи наши. Даруй нам, Господи, душевное и телесное здравие, избавь нас от лукавого и от силы Его, от пут Его и от всех сетей Его, и не отказывай нам ни днем, ни ночью в щедротах Твоих. Псалом 91. День и ночь бодрствуй в молитве, чтобы не застал внезапу день смерти. Пробудимся от сна, с воздыханием воззовем ко Господу. День и ночь будем трудиться, заботясь об исправлении своем, пока продолжается еще жизнь наша, пока не пришло еще время, после которого не будет и места покаянию. Будем бодрствовать при дверях жениха, чтобы с женихом войти нам в чертог Его и наследовать вечную жизнь. Придите, и ночью будем воспевать все хвалу Богу и подражать сонмам ангелов, которые непрестанно восхваляют Его. И Спаситель наш, когда подвигнется и прийдет, сопровождаемый ангелами, видя бодрствование и бдение наше, наименует нас благими рабами и посадит за трапезу свою. С праведными, день и ночь благоугождавшими Богу, будем подвизаться в добре, просить щедроту Господа нашего и, воспевая с Давидом, говорить, По лунощи восстах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я, пощади и помилуй меня, и сподобе наследовать царство Твое. Не пристану восхвалять Тебя, Господи наш, не пристанно буду словословить Тебя, да не осудит меня правда Твоя. Знаю, сколько виновен я. Знаю, что если накажешь меня по грехам моим, то наследие мое гиенна. Потеряна тогда будет вся надежда, умолкнет моление мое. Посему помилуй меня и отпусти долги мои. Поползнулся я и пал в грехи, простри ко мне десницу Твою, и я восстану, как грешница в дому Симона, как разбойник на кресте. Помилуй меня, милосердый, грешникам. Псалом девяносто второй Плач, дни проходят, а там мыторство. Увы мне, беспечному, увы мне, неродящему о спасении, увы мне, грешащему сведением. Знаю, что делаю зло и не уклоняюсь от зла. Увы мне, ибо нет мне оправдания. По словам причисляюсь одесную, а по делам стою ошуюю. Тебе, Господи, единому благому и непометозлобному, исповедую грехи мои. Если б и умолчал я, Ты, Господи, знаешь все, и ничто не сокрыто пред очами Твоими. Но поелику Ты, Господи, сказал через пророка, глаголи Ты, грехи Твоя, прежде да оправдишися, то скажу, согреших, Господи, и несьм достоин вас зреть и видеть и высоту небесную от множества неправд моих. Что же мне делать, беднейшему из людей? Буду плакать о себе день и ночь, пока есть время принятию слез. Даруй мне слезы сокрушения, Господи, единой благи и милостивой, чтобы слезами сими и спросить мне у Тебя очищение от сердечной скверны. Увы, согрешила Ты, душа моя, покайся, ибо вот дни наши проходят, как тень, еще немного и пойдешь ты отсюда, страшными местами проходить будешь, душа моя, не отлагай же день за день обращения своего ко Господу. Увы мне, душа моя, нечистыми делами отгнала Ты от себя милость Божию. Не давай же себе покоя день и ночь, преподая к благому и человеколюбивому, чтобы даны были Тебе с высоты благодать и милость. Псалом 93. Уроки жизни. Наступит для нас время, исполненное страха и трепета, которое откроется все, что сделано каждым в тайне и во тьме, и горе душе, которое не имеет помощником Господа. Воздыхает сердце мое, и глаза мои вожделевают слез, но грех мой содержит в плену мой ум, чтобы не пришел я в сокрушение и не стал умолять Господа, не ввергать меня во тьму кромешную. Пока есть у нас силы, поработаем Господу в правоте сердца, чтобы во время скорби иметь Его своим помощником, избавляющим нас от всяких бед. Как идущий со светильником светит тем, которые с ним, так светит и добродетель, которая всегда носит с собою славу. Пока не положишь в уме своем, что ты приставился уже от жизни сей, и не будешь на мир сей и на славу его взирать, как на разоренную кущу, до тех пор невозможно преодолеть земные страсти и мирские похоти. Не велик труд положить основание, а трудно совершить здание, и чем выше возводится здание, тем больше представляет оно трудов строителю до самого окончания дела. Вот что бывает с приступающими работать Господу. Сперва искушения, потом скорби, затем труд, уныние, нагота, страдания, теснота, унижение. Препобеждает все тот, кто всем сердцем придает себя управлению Божию и пребывает в воле Божией. Бог требует от нас только совершенной решимости, Сам подает нам силы и дарует победу. Псалом 94. Бденное утверждение себя в молитве, милость привлечет там. Хвала Всеблагому, который по любви своей открыл славу сынам человеческим. Из персти создал он бессловесное естество и украсил его душею, обладательницей у сокровищ небесных. Перстные уста соделал он способными величать его, чтобы вся тварь через них воспевала ему хвалу. Приидите, одаренные словом, воспоем ему хвалу, пока не уснули мы сном смертным. В каждую ночь будем помышлять о смерти, которая заградит уста наши и наложит на нас молчание. Праведные, проводившие ночи в обдениях, живы и по смерти, а нечестивые, отрицающие славу сына Божия, и в жизни уже мертвы. Будем возбуждать тело наше псалмами и духовными песнями, чтобы нам приобщиться к мудрым девам, которых похвалил Господь наш, и бодрственно узреть сына Божия в ту ночь, которая в трепет приведет миры. Не будем утопать в удовольствиях, чтобы узреть нам славу его в день явления его. Будем бдительными пред ним рабами, готовыми на час, в который изведет он сынов человеческих на суд. Тело, которое утруждало себя в молитвах, в день воскресения воспарит по воздуху, без посрамления будет взирать на Господа своего, с ним войдет в чертог света и будет там любезно ангелам и человекам, которые здесь утруждали себя бдениями и молитвами. Благословен, сотворивший нас орудиями славы свояя и вложивший славословие в недостойные уста наши. Хвала щедротам его, потому что перстных соделал он со служителями ангелов, чтобы всякую ночь и во всякое время воспевали они святое имя его. Псалом 95. Утреннее пение. Хвалите Бога утро, чадо церкви. Всякое утро будем словословить Благага и поклоняться Ему, устроившему светило в область дне и в область ночи. Покрывало ночи поднято и воссиял свет Божий над тварью. Явление утра пробуждает спящих. Свет Твой, Господи, да озарит сердца наши. Сам Ты, Господи наш, научи нас словословить Тебя и вложи жизнь в души наши. И как извел нас из тьмы, так избавь нас от гиены. По милости Твоей напитай чад церкви, прилепившихся к Тебе. Заступником нашим да будет милосердие Твое, Господа, утра и вечера. Благодать Твоя, Господи, да сопровождает нас и да приведет к великому утру. Десница щедрот Твоих да ущедрит нас благословениями, и ею да придет огненное море. Небо и земля, и все, что на них, с нами вкупе, да словословят Тебя за обращение наше. Словословие Тебе, поклоняемому Отцу и единородному Твоему Сыну и Духу Святому. Всякий вечер хвала Тебе от всех устен человеческих. Ты дал им день на дела и работу для приобретения пропитания. Вот, утомленные тяжкими трудами, благодарят Тебя, что даровал Ты им покой. Кто не будет поклоняться Тебе с такой любовью, пекущемуся о нас, человеках? Ты изводишь звезды и время приводишь к вечеру, которым пресекаются труды, целый день работавших до утомления. Приходит вечер и успокаивает тех, которые, борясь с голодом и жаждаю, изнуряли и утомляли себя трудом. Приходит вечернее время и радует мир и тружеников Его. Благословенно величие Твое, изначало промышляющий о нас, человеках, и людям и скотам доставляешь Ты отдохновение в вечернее время. Печатлеющий церковь Твою и хранящий чад ея от сатаны и воинств его, крест Твой, Господи, добудет отрадую для овец Твоих, которых искупил Ты, животворящую Твоею кровью. Посли мир Твой, Господи, на все концы вселенной, и лукавый добежит от среды нас. Всякий язык и все уста во всех концах мира да приносят Тебе хвалу. С ними и мы прославляем Тебя, Господи, и Отца Твоего, и Духа Святаго. Псалом 97 Трудившимся здесь во славу Твою членам, не дай испытать страдания там. От всех нас, Господи наш, приими молитву и служение, и прошение наше. Даруй нам сердце, исполненное любви, и дух терпения в страданиях. Уста, исповедающие веру, и глаз наш добудут гуслями хваления. Бдение и труд, переносимые телами нашими, досоделают Тебя милосердым ко грехам нашим. Уста, служившие для Тебя гуслями, и язык, воспевавший Тебе хвалу, да не издадут, Господи, вопли и в муках, потому что сподобил Ты их воспевать Тебе хвалу. Очи, которые и отягчаемые сном бодрствовали, и ноги, которые утомлялись, стоя пред Тобою, да не будут лишены упования, и да не утратят мзды своей в день воздаяния. Звук уст и песней наших, да не превратятся в рыдания и плач, но по щедротам Твоим, по милосердию и благости Твоей, приими бдение наше. Сподоби нас единодушно, с чистым сердцем предстоять Тебе, и согласно приносить хвалу Тебе, Господи и Отцу Твоему, и Духу Твоему, Святому. Псалом 98 Скверны мешают благодати войти, а мой, чтобы она возобитала. Душа скорбная приходит к Тебе, Святый Владыка, и со слезами припадает к щедротам Твоим. Самим собою клялся Ты, что не хочешь смерти грешника, но желаешь паче спасти его от грехов, и благость Твоя воистину препобеждает ежедневно все неправды человеческие. Ты милуешь и грешащих, как милуешь и спасаешь ходящих по заповедям Твоим. Щедроты Твои повсюду проповеданы в Евангелиях и Писаниях апостольских, о них вещают святые отцы и учители, именитые в церкви и неименуемые. Знаю блудного сына, моносию, разбойника, закхея, мытаря, блудницу, хананьянку, кровоточивую, расслабленного, слепага, и аира, и всех преднаписанных, и прихожу к Тебе. Отверзи благоутробие Твое и прийми меня, услади ум мой и удержи меня, часто впадающего в прежнее беззаконие и как в тине погруженного в скверных помыслах. Благодать Твоя, пришедшая к сердцу моему, находит там зловоние скверных помыслов. Почему тотчас отступает, не обретая себе входа и не имея возможности войти и вселиться во мне, как желательно ей? Омой же сердце мое светоносным услаждением, чтобы пришел я в чувства, и благодать Твоя возобитала во мне, всесчедрый Господи. Псалом девяносто девятый Страшен переход через мытарство, здесь очисти, Господи. Страшными и ужасными местами будем проходить мы в скором времени, и никому из здешних невозможно не идти путем тем. Там никто не будет сопутствовать нам для помощи, ни родителей, ни братья, ни друзья, ни род, ни богатства, ни что-либо тому подобное. Если только в он и час окажемся обнаженными от Божия покрова, то князья тьмы непременно задержат нас. Они неумолимы и немилостивы, ни царя не боятся, ни властителей не уважают, ни чтут ни малого, ни великого. Только от живущего в благочестии отступят они со страхом, давая ему свободный путь. Представляя в уме час, он и преподаю к Твоей благости, Господи. Не предай меня обидящим мя, да враги Твои не похвалятся о рабе Твоем, благий Господи. Скрижища зубами и устрашая грешную душу мою, да не скажут они, нам достался Ты в руки, нам отдан. Этого-то дня и ожидали мы. Нет, Господи, не воздавай мне по беззакониям моим и не отврати от меня лица Твоего. Не скажи мне «Аминь» глаголю Тебе «Не вемтя». Накажи меня, Господи, пощедротом Твоим, враг же мой да не порадуется о мне. Угаси прещение Его, упраздни все Его действия, устрой путь мой к Тебе свободным от нападения и поруганий. Склонись на молитву мою, благий Господи, не ради правды моих, но ради щедрот Твоих и великой милости Твоей. Спаси от смерти скорбную мою душу. Ты, Господи, всяческих и имеешь власть над всяким дыханием. Ты сказал, Господи, просите и дастся вам, толците и отверзится вам. Все прошу и толку. Прежде конца моего, Господи, очисти меня от всякого греха. Псалом сотый. Стань, пока время, и слезами очистись. Стань, душа, спавшая до ныне во грехе, отреси сон свой, спеши и в покаяние ищи прибежище, и правдивый у милостивица может быть слезами Твоими. Совлеки с ума своего покрывало скверны, чтоб око Твое видело верно. Ежечасно проливай пред судьею слезы сокрушения о срамных делах своих. Бездно мучений ожидает Тебя за дела Твои и воздаяние за непотребства Твои. Сугубо плачь о себе, чтобы правдивый и услышал Тебя, и примирился с Тобою. Вострепещи, несчастная, и ужаснись мучений, какие сама себе приготовила Ты. Плачь о себе, сообщница нечистых сил, потому что всюду с Тобою пойдет вечный огонь. Глубоко погрязла Ты в похотях и никогда не изникала из них. Терниями и волчцами заглушены помышления Твои, и не принесла еще Ты плодов покаяния. Страсти обуревали Тебя, как волны, и потопили корабль Твой в море грехов. Никогда не приводила Ты себе на память того дня, который подвергнет испытанию все сокровенное. Что будешь делать, когда приведет Тебя в трепет глаз, требующий, чтобы шла Ты в сретении жениху? Свет очей Твоих померкнет и исчезнет, и останешься Ты вне с юродивыми девами. Запасайся елеем, бедная душа, пока есть еще время к оправданию. Проси себе оставления грехов вместе с блудницею и слезами своими врачу язвы свои. Отверз-то еще дверь покаяния, войди, очистись от скверн своих. Ты, желающий спасения сынов человеческих, пощади душу, удавливающуюся от Тебя. Прими ее, Господи, с обычную Тебе милостью. На праведном суде щедроты Твои да покроют меня грешного и да избавят меня от мучения. Ты, оставляющий грехи и милующий туне, прости мне душевное прегрешение на праведном суде. Словословие Тебе от заблудших, которых собрал и привел Ты к покаянию. Псалом 101. Уроки жизни. Блаженство. Блажен, кто стал в Господе свободным от всех дел суетной жизни. Блажен, кто имеет в уме будущий страшный суд и старается слезами уврачевать язвы души своей. Блажен, кто в слезах стал подобен облаку и ежедневно угошает ими огненный пламень злых страстей. Блажен, кто преуспевает в добрых правилах подвижничества, надеясь получить от Бога небесное царство. Блажен, кто как огнем разжен любовью и попалил в себе всякий нечистый помысел и всякую душевную скверну. Блажен, кто нашел избранную небесную жемчужину и, продав все, что было у него на земле, купил ее одну. Блажен, кто нашел сокровище, сокрытое на селе, и, обрадовавшись, бросил все и то одно приобрел. Блажен, кто непрестанно помнит день исхода своего и старается оказаться в тот час готовым и бесстрашным. Блажен, кто нашел дерзновение в час разлучения, когда душа со страхом и трепетом разлучается с телом, ибо приходят ангелы взять душу, разлучить ее с телом и поставить пред престолом бессмертного и страшного судилища. Псалом 102. Надежда помилования в искуплении. Украшение молитвы нашей Иисусе, подкрепи моление наше, да взыдет оно с тобою ко Отцу Твоему и получит просимое нами. По милосердию Твоему Ты защищаешь нас пред Отцем Твоим, потому что Ты избранная жертва, принесенная за мир. За Адама, который вкусил плод, обнимал Ты столб в судилище. За детей Адамовых, которые согрешили пред Тобою, распинатели пронзили Тебя гвоздями. На Себя принял Ты общий всех долг, чтоб уплатить он и Отцу Твоему. Уплати же неповинный Господи и те грехи, коими задолжала наша свобода. Драгоценную кровью Твоею искупил Ты нас от клятвы законные. Избавь же искупленных Твоею кровью и от строгости правосудия. Долги рабов да не превозмогут над щедротами милосердого Господа, потому что как невелики неправды наши, но милосердие Твое еще больше. Правда, что много, много долгов на нас, но у Тебя множество щедрот, и если взвесит сама правда, то долги наши все будут меньше щедрот Твоих. Кто возьмется взвешивать щедроты Твои и сравнивать с ними беззакония наши? Горам есть вес, а щедротам Твоим нет веса. Щедроты Твои драгоценнее жизни, потому что жизни есть мера, а щедроты Твои неизмеримы, и Твои щедроты добудут нашим оплотом. Псалом 103 Встань, состарившийся во грехах, и с надеждою приступи к Спасителю. Встань, душа, состаревшая во грехах, и обновись покаянием. Из сокрушения и слез раствори себе врачевство и врачуй язвы падшего в Тебе образа. Воззови от сердца своего и открой беззакония свои, потому что всеблагий щадит Тебя падшую. Возлюбила Ты красоту обманчивую и приходящую, погубила же свою красоту, дщерь света. Храм тела Твоего искажен нерадением, которому поработилась Ты. Горе Тебе, бедная! Долго ли заниматься Тебе приходящим? Вострепещи и ужаснись того огня, который возгнила Ты себе неправдами своими. Безобразные грехи, какие делала Ты от юности доселе, превысили главу Твою. Они погрузили Тебя в отчаяние, и потому не родишь Ты о покаянии. Вспомни, что пленена Ты похотями, вспомни, что Матерь Твою умертвила вожделение. Как долготерпелив к Тебе благий, а Ты погрязаешь в греховном море. Уже ли не страшишься того дня, в который обнаружатся язвы Твои и тайны Твои? Кто защитит Тебя там, где всякий будет озабочен судом о нем самом? Страсти Твои сделали Тебя истуканом, погубили Тебя и оставили. О, великая надежда, явившаяся нам при конце времен, пощади душу, удалившуюся от Тебя. Я овца Твоя, но долгое время блуждал вдали от Тебя, служа лукавому. Изыди, Господи, взыскать меня, взыщи достояние Твое, потому что в суете расточил я богатство Твое. За грешников понес Ты на себе крест свой, а я один из них, не отвратись от меня. Твое мы достояние, но лукавый похитил нас. Запрети ему и отыми у него плененное им. Помилуй меня, человеколюбец, потому что нет у меня иной надежды, кроме Тебя. Хвала щедротам Твоим, всемилостивый Сыне Божий, потому что долготерпелив Ты к грешникам. Благодарение Тебе от погибших, которых собрал и привел Ты к покаянию. Псалом 104. Против врага злага и неотступного. Сколь велика благодать Божия, сколь велико Божие человеколюбие, как желает и побуждает Он всех человеков, чтобы спаслись. Пощади, Господи, и меня, непотребного раба Твоего. Пощади, благоутробный Христе Спасителю, создание Твое. Если Ты, Господи, не образумишь меня, бедного, и не дашь мне сердечного посвящения, то по причине великого нерадения своего не в состоянии буду я увидеть пагубу и растление свое. По велику, утеснен я немилосердным врагом, гнетущим меня, то непрестанно со слезами ночи день вопию к благости Твоей, чтобы избавил меня от сетей Его. Потому что каждый час обновляет Он козни свои против меня, каждый час тревожит душу мою блудными помыслами и вожделениями удовольствий. Твоя, Христе, сила, запретившая морским волнам, да запрети Ты Ему, чтоб не имел Он действия на меня, непотребного раба Твоего. Пошли, владыка, благодать Твою вскоре, да отженет от раба Твоего великого змия со всеми скверными и лукавыми Его помыслами. Потому что язвы, причиненные сердцу стрелами Его, стали гнилыми струнами, а я, в неразумении Своем, всеми мерами скрываю их. Благий врач вопиет ко мне, не требует платы, не проливает крови, но леность моя не позволяет мне идти к нему. Сам он приходит уврачевать меня, но всегда находит меня вкушающим то, что не дает врачевствам Его оказать свою врачевательную надо мною силу. О Господи, вразуми и отрезви меня, исцели и исцелею. Псалом 105. К Богородице о даровании и покаянии. Умоляю Тебя, родительница невечернего света, внемли, что поведаю пред Тобою. В тени погрязаю я окаянный, весь покрыт нечистотами, весь омрачился, и землю осквернил я множеством грехов своих. Владычица моя, посему, воздыхая вопиет она теперь на меня, неподкупному судьи, призывая во свидетели и небо со звездами и солнце. А буря помыслов моих погружает уже меня в отчаяние. Все упование мое на Тебя, Богородица, возложил я блудный. Ты одна, чревоносившая избавителя мира, разреши, неразрешимые узы мои. Ты, очерненного меня и сделавшегося тьмою, убели слезами покаяния. Ты, рождшая жизнь мою, воскреси меня, умерщвленного великою беспечностию и отчужденного от Бога и от ангелов, возведи к ним, Богородица. Страшное подлинно чудо, как Господь терпел грехи мои, как тотчас живаго еще не свел меня, бедного на дно адова, как не послал свыше невидимого жезла или меча поразить меня. Без сомнения, ты, Владычица, ходатайствами своими даровала мне жизнь, взыскуя моего покаяния, которое сама, приблагая, и подай мне рабу Твоему, ибо Ты моя стена, пристань и ограда. Псалом 106. По трудам воздаяния. Господи наше Иисусе, достопоклоняемый Царь, Сыне Божий, обетовавший нам новую жизнь и горнее царство, удали от нас все вредное, да обитает в нас благодать Твоя, чтобы в день явления Твоего могли мы по благоволению Твоему выйти в сретенье, узреть Тебя и предстать Тебе с радостью. Изгладь грехи наши прощением Твоим, да восхвалим имя Твое за благодеяние Твое. Сподоби всех нас, Господи, по благодати Твоей прославлять Божество Твое и поклоняться Ему. Очи, видевшие здесь славу Твою, да узрят там великую милость Твою. Уши, слышавшие глаз словес Твоих, да слышат и там одни глаз и радования. Уста, славившие Тебя в церквах, сподоби и там воспевать Тебе хвалу. Язык, взывавший здесь «свят, свят, свят», и там настрой к хвалению Твоему. Руки, державшие тело Твое и кровь Твою, да приимут от Тебя оставление долгов. Ноги, вступавшие во святый храм, да ходят и там во стране жизни. Собору нашему, братству, который поклоняется Божеству Твоему, посли всю полноту спасительных даров Твоих. Да пребывает с нами высокая любовь Твоя и да соделает нас достойными приносить Тебе должную хвалу. Отверзи дверь Твою молитве нашей, и да будет приятно Тебе служение наше. Обратись к нам, благий пощедротам Твоим, и отжени от нас все вредное, чтобы немолчно восхваляли мы Тебя, Господи, и Отца Твоего, и Духа Святаго. Псалом 107. Даруй, Господи, покаяние и твердость до конца. Не отринь моления моего, благий Господи, вопиют к Тебе уста недостойные, сердце нечистое и душа, оскверненная грехами. Услыши меня, Господи, по благости Твоей, утверди сердце мое в страхе Твоем. Поставь ноги мои на камень покаяния. Благость Твоя, Господи, да победит мою греховность. Свет благодати Твоей да преодолеет тьму, которая во мне. Ты, Господи, отверзший очи слепому, отверзи потемненные очи сердца моего. Ты, очистивший прокаженных словом, очисти скверны души моей. Благодать Твоя, Господи, да будет во мне огнем, попаляющим нечистые помыслы мои. Ты один благ. Ты свет, превысший всякого света. Ты радость, превысшая всякой радости. Ты покой, превысший всякого покоя. Ты жизнь истинная. Ты спасение, пребывающее вовеки. К Тебе единому благому преподаю с молением я, достойный всякого наказания, заслуживший всякое мучение. Тебя, Искупителя, умоляю, да не в конец овладеет мною сопротивник. Но Ты, Господи, благий и милостивый, воздвигни члены мои, расслабленные грехом, оживотвори душу мою, умерщвленную беззаконием. Просвети сердце мое, омраченное лукавую похотью. Избавь меня от всякого дела, злага. Вложи в меня совершенную любовь Твою, Господи Иисусе Христе, Спасителю мира, и напиши имя раба Твоего в книге жизни, даруя мне конец благий, чтобы, одержав победу над дьяволом, непостыдно поклонился я пред престолом Царства Твоего со всеми праведными. Псалом 108. Уроки жизни. Горе. Горе тебе душа, что пребываешь бесчувственную в настоящей жизни, каждый день предаваясь самоугодию и утехам, и живя распутно. В будущий век будешь плакать, подобно богачу, мучимая в пламени вечного огня. Горе тебе душа, что не выносишь никакой скорби, причиняемой тебе братом, ни даже слова обидного, но тотчас вступаешь в противоречие и сопротивление, из-за сие теряешь венец терпения и кротости, и будешь навеки осуждена с пометозлобными. Горе тебе душа, что ненавидишь и поносишь брата своего, или терпишь, когда другие делают то же, за это будешь наказана с убийцами, ибо ненавидей брата, человека-убийца есть. Горе тебе душа, что пренебрегаешь божьи заповеди и предполагаешь, что спасение в одном имени христианина, ибо в страшный день услышишь, что Господь скажет, не всяк глаголей ми, Господи, Господи, внидит в царствие. Горе тебе душа, что любишь славу человеческую, и почести, и нарядные одежды, и приобретение вещественного. Посему в день суда будешь мерзка пред Богом, отринута от лица Его и сопричислена к надменным бесам. Горе тебе душа, что каждый день грешишь, а покаяние отлагаешь день за день. Постигнет тебя смерть, как тать в ночи, внезапно, и связанная отведена будешь в гиену огненную, без пользы проливая слезы и обвиняя свое неразумие. Горе тебе душа, что не трепещешь, помышляя, как в страшный день суда, когда силы небесные подвигнутся от страха, явишься ты лицу Божию, имея на себе срамную и оскверненную ризу. Псалом 109 Даруй благодать песнопения и учения, чтобы ими загладить, хотя мало грехи. Святые отцы, будучи боголюбивыми, страданиях и искушениях сделались благоискусными и от Царя Небесного со славою и похвалами прияли неувидающий венец. Я же, бедный, без всякого искушения грешу, раздражаю и огорчаю владыку моего. Однако же, изведав опытом многие и неизреченные щедроты твои, Господи, умоляю величие благодати твоей, спаси меня и даруй рабу твоему прошение сердца его из сокровищ милосердия твоего, чтобы благодать твоя как поток непрестанно струилась в сердце и устах у меня раба твоего, чтобы сердце мое по благодати твоей было чистым и нескверным храмом, приемлющим в себя Небесного Царя, чтобы перст благодати всегда приводил в движение язык мой как струну на гуслях к славе твоей, человеколюбец. И я непрестанно все дни жизни моей и сердцем, и устами с любовью прославлял и благословлял тебя. Христе Спасителю, даруй мне попрошению сердца моего, да уподобится язык мой сладкозвучной цевницы, чтоб, утешая, вразумляя и назидая, мог я, хотя немного, уплатить за многие долги мои и под кровом милости твоей спастися там, когда предстрашною славою твоею вострепещет всякая душа. Ей, Владыка, Сыне Божий Единородный, услыши меня и прошение раба твоего приими как дар. Я грешник, спасаемый благодатью. Тебе, спасающему грешника щедротами своими, подобает всякая слава вовеки. Псалом 110-й стыд и срам ожидают нерадивых, плачет. Вострубит с неба небесная труба и скажет «Пробудитесь, возлюбленные Христовы! Вот пришел Царь Небесный дать вам упокоение и радость в вечной жизни за труды вашего подвижничества. Пробудитесь и зрите Христа, Царя, бессмертного жениха, которого любили. Зрите Царство Его, которое Он уготовал вам. Приступите и радуйтесь с Ним радостью неизглаголанною. И воспарят праведные и достойные Бога на высоту воздушную в неисповедимой славе, а все нечестивые останутся внизу с великим стыдом. Блаженство и радость потрудившимся здесь, стыд и наказание всем грешникам. Блажен, кто здесь потрудился оказаться достойным в тот час, и жалок тот, кто сделал себя недостойным на оный час. Облака восхитят всех святых с земли на небо, нечестивых же схватят ангелы и ввергнут их в печь, горящую огнем неугасимым. Кто даст голове моей обильные воды и очисам источник, который бы всегда изливал слезы, доплачусь о себе день и ночь, умоляя Бога, чтобы не оказаться мне недостойным в час его явления и не услышать от владыки страшного оного приговора «Отыйди от меня, делатель беззакония, не вем откуда есть и ты». Всевышний Божий, единый бессмертный, окажи вон и час грешнику великие щедроты свои, чтобы тайное нечестие мое не открылось пред зрителями, ангелами, архангелами, пророками, апостолами, праведными и святыми. Спаси нечестивого благодатью и щедротами и введи его в рай сладости с совершенными праведниками. Прими владыка прошения раба твоего по молитвам благоугодивших тебе святых. Псалом 111 К Богородице с исповеданием преснодевства и я и молитвою о достойном причащении святых тайн. «О Матерь Божия, превышшая всякого ума и слова, о Дева, несравненно превзошедшая всякое девство, потому что и до божественного рождения была ты Девою паче всех Дев, и таковой уже прибыла в самом рождении и по рождении. Тебя, владычица, прошу, Тебя умоляю, милосердую и человеколюбивого Бога, и сейчас защити меня, если когда, то теперь наиболее нуждающегося в Твоем покрове и в Твоей помощи. Весь я нечистота и греховная тина, весь жилище душепагубных страстей и намереваюсь приступить к причистым и страшным тайнам Сына Твоего и Бога, а потому мучаюсь страхом и объемлюсь трепетом по причине нестерпимого множества грехов моих. Но если остаюсь когда без причащения под предлогом своего недостоинства, то впадаю в большую глубину зол и подвергаю себя большим наказанием, тесно мне в том и другом случае. К Тебе прибегаю, будь благосерда ко мне, пренепорочная владычица моя, употребив матернее дерзновение пред Сыном Твоим и Богом и спроси мне оставление прежних грехопадений, сподоби меня очиститься и просветиться приобщением сих тайн и укажи мне путь, как остаток жизни своей проводить в покаянии, чистоте и смирении, со мною всегда пребывая в делах, словах, помыслах и во всех душевных и телесных движениях, давая мне направление, предшествуя мне, руководствуя мною, отражая от меня сопротивные силы и как раба, хотя и непотребного, всеми мерами снабжая и охраняя Твоею благостью. Псалом 112. Слезами покупается врачевство души. Податель всех благ, источник исцелений и сокровища щедрот, Ты, единый, благий и милосердый Боже, всегда дарующий благо просящим. Умоляю Тебя, да снидит на меня обильная благодать Твоя, и да соберет воедино ум мой и исцелит снова сокровенные язвы мои, ибо развлечения и парения мысли непрестанно возобновляют тайные мои язвы. Долготерпеливый Господи, всегда врачующий благодатью и щедротами, исцели великие душевные немощи во мне грешном. Владыка, не имею чем воздать Тебе за врачевства Твои, да и какую цену положить врачевствам Твоим, ни небо, ни земля не могут дать вознаграждение достойного их. Купить невозможность их небесных святых врачевств, ибо им и цены нет. Только за слезы подоешь ты их, спаситель наш, и за горький плач даруешь их всем. Даруй же, Владыка, мой, мне недостойному на всякий день слезы и силу, чтобы сердце мое с услаждением проливая источники слез непрестанно просвещалось чистою молитвою, чтобы немногими слезами изгладилось великое рукописание и небольшим плачем угашен был там пламенеющий огонь. Ибо если здесь буду плакать, то там избавлюсь от неугасимого огня. Псалом 113 Отжени врага, ибо без тебя кто с ним сладит. Ежедневно раздражаю я долготерпение Твоя Владыка, пред очами у меня и худость моя, и милосердие Твое. Поелику я во власти у нечистого врага, который всегда угнетает меня, то день и ночь со слезами буду взывать к Твоему милосердию, чтобы избавил ты меня от нападения его. Ибо кто может перенести лукавого, если хотя на минуту отступит благодать Твоя Владыка? Враг с часу на час и словами и делами угнетает душу мою. Сила Твоя Христе, запретившая волнам морским, да запрети ты ему, чтобы не имел он силы надо мною рабом Твоим, потому что ежедневно обновляет он против меня ухищрения свои и спешит овладеть умом моим, отвлекая его от сладости божественных заповедей твоих и спасительного поучения в он их. Пошли же, владыка, благодать Твою вскоре, чтобы от раба твоего отогнать великого змия со всеми скверными и злыми помыслами. Обиженная вдова приходит к ним милосердому и неправедному судье, чтобы защитил ее от соперника и я. А я прихожу к милосердому своему владыке, долготерпеливому и благому, имеющему во власти небо и землю, да услышит меня вскоре. Являющий защиту свою всем, надеющимся на тебя день и ночь, не замедли и моим защищением владыка. Исхити меня у врага и управь путь мой к тебе, чтобы, победив врага благодатью твоею, благословлял я тебя, милосердый и долготерпеливый, и прославлял тебя единого, желающего спасения всем человеком. Псалом 114 Благодать приходит и, находя сердце нечистым, отходит. Храни же сердце чистым. Благий Бог дарует нам просвещение веденья и благодать его во всякое время часто посещает сердца наши. Если находит она себе упокоение, то вошедший постоянно обитает в душе. Если же не находит чистого сердца, тотчас отступает. Но щедроты снова побуждают ее снизойти и посетить нас грешных, потому что все мы изменчивы по произволению, но не по природе. Всегда мы рассеянны и слабы, завистливы и лукавы, часто думаем друг о друге худо, занимаемся лукавыми помышлениями и всегда, как в ужасной тени, погружены в нечистых помыслах. Отчего, когда благодать приходит посетить нас, то, встречая в сердцах наших зловонья нечистых помыслов, тотчас отступает, не находя себе входа, чтобы вселиться и обитать в нас, как ей угодно, и разве только светоносную своею сладостью оставляет след в сердце, чтобы познал человек, что благодать посещала его, но не нашла себе входа, чтобы таким образом усладившись озарением благодати, взыскал он ее. Видишь ли промысл Божий? Видишь ли милосердие Христово? видишь ли как святый Бог всегда любит нас и хочет чтобы спаслись мы? Блажен человек, который всегда старается уготовить благодать и чистое сердце, чтобы пришедший нашла она благоухание добродетелей и святыню души и возобитала в нем вовек века. Псалом 115 По крайней скверноте не достоин я приступить к тебе Господи и молиться. До ныне и всей самый день с постыжденным и поникшим долу лицом дерзаю вещать тебе владыка ангелов и создатель всяческих. Я земля и пепел поношение человеков и уничижение людей. Я осужденник весь покрытый ранами и исполненный уныние. Как вознесу взорко благодати твоей владыка. Как осмелюсь подвигнуть нечистый и оскверненный язык. Как положу начало исповеди моей. Сверх меры оскорбил я окаянный имя твое и жил блудно паче блудного сына. Осквернил и повредил я в себе образ твой, не соблюл глаз о заповедей твоих. Знаю Господи, что по причине множества душевных скверн моих и по нечистоте моей не достоин я именоваться святым именем твоим. Не могу стать пред тобою на молитву, не могу воззреть и видеть высоту небесную, потому что отверз я дверь непотребным вожделением и предавшись бесчинным стремлением, осквернил страстями бедную душу свою, злоправием воли очернил душевный хитон свой. Весь ум мой наполнен бесовскими помыслами, всеми делами своими и помышлениями приогорчал я, приогорчаю и приогорчеваю благость твою, а врагу своему, который ведет против меня брань, всегда угождаю и делаю приятное. Совесть моя обличает ум мой, стыдом покрываю лицо свое в сердце своем, прежде ожидающего меня суда осуждаю сам себя. С торжеством влечет меня за собою не оставляющий меня блудный навык, всегда погрязаю я в тине чревоугодия, всегда опутан скверными помыслами, с детства стал сосудом тлетворного греха и до ныне, ежедневно слыша о суде и воздаянии, не хочу воспротивиться плотским похотям, но непрестанно вдаюсь в поползновение, непрестанно делаюсь пленником. Увы мне, Господи, худо расточил я долготерпение Твое. Увы мне, многие годы оскорблял я духа Твоего святаго. Увы мне, время жизни моей протекло во всякой суете, но Ты, Господи, не обличай меня в ярости Твоей и ненавистных, срамных дел моих не выставляй на всемирное позорище пред всеми ангелами и человеками к моему стыду и вечному осуждению, хотя и достоин я всякого стыда и осуждения. По одним великим щедротам Твоим помилуй меня и прежде суда очисти все грехи мои. Псалом 116 Смерть и суд к покаянию Воспомянул я день кончины и восстенал, увидев, как многочисленны вины мои, как тяжкие беззакония мои и размыслив, что неправды мои будут открыты взору всякого. Нет там места покаянию, слезам и молитвам, но каждый получит награду по трудам своим, воздаяние поделанью своему и праведного судью не преклонят на милость ни плач, ни страдания. Умилосердись надо мною, человеколюбец. В день, когда отверзутся гробы умерших, возгласит труба, возгремит глаз ея, великий трепет и ужас обымут вселенную, все ангелы не зайдут по Твоему повелению, разлучат добрых и злых, явятся огненные облака и понесут на себе чистые плоти святых. В тот день и на мне доявятся щедроты Твои, достану одесную Тебя, благий Господи, и буду помилован. Сошел я мыслью в могилы, видеть истление наше и рассмотрев, что в них у вас звал. Не отвратись от раба Твоего, Господи, воскреси погибающего, да воздам хвалу владычеству Твоему, не зложи лукавого, который радовался о мне в день скорби, и помилуй меня, потому что на Тебя возлагал я упование. Суд без милости ожидает при конце тех, которые согрешили и не покаялись в лукавых делах своих, а творившие правду и хранившие заповеди Господа своего, примут от Него небесные блага, наследуют вечную жизнь. Возрадуются там праведники о трудах своих, возвеселятся святые о приятых ими наградах. Всех нас всели в брачном чертоге Твоем, милосердый грешникам Господь наш. Псалом 117 Уроки жизни Восемь злых помыслов Знай, что восемь помыслов, которыми производится все худое, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, тщеславие, гордость, ведут брань с каждым человеком. Если хочешь победить чревоугодие, возлюби воздержание, имей страх Божий и победишь. Если хочешь победить блуд, возлюби бдение и жажду, помышляй всегда о смерти, никогда не имей бесед с женщиною и победишь. Если хочешь победить сребролюбие, возлюби нестяжательность и нерасточительность. Если хочешь победить гнев, приобрети кротости И содержи в мысли, сколько зла делали иудеи Господу нашему Иисусу Христу, и однако ж он, как человеколюбец Бог, не гневался на них, а напротив того молился за них, говоря, «Отче, отпусти им грех сей, не видят бы, что творят». Если хочешь преодолеть безвременную печаль, никогда не печалься о чем-либо временном. Но если тебя язвят словом или беспокоят или бесчестят, не печалься, а напротив того радуйся. Тогда только печалься, когда согрешишь, но и всем случая соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние и не погибнуть. Если хочешь преодолеть уныние, займись, хотя ненадолго, каким-либо рукоделием или читай, или часто молись. Если хочешь победить тщеславие, не люби похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни первосидения, ни предпочтения, а напротив того, люби, чтобы порицали и бесчестили тебя, возводя на тебя ложь, и укоряй сам себя, что ты грешнее всякого грешника. Если хочешь победить гордость, что не делаешь, не говори, что делается сие собственными твоими трудами или собственными твоими силами. Но постишься ли, проводишь ли время в бдении, спишь ли на голой земле, поешь ли псалмы или прислуживаешь, или кладешь много земных поклонов, говори, что при Божьей помощи и при Божьем покровительстве делается сие, а не моею силою и не моим старанием. Псалом 118 Хвала воплотившемуся для нашего спасения Господу. Хвала тому, кто снисшел к нам в человеческом естестве. Хвала невидимому ради нас, соделавшемуся видимым. Хвала вечному за нас, вкусившему смерть. Хвала сокровенному, которого никакой ум постигнуть не может, и который по благодати своей соделал себя осязаемым через воплощение. Благословен тот, кого собственная его благая воля довела до матерника чрева и лона, до рождения и возрастания. Благословен тот, кто, став причастным смерти, даровал тем жизнь человечеству. Благословен, соделавший плод нашу жилищем сокровенного существа своего. Благословен тот, кто нашим языком поведал нам тайны свои. Хвала тому, кто освободил нас, быв сам связан за нас. Слава богатому в милости, который за нас заплатил все, чего сам не брал взаем. Хвала судьи, который за нас осуждение принял. Поклонимся тому, кто просветил ум наш учением своим и в слухе нашем проложил стезю слову своему. Возблагодарим того, кто к нашему древу привил плод свой. Хвала тому, кто невидимо возделывает дух наш. Благословен тот, кто настроил чувства духа нашего, чтобы на гуслях своих духовных воспевал он его в ину. Псалом 119. Согрешил. Прости. Постараюсь быть исправным при помощи благодати Твоей. Приступи-ка, отцу щедрот, грешник, и исповедуй грехи свои, скажи со слезами. Согреши их на небо и пред Тобою, Господи Божию Вседержителю. И уже несьми достоин нарещися, сын Твой, ниже наименовать славное имя Твое грешными устами моими, потому что я сделал себя недостойным неба и земли, прогневав Тебя, благаго владыку. Умоляю Тебя, Господи, не отвергни меня от лица Твоего и не отпусти от меня, чтобы не погибнуть мне. Если бы рука Твоя не покрывала меня, то я погиб бы уже, был бы как прах пред лицем ветра и стал бы как не появлявшийся никогда в мир сей. Ибо с тех пор, как оставил я путь Твой, не встречал себе доброго дня, так как день, проведенный во грехе, хотя кажется добрым, но на деле из самых горьких есть наиболее горький. И отныне надеюсь на милость Твою, что дашь Ты мне силы позаботиться о спасении Своем. Ныне припадаю к Тебе, умоляя, помоги мне, уклонившемуся с пути правды. И злей на меня щедроты Твои, как на блудного сына, потому что осрамил я жизнь свою, расточил богатство благодати Твоей. Помилуй меня и не презри меня по причине непотребной жизни моей. Помилуй меня как грешницу, как мытаря, ущедри меня как разбойника. Он на земле был отвержен всеми, но Ты принял его и сделал жителем рая сладости. «Приими покаяние и от меня, потому что и я отвержен всеми. Ты, Господи, пришел неправедников спасать, но грешников призвать к покаянию. Прими уба и меня, кающегося Тебе». Псалом 120 Сколько раз давал обещания и все обманывал, но по благодати Твоей презри и это. Даруя прощение, Господи, посли и силу, обрати меня так, чтобы и жить мне в преподобии по святой воле Твоей. Освети сердце мое, соделавшееся вертепом и жилищем бесов. «Не достоин я просить себе прощения, Господи, ибо много раз давал обещание покаяться и делался лжецом, не исполнившим обещания. Много раз уже восставлял Ты меня, но я снова падал самоохотно. Поэтому сам на себя произношу приговор и признаюсь, что достоин я всякого наказания и мучения. Сколько раз просвещал Ты омраченный ум мой, но я снова возвращаюсь на худшее. Весь прихожу в трепет, размыслив о сем, и снова препобеждает меня сласть греховная. Как перечислю все дары благодати Твоей, Господи, какие получил я жалкий, но обращал и обращаю в ничто своим нерадением. Тысячами даров исполнял Ты меня, а я, бедный, воздаю Тебе тем, что противно Тебе. Но Ты, Господи, поеликов Тебе море долготерпения и бездна у Тебя благоутробия, не дозволяй посечь меня бесплодную смоковницу и не допусти пожечь меня на поле жизни еще не созревшего. Не восхищай меня неготового, ни поемли невожжегшего еще светильника, Не бери отсюда не имеющего у себя брачного одеяния, но как благей и человеколюбивый помилуй меня. Дай мне время на покаяние и предстрашным, неподкупным престолом Твоим не поставь душу мою обнаженную, как жалкое позорище бесславия. Если праведник едва спасется, то где явлюсь я, нечестивый и грешный? Если узок и тесен путь, вводящий в живот, то как сподобится он их благ мне, живущему пространно, самоугодливо и рассеянно? Но ты, Господи, Спаситель мой, Сын Бога истинного, как сам знаешь и как сам хочешь, по единой благости Твоей, ту не обрати меня от пребывающего во мне греха и спаси от погибели. Псалом 121 Обрати силою, не ожидая моего произволения. Как оплачу ослепление души своей. Как оплачу пагубное неведение себя самого. Как оплачу страстное и нераскаянное произволение свое. Подвижники упокоиваются, утешаемые Духом Святым, а я метусь, ропща на убожество, которого причиною мое нерадение. Приложихся скотом несмысленным и уподобихся им. Наг стал я окаянной полености своей, потому что чуждаюсь пребывающих в молитве и бдении. Презри на меня милостью, владыка, с высоты святые Твои я. Воззри на неисправимость бедной души моей. И какими сам знаешь судьбами, помилуй и исправь меня. Как бы предстоя престолу славы Твоей я, как бы касаясь причистых ног Твоих, умоляю и прошу с сокрушенным сердцем, помилуй меня, милосердуя о создании Своем, обрати меня ту неблагодатью Твоею. Знаю, что все Ты можешь, и нет ничего невозможного для Тебя. Не ожидай растленного моего произволения, потому что нет у меня усердия исправить себя. Всякое видимое и невидимое естество доплачет о мне в состарившемся во грехах и страстях. Плачьте о мне, который на показ видящим меня целомудрен, а внутренно всегда любодействую. Псалом 122. Пора, наконец, познать обман врага и опомниться. Займись, наконец, грешник своим спасением и, уединясь, собери свои помыслы и скажи себе. Сколько времени исполнял Ты похоти плоти и помышлений своих? Какую же получил Ты пользу и что приобрел себе, делая это? Увы, душа моя, до какого дошли мы с Тобою состояния, до какого расстройства? Смотри, вон все вокруг украшены добродетелями и поистине боятся Бога, а я один хожу во тьме. С раннего утра раскаиваюсь в том, что делаю, а немного спустя поступаю еще хуже. Господь дал мне силу и здоровье, и вот, полагаясь на то, прогневляю я Создателя Своего. Зачем же так нерадива Ты, душа моя? Зачем так беспечно? Не всегда же тебе оставаться здесь. Пошлет, наконец, Господь ангела своего по Тебя, и должна будешь нехотя идти отсюда. Тогда что? Познай же, наконец, крайнюю беду свою, человек, и перестань прикословить Создавшему Тебя и противиться повелениям Его. Врагу же, обольщающему Тебя, с дерзновением скажи. Позором для ангелов и человеков сделал Ты меня, дьявол, когда я послушался злочестивого совета Твоего. Ты внушил мне мысль, однажды удовлетвори похотению своему, и вот малое это дело стало для меня великою пропастью, и я предался срамным Твоим вожделениям. Вода нашла малую скважину и сделала из нея большое отверстие. Ты омрачил ум мой нечистыми помыслами и ввергал меня из греха в грех, уничтожил во мне воздержание под предлогом немощи чрева моего, сделал меня чуждым для молитвенного бдения, насадил во мне сребролюбие под предлогом продолжительной старости, иссушал мои слезы, ожесточил сердце мое, отвлек меня от подчинения во Христе, умножил для меня развлечения, сделал меня непокорным, довел до того, что я не трудился над должным, а занимался суетами, научил меня зависти и злословию, сделал меня высокомерным, раздражительным и гневливым, научил меня объедению, пьянству и сластолюбию, приучил рассеиваться во время чтения и псалмопения, так что молюсь и не знаю о чем, читаю псалмы, а между тем отдаюсь в плен неудержному блужданию помыслов. Обличив так козни врага, скажи ему, наконец, с твердостью, «Довольна с тебя, дьявол!» и, оставя лукавого, прилепись к человеколюбцу Богу. «Уязвлена ты? Не отчаивайся! Пала! Восстань и мужественно скажи, ныне ночах! Припади ко владыке своему милостивому и исповедуй грехи свои!» Но прежде нежели что скажешь, он уже наперед ведает, что будешь говорить, прежде нежели отверзишь уста, он узнает, что у тебя на сердце. Не успеешь сказать, согрешил, как увидишь его простирающим к тебе длани свои, чтобы приять тебя и обнять. С верою приступи, и он тотчас очистит тебя, как прокаженного, восставит садра, как расслабленного, воскресит, как лазаря. Псалом 123 Ради поползновенности нашей яви милость. К милосердию твоему прибегаю я, изъязвленный. Приими воздыхания мои, как слезы блудницы. «Ведаешь ты, Владыка, поползновенность естества человеческого. Помяни, что от юности прилежит человеку помышление прилежно на злое, и не гневайся на меня до конца, но отверзи мне руку и дверь милосердия твоего. Беспечность моя да не одолеет попечительности твоей. Приими, Владыка, и услыши нечистое и недостойное прошение мое. Ты, спасающий уповающих на тебя, не отвергающий моления грешных, подающий руку свою поверженному на землю. Путеводствуй мною в страхе твоем, и дай мне слезы умиления. Мысленные очи души моей возвел я к тебе, Господи, не отвергай меня от лица твоего, потому что благословенно имя Твое вовеки. Псалом 124. Божие наказание и любовь. Прогневал я грехами своими Тебя, Господи, но Ты неохотно гневаешься, потому что преисполнен преизбыточествующей милости и лепота Твоя невозмутима. Ты море щедрот, а наши неправды не чистая капля. Одна же капля не может возмутить необъятного моря. Ты не смущаешься, когда негодуешь, и не гневаешься, когда наказываешь. Если бы разгневался ты, когда наказываешь, то мир не стерпел бы гнева Твоего. Твои удары исполнены любви, Твое наказание пламенеет щедротами. По любви своей, когда и наказываешь, имеешь в виду одно только благо. Жезлы наказания Твоего срезаны с древа милосердия Твоего. К чему коснется жезл Твой, везде удар приносит великое благо. Когда наставник наказывает своего воспитанника, то не по ненависти бьет его, но желает ему пользы, и любя наказывает его. И Твой удар поражает из любви, а не по злобе наказываешь Ты. Нашего блага желаешь Ты, Господи, потому что всеми способами доказываешь милосердие свое. Нетрудно Тебе сносить неправды наши, потому что Ты творец естества нашего. Ты не обременяешься своим творением, потому что знал нас прежде, нежели сотворил. Кто переносит беспокойство от хождения за младенцем, как не матерь, которая родила его? Кто переносит неправды мира, как не Господь его? Творцу легко переносить все тяжелое от тварей своих, потому что если бы не захотел он переносить, то и не сотворил бы тварей. Еда забудет жена от рача свое, еженепомиловати ищадия чрева своего. Но если и забудет жена от рача свое, то Бог не забудет мира, сотворенного им. Подвиглись естественные щедроты его, и он зачал и породил тварь, как младенец из матернего чрева изник из воли его мир. И вот подъемлет и носит он мир, как питающая млеком своим мать с любовью носит плод, порожденный из чрева ея. Милосердый отец родил нас и питает кровью сына своего. Так матерь дает сосцы своей детищу своему, чтобы напитать его. Младенец сосед грудь и приемлет от матери потребную для себя пищу. Сколько нужно ему, столько и всасывает в себя пищи из сосцев матерних. Младенец не умеет обратиться в другую сторону и где-нибудь в другом месте искать себе пищи, а не у матери своей. Так и мир от тебя, только Творец, заимствует поддержание жизни, и никто не может дать ему пищу, кроме тебя, единого. Псалом 125. Уроки жизни Когда предстоишь Богу, представляй себя служащих земным властям. Из примера рабов и владык заключай о своем предстоянии. Представь свою греховность и призывай в помощь Бога. Учись у святых и проси Божьей благодати на совершение дела. Не гордись Божью благодатью и не вдавайся в нечестие. Успев в добром, не хвались паче человека. Погрешив по незнанию, не падай духом, как человек, успехами не хвались и при прегрешении не отчаивайся. Деятельно ревнуй о добре и столько же имей ненависти к злу. Подавая совет, не произноси решительного приговора, ибо не знаешь тайн Божиих. Согласись лучше идти на меч, нежели отдаться гневу. Гнев лучше скрыть в сердце, нежели высказать. Не услаждайся пустословием и не сиди там, где идет страстный разговор. Не ищи себе удовольствия в смехе и приятности в шутках, чтобы не сделаться рассеянным. Не люби многолюдных собраний, потому что они производят в душе смущение. Избегай перов, чтобы не стать блудником и без женщин. Воздерживайся от яств, чтобы не сделаться тебе страстным. Будь внимателен к обузданию плоти, чтобы ввергла она в опасность всадника, ум. Владей чувствами, чтобы, подобно воинским орудиям, не приняли они в себя тлетворной ржавчины. Большую часть времени проводи в уединении, чтобы, когда будешь в обществе, узнать тебе пользу того и другага. Псалом 126. Не отчаивайся и не будь самоуверен, но в смиренной надежде вопи. Господи помилуй. Смотрите, никто не говори, много грешил я, нет мне прощения. Кто говорит это, тот не знает, что Бог есть Бог кающихся, что Он пришел на землю неправедных спасать, а грешников призвать к покаянию, и что, когда кто кается, радость бывает о нем на небесах. Истинное покаяние состоит в том, чтобы удалиться от греха и возненавидеть оный. И вот когда кто скажет от сердца «Неправду возненавидих и омерзих», тогда Бог с радостью приемлет такого. Но смотрите, никто да не дерзнет так же сказать «Я не согрешил». Кто говорит это, тот слеп, смежил очи, сам себя обманывает и не знает, как окрадывает его сатана и в словах, и в делах, то через слух, то через глаза, то через осязание, то через помыслы. Ибо кто похвалится, что у него невинно сердце и чисты все чувства? Никто не безгрешен, никто не чист от скверны, никто из человеков не свободен от вины, кроме того единого, кто нас ради обнищал богат сый. Безгрешен он один, взявший грехи мира, желающий спастись всем человеком, не хотящий смерти грешника, человеколюбивый, многоблагоутробный, милосердый, душелюбивый. К нему прибегнем и мы, потому что все грешные, прибегавшие к нему, улучили спасение. Псалом 127. Слова на суде к сущим Одесную и к сущим Ашуюю. На страшном суде скажет Господь сущим Одесную, «Приидите, сыны света моего, приидите, благословенные наследники царства моего, приидите ради меня обнищавшие, алкавшие и жаждавшие, не возлюбившие мира, не всего, что в мире, приидите ради меня, оставившие всю мирскую область и радость, сродников и друзей, родителей и чад, приидите, вселившиеся в пустынях, горах, вертепах и пропастях земных, вместе со зверями и веселитесь с ангелами на небесах, приидите все милостивые и странноприимные, приидите все шествовавшие узким и тесным путем, приидите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира. А сущий Машуию скажет, идите от меня в огонь кромешный, идите от меня, немилосердые, братоненавистники, христоненавистники, вы не миловали и не будете помилованы, вы не слушали причистых моих евангелий и блаженных моих учеников, и я не услышу плача вашего. Вы роскошествовали на земле, наслаждались благами в жизни своей и здесь вам нечего получать, прияли свое. Там ежедневно я взывал через Писание, а вы, слыша, насмехались над читающими и теперь говорю вам, не вем вас, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелом его. И пойдут они в муку вечную, а праведники в живот вечный. Псалом 128. Одно желание добра приношу, ради его помилуй и спаси. Как творец ты знаешь, что сотворил, как судья знаешь, что осудил по падении, как вочеловечившийся знаешь, что устроил во спасение. Ты дал мне природу неоскверненную, но отец мой Адам покрыл ее великую нечистотою и сделал немощную. К нечистоте присоединил я услождение суетою и теперь невольно несу наказание. Самую природу мою внесено тление и вот бедствую, как обуреваемый в море. Помилуй меня как творец, будь сострадателен к моей немощи, как вочеловечившийся ради меня, не отринь по причине моих страстей, но рассей их, воззрев на стремление моего произволения. Не возгнушайся мною по причине нечистоты, но воззри на сокрушение и желание лучшего. Если отвращаешься от меня по причине скверных моих помыслов, то обрати взор на мой плач и на осуждение мною самим моего сластолюбия. Есть у меня произволение, но не могу сказать, что есть и силы. Даю, что есть. Если хочешь дать и то, чего не достает, даруй, воззрев на мое расположение. Нищ я, окраденный змием, немощен я, связанный тлением. Не имею сил, подавленный грехом. Утратил я дар твой, и потому не имею совершенного благоразумия. Утратил я общение с тобою, потому не знаю, куда иду. Ничего нет у меня. Если имею что, то ты же, умилосердившись, дал мне. Крайне нищ я, если же обогащусь, все это будет твое дарование, и теперь оно твое, и прежде было твоим. Прошу только благодати, исповедую, что через тебя спасусь, если только спасусь. Псалом 129 Враг хитр, а мы беспечны, будем внимать, как бы не потерять царствие. Придите, приложим старание, придите, припадем к Богу, будем неотступно плакать и проливать пред Ним слезы, чтобы даровал нам душевное просвещение. Уразумейте козни врага и сопротивника нашего, всего ненавистника всякого добра, который устрояет нам на пути поползновения и соблазны, пагубную либо стяжательность превозношения века сего, плотское удовольствие, а также чаяние долговременного продолжения настоящей жизни, боязнь подвигов, леность к молитве, сон во время псалмопения и телесный покой. Сколько Он старателен, столько мы нерадивы и беспечны, сколько Он коварен, столько мы невнимательны, хотя знаем, что дни наши сокращены, что настало время, и Господь славы грядет в благолепии красоты Своей с страшными силами Царства Своего воздать каждому по делам Его. Боюсь, как бы на нас не исполнилось Слово Господне, придут от Востока и Запада и Севера и Моря и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, мы же изгнаны будем вон. Умоляю Тебя, Христе, свет истины, рождение благословенного Отца, образ и сияние ипостаси Его, сидящие одесную величество Его, хвала и радость любящих Тя, жизнь моя, спаси меня, грешного во царстве Твоем, и не воздай меня по делам моим, но спаси меня по благодати Твоей, и ущедри меня по благоутробию Твоему, ибо Ты благословен и припрославлен вовеки. Псалом 130 Не то я, чем должен быть, боюсь обличения на суде, дай покаяние и силу. Для чего вводит меня в заблуждение принятый мною образ, когда чужд я добродетелей и пред Богом все назирающим делаю противное? Справедливо фарисеи терпели обличение от Христа Спасителя, который наружность их называл лицемерною. И я всего больше бываю достоин такого же укора, но обличаемый совестью негодую, ибо истина горька желающим казаться, а не быть. Истинно, если раскрыть мою наружность, то внутри окажутся черви. Если снять повапленный покров, то окружающие увидят, что лежит во гробе. Пусть, впрочем, и не сделается это явным здесь, всяко огонь искусит на суде, каков я. Увы мне, как тогда перенесу обличение в беззаконных моих делах и помыслах? Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих о чести беззакония мои. Услыши меня по благости Твоей, Владыка, и не отринь прошение моего, как не отвергаешь прошение всех истинно кающихся. Правда, мое и покаяние нечисто, ибо один день каюсь, а два преогорчеваю Тебя. Но не спасли в сердце мое страх Твой и утверди душу мою на камне искреннего покаяния. Свет благодати Твоей да препобедит тьму, которая во мне. Снизойди на моление мое, благий Господи, не по правде моей, потому что не имею ничего доброго, но по щедротам Твоим, по великой и несказанной благости Твоей. Воздвигни члены мои, сокрушенные грехом, просвети сердце мое, омраченное лукавым вожделением, спаси меня от навыка греховного, да не до конца не зложит меня противник. Псалом 131 Вся надежда на милость Божию Благодать Твоя даровала мне изречь Тебе, Господи, как единый благий и создатель всех нас, прости беззакония и грехи рабу Твоему грешному и неблагодарному. Знаю, Господи, что превосхожу грехами всех человеков, но имею прибежищем все превосходящую бездну щедрот Твоих. Уверен я, что приемлешь и милуешь ты всех, приходящих к благости Твоей, ибо любишь видеть покаяние и радуешься прилежанию подвязающихся рабов Твоих. Мне, недостойному рабу Твоему, даруй слезы, чтобы с просвещенным умом, с любовью и верою умолять мне несравненную благость Твою и исцелиться от сокровенных язв своих. Покажи на мне бедном благоутробие Твое, избавь меня от заслуженных мною мучений, да будет проповедана благодать Твоя как всегда и повсюду, и на бесчисленном множестве нерадивых, так и на мне. Как наполнил ты водоносы благословением Твоим, так наполни сердце мое благодатью Твоею и благостынею Твоею. Сердобольная мать, отвергаемая детищем своим, не презирает его, Господи, потому что препобеждает ее матернее сердоболие, да не преодолеют и мои грехи Твоей благости. Знаю я, что подвергнусь наказанию даже за праздное слово, за лукавые помыслы, за самое вожделение. Между тем, как скоро представляется мне удовольствие, тотчас и вдруг все забываю я, и как безумный раболепствую во всем греху. Тщеславный, гневливый, расслабленный, ленивый, рассеянный, чревоугодник, сластолюбец, покрытый нечистотами, ежечасно блуждаю и не разумею того. Только одно чаяние явления благодати Твоей, человеколюбивый Владыка, утешает меня и удерживает от отчаяния. Хочешь или не хочешь, спаси меня, преблаги Господи, по великой благости Твоей. Псалом 132 Там уже нет помилования, здесь вопи. Как бы предстрашным Твоим престолом предстоя, Господи, вижу я осужденный и обличение дел моих, и Твой о мне приговор, который меня, бедного, удаляя от святаго лица Твоего, ввергает в невыносимое мучение. И как тогда буду взывать к Тебе, так и теперь с трепетами со слезами вопию, праведен Ты, судья, праведнейший, и праведен суд Твой, и мне не учинено таким судом никакой неправды. Как будто там, стоя, обращаюсь я к ангелам. Добрые и светлейшие ангелы, источите о мне слезы, потому что не помиловал я сам себя, презрев Божию милость, и, наконец, совершенно справедливо подвергаюсь наказанию. Господь предлагал мне милость, а я никогда не обращал на это должного внимания безрассудной, и теперь по справедливой причине отвращается он от меня. С гневом скажут, конечно, тогда мне и ангелы, теперь время не покаянию, а воздаянию, моления не имеют уже силы, недействительны и слезы покаяния. Преизбыточествуют одни слезы, проливаемые от мучений. Неумиленные воздыхания слышны здесь, а непрестанные стоны и болезненные вопли, иди же и приими горькое и тяжкое воздаяние за дела свои, горя в пламени, как нечистое вещество, и воспаляя неугасимую гиенну. Насладись как сын тьмы, возлюбивший вечную еще тьму, увеселяйся, взирая на черные зраки, для которых возгнушался ты вечным светом. Там, там будет непрекращающийся плач и болезненный скрежет зубов. Увы, бедная душа моя, обнаженная от всех дел, как будешь взирать на нелицемерного судью, на предстоящих ангелов и архангелов, иноземнородных, предстоящих в бесчисленном множестве. Увы, возболезнуешь тогда душа моя, но не будешь услышана. Все изменится, все станет иным. Вечно будут веселиться праведники и вечно будут мучиться грешники. Не возвеселили они Бога всяческих, и сами чужды будут всякие радости вовеки. Возапием же душа к Богу, пока мы здесь, прежде даже до конца не погибли мы. Спаси нас. Псалом 133. Слышит или не слышит Бог молитвы все во благо. Господь премудрый раздоятель, он смотрит на пользу просящего, и как скоро видит, что просимое им вредно или, по крайней мере, бесполезно ему, не исполняет просимого и отказывает в мнимом благодеянии. Он выслушивает всякую молитву, и тот, чья молитва не исполняется, получает от Господа столько же спасительный дар, как и тот, чья молитва бывает исполнена. Приходит ли к благому нуждающийся или должник, и первому дает, и последнему прощает. Посему оба от дверей подателя отходят с дарами, нуждающийся получает избавление от нужды, а должник оставление долга. Всеми возможными способами Бог показывает, что Он милостивый податель, дарит нас Своею любовью и являет нам милосердие Свое, а потому и не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам смерть и погибель. Однако же в этом случае отказывая в просимом не оставляет нас без весьма полезного дара в том самом, что устраняет от нас вредное, отверзает уже нам дверь щедрот своих. Посему будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно вредно, а то прошение, которое услышано, полезно. Раздоятель праведен и благ и не оставит твоих прошений неисполненными, потому что в благости его нет злобы и в правде его зависти. Псалом 134 Творение Искупление Воскресение Став при гробе, приник я в него взором и увидел там сотлевшую плоть. В могиле стала она отвратительную. Нет и подобия привлекательного лица, видны рассыпавшиеся, иссохшие и покрывшиеся тлением кости. Скорбию и горестью отступил я от гроба, перенесся мыслею к тому времени, когда воскреснем по глазу трубы и прославим тебя за уготованное Адамовым чадом воскресенье и сказал «Хвала тебе, Господи всяческих». Слыша сказанное в Евангелии о воскресении, возблагодарил я Бога и воскликнул «Хвала преславному естеству владычества твоего, которое вначале украсило и образом своим почтило наше естество, в конце же времен не спаслала сына своего». И он спас нас от погибели, и паки приедет воскресить весь Адамов род, праведников вознесет на небо, а нечестивых ввергнет в гиену и воскликнут ему «Праведен суд твой, Господи, царю, хвала тебе, хвала тебе, Господи всяческих». Псалом 135 «Что воздам, чашу спасения приму?» Долготерпелив Господь и всех нас влечет в царство свое, но потребует от нас отчета за нерадение в это короткое время. Он скажет нам «Для вас я воплотился, для вас видимо ходил по земле, за вас биен был, за вас заушаем, за вас распят, вознесенный на древе, за вас земнородных напоен отцом, чтобы вас сделать святыми и небесными, царство мое даровал вам, всех вас наименовал своими братьями и не спаслал вам Духа Святаго». Что мог бы я сделать еще более всего этого и не сделал для того, чтобы спасти вас? Не хочу только делать принуждение произволению, чтобы спасение ваше не стало делом необходимости непроизвольной. Скажите, грешники, смертные по естеству, что претерпели вы ради меня, владыки вашего, за вас пострадавшего? Придите же все вкупе, поклонимся ему, восплачемся пред создавшим нас Господом и скажем, что род грешных воздаст тебе, непостижимому, благому и милосердому Богу. Ты всю вселенную, просветившей благодатью, просвети и очи сердца нашего, чтобы возлюбить нам тебя, владыка, и с любовью исполнять всегда святую волю твою. Вот чаша страшной твоей крови, исполненная света и жизни, даруй нам разумение и просвещение, чтобы с любовью и святынею веры приступили мы к ней, и была она нам в оставление грехов, а не в осуждение. Псалом 136 Вразумление себя мыслью о смерти и о том, что сопровождает ее. Страшно пришествие смерти людям страстным, грешным и слабым, не старавшимся жить непорочно в этом суетном мире. Делатели и совершенные подвижники радуются в час разлучения, имея у себя предачами великий труд подвижничества своего, бдений, постов, поклонов, молитв, слез, вретищ, души их ликуют, что призывают они из тела своего войти в покой. Но разлучение с жизнью сей крайне опечаливает грешника, который видит у себя предачами свое нерадение с горькими плодами его. Какое раскаяние обымет тогда сердце нерадевшего здесь о спасении своем. Увы, душа моя, увы, для чего не родишь ты о жизни своей? Внезапно будет призвание твое, что же будешь делать там, быв нерадива здесь? Что будешь делать пред престолом праведного судьи? Как это враг окрадывает тебя, и ты не разумеешь сего? Как это враг похищает у тебя небесное богатство, и ты рассеянное не знаешь того? Помилуй меня, долготерпеливый Сыне Божий и безгрешный Христе. Даруй мне, спаситель, мой помышление о будущей жизни, чтоб исполнял я волю твою. Хотя в старости соделай меня содейственником благодати твоей, чтобы хоть концем добрым завершить мне недобрую жизнь. Как я нерадивый предстану страшному престолу? Как я нетерпеливый и бесполезный вступлю в сообщество принесших здесь плод праведности? По каким чертам меня признают, когда в небесных ложах святые и праведные узнают друг друга по делам своим? Нет, нечего себя льстить. Праведные, целомудренные, смиренные будут ходить во свете неприступном, а грешные, беззаботно живущие в угоду себе, как я, в вечном и неугасимом огне. Отрезвись же, душа моя, и молись со слезами. Возопи от всего сердца своего, чтобы кончина застигла тебя обратившееся и доброе положившую начало. Молитвами причистые владычицы нашей Богородицы и всех святых твоих даруй нам сие Господи, якоб благословен еси вовеки. Псалом 137 Жизнь течет Дни текут и улетают, часы бегут и не останавливаются, в стремительном течении времени мир приближается к концу своему. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе, ни один час не ждет другага, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так не остается неподвижную и жизнь рожденного от жены. Взвешена и измерена жизнь всякого вступающего в мир. Нет ему ни средств, ни возможности переступить за назначенный предел. Бог определил меру жизни человека и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день незаметно для тебя берет свою часть из жизни твоей и каждый час с своей частицей неудержимо бежит путем своим. Дни разоряют жизнь твою, часы подламывают здание и я, и ты спешишь к своему концу, потому что ты пар. Дни и часы как татья и хищники окрадывают и расхищают тебя, нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается, дни придают погребению жизнь твою, часы кладут ее во гроб, а вместе со днями и часами исчезает на земле и жизнь твоя. Жизнь, которую живешь ты сегодня, уходит и улетает с концем этого же дня, потому что каждый день берет свою часть из твоей жизни и с нею уходит. Каждый день придает погребению свою часть, каждый час кладет во гроб свою долю и в быстром полете времени они уходят, исчезают и обращаются в ничто. Как спешно текут дни, так быстро пролетает и жизнь. Нет ей возможности становиться и стать на одном месте. Если солнце станет в высоте и луна будет задержана в течении своем, то может остановиться и время, определенное для жизни твоей может перестать стремиться к концу. Псалом 138 Бог все сам даст, но и молиться надо. Бог милосердый дает просимые нами не молитвы ради нашей, но питает нас по собственным своим щедротам, потому что сотворил нас. Все превышающее величие неиспрошенного нами даровало нам сына своего, который ради нас явился в мир и, хотя не просили мы его, принес себя в жертву для нашего спасения. Ибо кто упросил отца, чтобы сына своего предал он на крестную смерть? Или кто умолил сына, чтобы умер он за грешников? Кому из праведников приходила на мысль просить отца, что предал он сына своего за беззаконных? Подлинно неслыханное это дело, и на мысль никому не приходило оно. Отец предал сына своего на крестную смерть, и смертью его грешники приобрели себе жизнь, а если отдал он величайшее свое сокровище, то просящим от такого человеколюбца воспрепятствует лишь то, получит все, в чем только имеют нужду. Итак, будем просить его, потому что он дает, будем объявлять пред ним желания свои, потому что не отказывает он, будем умолять его, потому что желает он всеми способами удовлетворять нашим нуждам. Но по правде своей ожидает он, чтобы молитва наша предстала дверям его, и сею молитвою примирена была правда со всеми грешниками. Если бы благость без молитвы прощала преступление, то нарушилась бы правда, и никто не помышлял бы о ней. Человечество более и более предавалось бы нечестию, потому что судья не употребляет вразумляющего жезла. Каждый с радостью продолжал бы грешить, потому что никто не вразумляет его. Та же благость, столько для нас полезная, обратилась бы во вред, потому что давала бы повод грешникам более и более умножать число грехов своих. А теперь и то в мире, что правда побуждается к наказанию, есть дело благости, ибо грешник для того приводится в содрогание, чтобы перестал грешить и пришел в сердечное сокрушение, потому что сам на себя навлек наказание. И таким образом грешник, хотя на малое время, оставляет неправды свои и старается испросить себе оставление грехов. Кто же не возблагодарит Тебя, Господи наш, что и правда Твоя есть благость и наказание Твое для нас благодать. Подлинно благ Ты во всем. Жезлом правды смиряешь ты главу грешников, которые грешат с бесстыдством высокомерием и не обращаются без особенного побуждения. Наказание Твое, Господи, соединенное с милосердием, да будет нашим пестуном. Десница Твоя, да поможет нам воспользоваться наказанием Твоим. Салом 139 Все тоже во мне, да коле же это? Обрати, ибо вот конец. Вот от всюду собираю я помыслы свои и не имею успеха, ибо во мне еще производители их страсти. Еще не освободился я от действия на меня лукавых духов, которые будут задерживать меня на воздушном пути. Еще не познал я тяжести множества грехов моих. Погрузившие меня в грех приносят плоды воплоти моей. Долго ли мне окаянному упиваться без вина и не родеть о своем, как будто оно чужое? Как лукавый раб против господина своего, так я зло ухищряюсь против собственного спасения, как будто другой, кто понесет происходящий от того вред. Не хочу быть бдительным, ежедневно приогорчевая твое долготерпение. Пред глазами у меня зло мое. Ты же все долготерпишь мне, по великой твоей благости. Дар имени Господи врачевство обращения, чтобы исцелиться мне от всего, что есть во мне худаго. Даруй мне вступить на поприще воздержания, даруй мне в сердечном сокрушении проходить все дни жизни моей. Просвети мраченные очи ума моего, чтобы с очщанием поспешил я вступить на путь ведущий в виноградник твой. Время жизни моей оскудело, проведено быв в суете и в срамных помыслах. Время жизни моей достигло уже едино на десятого часа. Управь, Господи, ладью купли моей и даруй разумение маломощному купцу, чтобы окончить мне куплю свою, пока есть еще у меня время. Ибо настал час разлучения, он уже пред глазами у меня, и я крайне убоялся, увидев нищету свою. Псалом 140 Нечего укрываться, Бог все видит, лучше поспеши омыться, пока есть время. Я грешу и скрываюсь, чтобы ни один человек не видал меня, но Господь видит меня, когда делают злое. Если видит меня человек, мне стыдно, но не стыжусь я Бога. Пощади и помилуй нас, судья и владыка судей. Если человек обращается, рано ли это или поздно, ты приемлешь его. Что делать мне с грехами моими, не знаю, не видит ум мой, чем мне омыть и очистить себя. Если бы вздумал я омыться водами, то малы для меня моря, реки недостаточны, чтобы очистить меня. Если омою себя кровью и водою из ребр Сына Божия, то очищусь, и излиются на меня щедроты. Трепещи, грешник грядущего суда, со скорбью и слезами прибегни к покаянию. Пока приемлется еще молитва, молись здесь, чтобы быть тебе принятым там. Молись, пока не пришла и не увлекла душу твою смерть, тогда напрасно всякая молитва и моление, тогда бесполезны и слезы. Псалом 141 К Богородице Хоть нечист я, приими молитву, дай покаяться и на суде защити. Всепетая и Всеблагая Владычица, источник милосердия, бездна человеколюбия, хотя нечист я и предан миру прелюбодейному и мятежному, не родив и в мысли, и в делах, и в произволении, блудно иждеваю жизнь свою, но ты, как чадолюбивая и сострадательная Матерь Божия, не погнушайся мною грешным и блудным, предвори принять прошение, приносимое тебе скверными моими устами и твоими благоприятными и всеблагими молитвами милостивым ко мне саделай судью. Отверзи мне благосердие щедролюбивого сына твоего, умоли презреть грехопадения мои, направь помысл мой к покаянию, покажи во мне искусного делателя заповедей его, не попусти стать мне снедею растлителя душ дьявола, но ходатайством твоим обнови меня состарившегося во множестве грехов, исправ обветшавшую жизнь мою, чтоб имея ходатайницу и тебя приблагую, небоязненно мог я предстать судьи и избежать страшного мучения. Ходатайством твоим сделай меня наследником славы, умоляя Творца моего, да улучу оную. Псалом 142 Уроки жизни Горе Горе тому, кто пребывает во грехах и не знает времени покаяния, ибо он там будет раскаиваться, без пользы оплакивая грехи свои во веки. Горе тому, кто говорит, в настоящее время наслаждусь плотью, а в старости покаюсь, ибо подобно сети внезапно накроет его смерть, и надежда его погибнет. Горе тому, кто произвольно грешит, в намерении утром покаяться, ибо не знают, что родит находящий день и предшествующая ему ночь. Горе тому, кто, зная доброе, дает руку лукавому, ибо в день исхода приимут его злые ангелы. Горе тому, кто лукавыми своими делами полагает притыкание ближнему, ибо в день суда даст он отчет во всем, в чем только соблазнил других лукавыми своими обычаями. Горе тому, кто отрекся от мира, и опять держится мирскаго образа мыслей, ибо к нему отнесется притча о взявшемся зарала и озирающемся вспять. Горе тому, кто следует желаниям плоти и пренебрегает попечением о душе своей, ибо жизнь его и надежды его рассыплются по земле. Горе тому, кто всею крепостью своею не поспешает приготовиться здесь, как дать оправдание там. Псалом 143. Благословен милостивый Творец и Искупитель. Благословен благей и милостивый, который радуется о нас, если приносим покаяние и без укора с радостью приемлет нас по любви своей. Благословен благий, у которого дверь отверста, и добрым, чтобы входили в нее, который и злым, если обращаются они, не заключает двери благости своей. Благословен всем дарующий средство наследовать Царство Небесное, праведником добрыми делами, а грешником покаянием. Благословен за грешников, предавший себя на смерть и поругание, претерпевший позор, чтобы грешникам даровать жизнь. Благословен сотворивший нас по милосердию своему, снишедший спасти нас крестом и паки имеющий прийти, чтобы воскресить нас в великий день пришествия своего. Сподобие меня, благий по благости твоей, узреть щедроты твои в день суда и вместе с праведниками воспевать тебе хвалу во веки веков. Псалом 144 «Кто блаженны?» Блаженны те, которые возлюбили Бога и из любви к Нему пренебрегают всем земным. Блаженны те, которые плачут день и ночь, ибо они избавятся от будущего гнева. Блаженны те, которые добровольно смиряют сами себя, ибо они будут возвышены. Блаженны воздержанные, ибо их ожидают райские радости. Блаженны изнуряющие тело свое бдением и подвигами, ибо уготовано им райское веселье. Блаженны очистившие себя от лукавых помыслов, ибо в них обитает Дух Святый. Блаженны те, которые любят Бога от всей души паче всего мира, ибо они будут признаны друзьями Христовыми. Блаженны добровольно понесшие крест свой и деятельно последовавшие Христу, ибо они достигнут горнега Иерусалима. Блаженны те, которые припоясали чресло своей истинною, и светильники свои имеют готовыми, ожидая небесного жениха, ибо они с ним будут царствовать в небесном царстве. Блажен, кто приобрел себе умные очи и неуклонно устремлял их в созерцание будущих благ, ибо он наследует их. Блажен, кто непрестанно имеет пред глазами день суда и старается оказаться воной благоугодным Богу. Блажен, кто сделался победителем плотских удовольствий, ибо в последний день испытания обретет он дерзновение. Блажен, кто плакал на земле для Бога, ибо плоды его возродятся на небе. Псалом 145 Смерть и надежды при ней. Душа говорит, «Гостиница тела жила я, и прислал за мною домовладыка, невозможно мне оставаться в ней доле, понуждает меня посланный, выходи из дома своего, оставь это жилище. Итак, оставайся с миром, плоть временное жилище, да увижу тебя с радостью в день воскресенья. Поспешно пришли поемлющие меня, а я и не знал, посланный за мною предстоит уже, а я и не почувствовал. Избави меня, Господи наш, от того осуждения, какому подпал дьявол, ненавистник непорочных сынов твоих, и со святыми твоими введи меня в царство, да воспою хвалу и прославлю тебя вместе с ними. Душа говорит телу, как горька для тебя чаша, растворенная смертью, как страшно сие время и тяжел час испытания. Оставайся с миром, приятное жилище, в котором обитала я, пока угодно было сие Господу. Какая скорбь наполнит сердце грешника в тот час, когда судья Христос воссядет на страшном престоле своем. Все поколения предстанут пред ним и откроются все тайны сердечные. Страшен суд, страшен судья, страшен сейчас. Блажен кого покроет тогда благость твоя, Господи. Тебя, Сыне Божий, приял я себе в напутье, и когда алкал, то насыщался тобою, спасителю мира. Да бежит огонь от членов моих, да отженет его воня плоти и крови твоей, крещение да будет для меня неутопающую ладиею. Тебя, Господи наш, да увижу там в день воскресения. Псалом 146 К кому прибегну, имени ради своего спаси. Увы мне, обремененному беспримерными грехами. Число прегрешений моих паче числа песка морскага, и я изнемогаю от них, как от многих уз железных, потому что нет у меня дерзновения воззреть на высоту небесную. Кому к тебе прибегну, кроме тебя, человеколюбча? Помилуй меня, Боже, по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. К тебе прибегаю по великой благости твоей и по благоутробию твоему. Тебя прогневал я, к тебе и прибегаю по великому непометозлобию твоему. Тебя оскорбил я, к тебе и прибегаю по великому человеколюбию твоему и умоляя вопию, отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ничего нет у меня, чтобы мог я принести тебе ни дела доброго, ни сердца чистого, но, уповая на щедроты твои, повергаю себя самого, чтобы привел ты меня в сокрушение и постоянное делание заповедей твоих, и я не падал снова в грехи с такой легкостью, но отныне служил тебе в преподобии и правде все дни жизни моей. Псалом 147 к Богородице моими до паче снега убилюся. Ей, милосерд милосердых истязателей и страшных приставников князя века сего, будь моею защитницей и уничтожь тогда все рукописания грехов моих. Непостыжденным и спасенным приведи меня к престолу сына твоего и безначального отца его и всесвятаго духа, единой, святоначальной и единосущной троицы. Псалом 148 Сами святые уделятся славе своей. Блажен человек, который обретет дерзновение в день страшного суда и услышит вместе с другими «Приедите благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Тогда каждый, увидя себя во свете, станет рассматривать и размышлять, говоря «Уже ли это я? И каким же образом явился я здесь недостойный?» Приступят ангелы с великою радостью и станут славить святых и восхвалять их житие, подвиги, воздержание, бдение, молитвы, произвольную нищету, совершенную нестяжательность, терпение в жажде, твердость в алчбе, постоянное пребывание в молитвах, радость в ноготе ради совершенной о Христе любви. О всем этом с великой радостью скажут праведным ангелы. А праведники скажут им в ответ, «Ни в один день на земле вовсе не оказывалось у нас ни одного доброго дела». Ангелы снова напомнят им места и времена надел, а они опять, девясь сами в себе станут славить Бога, видя, что тела их на небе сияют паче света, за то, что они терпели на земле небольшие произвольные лишения и скорби. Они нашли сокровище, скрытое на селе, и, продав все, что было у них на земле, приобрели оное, нашли прекрасную жемчужину и терпением укрыли ее у себя, и, сами того не замечая, уготовали себе нескверную и нетленную одежду. Невелик труд подвига, но велико вдохновение, непродолжителен подвиг воздержания, но упокоение за он и в раю сладости продолжится во веки веков. Салом 149 При виде смерти утешение воскресением Христос Воскреситель со славою явится с высоты, оживотворит мертвых, воздвигнет сущих во гробах. Чадо перстного Адама все вкупе восстанут, и воздадут хвалу воскресителю мертвых. Да не печалятся сердца ваши смертные, приидет день Господень, пробудет и возвеселит нас, почивших. Хранители подвигнутся пред Господом, и ангелы возвеселятся в день воскресения. Да не скорбит душа ваша, искупленные крестом и призванные в царство. Приидет день Господень, даст глаз к умершим, и мертвые восстанут и воздадут хвалу. Воздадим славу и поклонимся Иисусу, Божию Слову, который по любви своей пришел и спас нас крестом своим, и пакий приидет и воскресит чад Адамовых в великий день, когда воссияет величие его. Не скорбите смертные об истлении своем. Царь Христос воссияет с высоты и всесильным мановением своим воскресит мертвых из гробов и обличет их славою в царстве своем. Если смерть воцарилась и погубила естество наше, потому что Адам согрешил и приступил заповедь, то не тем ли паче оправдимся и спасемся страданиями Христа, победившего смерть, и оправдавшего естество наше. Надежду и утешение даровал Господь наш скончавшимся, ибо сам Он восстал из гроба, победил смерть, обетовал воскресение и жизнь, ущедрил великими благами Адама и всех чад его. Хвала и словословие Отцу, сотворившему нас, Сыну, спасшему нас крестом своим, и Духу Святому Утешителю, всехвальной, непостижимой Троице, воскрешающей умерших и облекающей славою тела их. Солом 150 Хвала Воскресителю мертвых Все скончавшиеся восстанут по глазу трубы и воспоют хвалу Отцу и Сыну и Духу Святому Воскресителю тел их. Отче, сотворивший Адама из праха, Сыне, крестом своим, избавивший чад Адамовых от погибели, воскреси меня и поставь десную тебя да словословлю имя Твое. Тебе поклонимся, Христе Спаситель наш, Ты Воскреситель и Спаситель всех скончавшихся, которые крестились во имя Твое, исповедовали крест Твой и смерть Твою. Благословен Христос, Который чадом Адамовым обетовал жизнь и воскресение в день явления Своего, и мы восстанем и прославим Его среди святых благоугодивших Ему. Хвала Тебе, воскресением Твоим всему роду смертных даровал Ты надежду жизни и воскресения. Тебе возносим хвалу и мы, Ты воскреситель всякой плоти. Словословьте и хвалите смертные того, кто своею смертью упразднил державу смерти и всему роду смертных обетовал жизнь и воскресение. Душа искавшая прибежище в кресте Твоем наследница вечного неприходящего сокровища дохвалит и словословит Тебя вместе с духами, к сонмам которых она причислена. Достопоклоняем Отец, пославший единородного Сына Своего, который спас род наш от смерти и сатаны, сидит одесную Отца Своего и всем и спрашивает щедроты. ПЕСНЯ СОЛЬСА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok